Аарон Дэмпски Боуден Первый Еретик Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Часть первая Серые За 43 года до событий на Истване 5 Убей же меня в таком случае, Император! Лучше умереть в сумерках свободы, Чем жить на рассвете тирании. Пусть боги услышат мое последнее желание. Пусть мой дух задержится достаточно долго, Чтобы посмеяться, Когда твое безбожное царство наконец рухнет. Дайвал Шан, командующий тиранских сепаратистов перед казнью. Если человек держит в своих руках 10 тысяч солнц, Если человек населяет 100 тысяч миров Своими сыновьями и дочерьми, Отдавая им на попечение саму галактику, Если человек направляет мирят кораблей Среди бесконечных звезд Лишь силой своей мысли, Скажите же мне, если можете, Как может такой человек быть чем-то меньшим, чем бог? Ларгар Аврелиан, примарх несущих слова. Нет более очевидного признака упадка в государстве, Чем пренебрежение религиозными обрядами. Никола Макеавелли, древний евразийский философ. Пролог Серый воин Его сестры плакали, Когда легион пришел за ним. В тот момент он не понимал, почему. Не было большей чести, Чем быть избранным, Так что их горе было бессмысленным. Голос Серого воина был машинным скрежетом, Глубоким и искаженным статикой. Он доносился из-под маски смерти. Он желал узнать имя мальчика. Перед тем, как ответить, Мать задала ему вопрос. Ей было свойственно стоять прямо и твердо, Не склоняясь перед тем, что она видела. Эту силу она передала своему сыну, И эта сила осталась в его крови, Несмотря на все произошедшие перемены. Она задала вопрос с улыбкой. Я скажу тебе его имя воин, Но прежде не назовешь ли ты мне свое? Серый воин взглянул сверху вниз на семейство. Он встретился глазами с родителями Лишь раз перед тем, как забрать их дитя. Эрик, промолвил он, Мое имя Эрик. Благодарю тебя, господин Эрик. Она указала на своего мальчика. Его зовут Аргел Таут. Ложные ангелы Я помню судный день. Можете ли вы представить, как смотрите вверх и видите звезды, падающие с неба? Можете ли вы представить, как само небо извергает огненный ливень на мир под ним? Вы говорите, что можете вообразить это. Я не верю вам. Я не говорю о войне. Я не говорю о едком масляном запахе прометия или обжигающем химическом аромате пламени, рожденного из огня ракет. Забудьте о грубой боли сражений и точном ударе орбитальных бомбардировок. Я не говорю о заурядной дикости, пылающей беде, которую человек обрушивает на человека. Я говорю о правосудии, божественном правосудии, о гневе Бога, который взирает на мир и увиденное наполняет его сердце злобой. При исполнившись отвращения, он посылает своих ангелов донести проклятие. В ярости он наполняет небо огнем и не спосылает разрушения на поднятые лица шести миллиардов его почитателей. Теперь скажите мне это вновь. Скажите мне, что можете представить падающие с неба звезды. Скажите, что можете представить небо, плачущее огнем на мир внизу, и город, пылающий столь ярко, что ослепляет каждого, взирающего на его гибель. Судный день лишил меня глаз, но я все еще просвещаю вас. Я помню все, да и как мне не помнить, если это было последнее, что я видела. Они пришли к нам с небес на стервятниках из синего железа и белого огня, и они назвались тринадцатым легионом, воинами-королями, ультрамара. Мы не произносили этих имен, когда они вышвыривали нас из наших домов, когда они убивали тех, кто сопротивлялся, и когда они пролили божественное разрушение на все, что мы построили. Мы назвали их ложными ангелами. Вы пришли ко мне спросить, как моя вера уцелела в судный день? Я открою вам тайну. Когда звезды упали, когда моря вскипели, а земля запылала, моя вера не умерла. Тогда я начала верить. Бог был реален, и Он ненавидел нас. Отрывок из паломничества Кирены Валантион 1. Совершенный город Ложные ангелы Судный день Первая падающая звезда снизошла в самый центр совершенного города. На ночных рынках площади всегда было многолюдно и шумно. Однако все молчали, когда небо прочертили огненные следы, и звезды опустились на землю с величественной медлительностью. Толпа раступилась, образуя кольцо вокруг места пришествия. Люди увидели истину, лишь подойдя ближе. Это была вовсе не звезда. Она не была создана из огня. Он вырвался из ее воющих двигателей. Дымное облако поползло от опустившегося судна, распространяя смрад горелого масла и неземных химикатов. Корпус корабля был подобен хищной птице, с телом из синего кобальта и матового золота. Его подбрюшье светилось оранжевым, шипя от жара после спуска с орбиты. Кирена Валантион была в собравшейся толпе, всего лишь три недели назад отметив свое восемнадцатилетие. Вокруг нее поднимался шепот. Шепот перерастал в песнопение. Песнопение перерастали в молитву. Неровный гул доносился с окрестных улиц и площадей. Грохот огромных машин и свистящий хрип ускорителей. Все больше звезд, которые не были звездами, опускалось с неба. Сам воздух дрожал от шума такого количества двигателей. С каждым вдохом ощущалась разреженность. Темный корпус посланника неба был украшен знаком святого орла, почерневшим от огня за время спуска в атмосфере. Зрение Кирены смазалось, раздвоившись между тем, что она видела сейчас, и тем, что она видела на картинах детства. Она была далека от истинной веры, но он ей был знаком, этот корабль, тщательно выписанный тушью на пергаментных свитках. Такие изображения были рассеяны по всем священным текстам. Она также знала, отчего старейшие в толпе плачут и поют. Они тоже узнали его, но не только по священным книгам. Десятилетия назад они лицезрели своими глазами, как такие же корабли спускались с неба. Кирена смотрела, как люди падали на колени, воздевали руки к небесам и молились сквозь слезы. «Они вернулись», — шептала одна из старых женщин. Она на секунду прервала свой поклон, чтобы дернуть за край плаща шул Кирены. На колени невежественная потаскуха. К этому времени пела уже вся толпа. Когда женщина снова потянулась к ее ноге, Кирена вырвалась из хватки морщинистых пальцев старухи. «Пожалуйста, не трогайте меня», — сказала Кирена. Существовал обычай никогда не прикасаться к тем, кто носит красный плащ шул, не спросив перед тем у девы разрешения. В своем рвении старуха пренебрегла древним правилам. Ее ногти впились в ногу девушки сквозь тонкий шелк уличного платья. На колени они вернулись. Кирена выхватила нож к ватари, пристегнутый к ее обнаженному бедру. Узкое лезвие из украшенной стали отливало янтарем в свете пламени корабля. «Не оттрогай меня!» Прошипев проклятие, старуха вернулась к своей молитве. Кирена глубоко вздохнула, стараясь унять бешеное сердцебиение. Воздух обжег ее гортань, уколов язык угольной копотью и сопол двигателей. И так они вернулись. Ангелы Бога Императора вернулись в совершенный город. Она не ощущала подъема веры. Она не пала на колени, благодаря Бога Императора за второе пришествие его ангелов. Кирена Валантион смотрела на хищное тело железного корабля, а перед ее глазами пылал один вопрос. «Они вернулись!» Вновь прошептала старая женщина. «Они вернулись к нам!» «Да», — ответила Кирена, — «но для чего?» Движение со стороны корабля началось без предупреждения. Толстые двери с лязгом распахнулись, и визжащая пневматика вытолкнула наружу трап. Прерываясь вздохами и рыданиями, песнопения верующих стали громче. Люди декламировали молитвы из слова, и последние стоявшие рухнули на колени. На ногах осталась лишь Кирена. Из рассеивающегося дымного облака выступили первые ангелы. Кирена уставилась на фигуру, сузив глаза, невзирая на всю возвышенность момента. Серебристый лед проник в ее кровь. И словно тихий протест одной девушки мог что-то изменить, она выдохнула лишь одно слово. «Подождите!» Тяжелая броня ангела разительно отличалась от рисунков священных текстов. На ней не было свитков, описывающих святость. Она не была серого, холодного, как сама зима цвета, как у истинных ангелов бога-императора. Как и корабль, из которого вышел воин, эта броня была прекрасного, глубокого кобальтового цвета, с отделкой из бронзы, столь гладкой, что она светилась почти как золото. Его глаза были скошенными красными щелями в бесстрастной маске. «Подождите!» — вновь произнесла Кирена уже громче. «Это не несущее слово!» Старуха зашипела от ее богохульства и плюнула ей на ногу. Кирена не обратила на нее внимания. Ее взгляд не отрывался от воина, облаченного в кобальт, столь незаметно и в то же время разительно отличавшегося от писаний, которые заставляли учить в детстве. Братья Ангела вышли из темного нутра своего корабля и спустились на площадь. Все они носили такую же синюю броню. Все они были вооружены могучим оружием, которое смертный человек даже не смог бы поднять. «Они не носители слова!» — возвысила она свой голос над песнопениями. Несколько коленнопреклоненных людей вокруг нее ответили резким шиканьем и проклятиями. Кирена набрала воздуха, чтобы в третий раз произнести свое обвинение, когда Ангелы, двигаясь с нечеловеческой синхронностью, подняли оружие и нацелили его на толпу верующих. От этого зрелища дыхание замерло у нее в горле. Первый ангел заговорил глубоким и грубым голосом, проходившим сквозь скрытые динамики его лицевого щитка. «Люди монархии, столица 47-10, слушайте эти слова! Мы, воины 13-го легиона, дали обет и поклялись честью, что исполним свой долг. Мы принесли волю императора на Десятый мир, приведенный к согласию 47-й экспедиции Великого Крестового Похода Человечества. Все это время дюжина ангелов продолжала целиться в стоящих на коленях горожан. Кирене было видно, что дула у них такие же закопченные, как корпус судна, потемневшие от стрельбы боеприпасами чудовищного размера. Ваше согласие с империумом людей длилось 61 год. С глубокой скорбью император повелевает всем живущим покинуть город-монархию немедленно. Недавно правители планеты получили такое же предупреждение. Город должен быть эвакуирован в течение шести дней. В последний день правители планеты получат право послать один сигнал бедствия. Толпа продолжала безмолвствовать, но теперь в их взглядах преклонение сменилось непониманием и недоверием. Как будто почувствовав перемену в их настроении, ангел вскинул оружие и сделал один выстрел в воздух. Словно раскат грома прокатился по долине, оглушительный в тишине. «Никто не останется в монархии к рассвету седьмого дня. Вступайте в свои дома, собирайте имущество, эвакуируйте город. Сопротивление карается смертью». «Куда нам идти?» — донес женский голос из замершей толпы. «Это наш дом». Первый ангел повернулся, направив свое оружие прямо на Кирену. Спустя несколько мгновений девушка осознала, что слова принадлежали ей. Еще меньше времени понадобилось окружавшим ее, чтобы разбежаться, оставив вокруг нее все расширяющееся кольцо пустоты. Ангел повторил свои слова, все с той же бесчувственной интонацией, что и до этого. «Никто не останется в монархии к рассвету седьмого дня. Вступайте в свои дома, собирайте имущество, эвакуируйте город. Сопротивление карается смертью». Кирена сглотнула и не сказала более ни слова. Крики и насмешки начали доноситься из толпы. Бутылка разбилась о шлем одного из ангелов, рассыпавшись стеклянным дождем. Несколько человек начало выкрикивать требования объяснений. Кирена развернулась и побежала. Там, где толпа не бежала вместе с ней, она проталкивалась через собравшихся людей. Хриплый перестук оружия ангелов начался через несколько секунд, когда вестники бога императора открыли огонь по бунтующей толпе. Три дня спустя Кирена все еще была в городе. Как и у многих людей, называвших монархию своим домом, смуглая кожа Кирены была унаследована ею от предков, живших в экваториальных пустынях. Ее красивые глаза были светло-коричневого цвета, словно обожженные каштаны. Посветлевшие от солнца ореховые волосы не спадали на ее плечи тяжелыми локонами. Ну, по крайней мере, так ее описывали наиболее ослепленные страстью влюбленные. Такую картину рисовал ей ее разум, несмотря на то, что зеркало не показывало ничего подобного. Под глазами появились круги от двух бессонных ночей, а во рту было кисло от обезвоживания. Как именно дошло до такого, оставалось загадкой. По всему городу сопротивление вторгшимся было яростным в течение часа или около того. Самая крупная бойня произошла у врат Тофета, когда протесты перешли в бунт, а бунт в битву. Кирена наблюдала, найдя убежище в близлежащей церкви, хотя смотреть было мало на что. Горожан вырезали и казнили лишь за то, что они осмеливались защищать свои дома. Боевой танк из кобальта и бронзы открыл огонь по самим вратам Тофета. Само побоище было трагедией, но это было чудовищным осквернением. Давя мертвецов своими гусеницами, танк дал залп по возвышавшейся постройке. Глазам Кирены было больно видеть это, но она не могла отвернуться. Врата Тофета рухнули. Их мраморная громада рассыпалась на части, упав на площадь. Сокровища из белого камня и листов золота, памятник истинным ангелам бога императора, было разрушено захватчиками, заявлявшими о своей верности империуму. Кирена могла разобрать недвижные тела павших статуй, опрокинутых с рухнувших ворот. Она хорошо их знала, так как часто бывало на ночных рынках площади Тофет. Каждый раз ангелы взирали на нее со своих мест на поверхности врат. Раскосые, невыразительные глаза смотрели не моргая. Бескрылые бронекостюмы были вырезаны в гладком камне с исключительным мастерством. Это были не ложные, пернатые ангелы из легенд древней Теры, но воплощение святости, ангелы смерти, созданные внушать страх перед богом императором. Его тени, его сыновья, носители слова. В пыли силуэты еретиков приблизились к танку. «Воины короли ультрамара», — прошептала Кирена в этот момент, «тринадцатый легион». «Богохульники, все до единого». Их отношение к носителям слова лишь усугубляло их скверну. Планетарная вокс-сеть не работала. Она слышала от уличного торговца, что захватчики уничтожили все спутники Хура прежде, чем спуститься сквозь облака. Правда это было или нет, но любое сообщение с другими городами, да и внутри самой монархии, было ограничено силой человеческого голоса. «Поднялся мятеж в районе Квами», — настаивал торговец, — «не только в Тофике, еще и в Гульше. Сотни мертвы, может статься и тысячи». Он пожал плечами, как будто это было лишь слегка необычно. «Я ухожу сегодня». Безнадежно сражаться с дьяволами шул Аша. Кирена ничего не ответила, лишь улыбнувшись вежливости использованного им древнего обращения к ее профессии. Да и что было ответить? Захватчики блокировали город. Ростки восстания никогда не взойдут на столь неблагодатной почве. После первых чисток начался исход из монархии, район за районом. С момента открытия ворот из города изливался нескончаемый поток людей. К наступлению ночи массовая эвакуация шла полным ходом. Богатейшие граждане монархии, в большинстве своем торговцы или жрецы высокого ранга, носившие санг говорящих слова, переезжали в особняки в других городах. Утром воздух над монархией был полон летучего транспорта, уносившего богатых, необходимых, экономически важных и духовно просвещенных в убежище где-то в других местах. Кирена все еще не уходила. На самом деле она не была уверена в том, что вообще уйдет. Она стояла на втором этаже на балконе своего жилого отсека, чего-то среднего между комнатой и ячейкой в жилом блоке Джира, одном из дешевых районов города. Окрестные башни громкоговорители снова и снова передавали свое сообщение. Вес личного имущества, допустимый на борту эвакуационных кораблей, строго ограничен. Всем жителям района Инага предписывается немедленно проследовать в воздушный порт Я-Эль-Шах или к 12-м торговым воротам. Вес личного имущества... Кирена не обращала внимания на предупреждение, наблюдая за скоплением людей на улице. Они образовывали заторы, двигаясь медленными процессиями. В конце улицы один из воинов 13-го легиона направлял потоки людей, словно скот. В руках ложного ангела было такое же оружие, как и у его братьев. Тяжелая винтовка, стреляющая взрывающимися боеприпасами. Кирена облокотилась на ограждение балкона, следя за вечной драмой угнетателей и угнетенных, завоевателей и завоеванных. Ее район должны были эвакуировать к завтрашнему утру. Процесс шел туго. В сторону безмолвных ложных ангелов летели обильные жалобы и проклятия. Вес личного имущества строго ограничен, вновь ожили динамики. Раньше с этих башен трижды в день читались молитвы, доносившие слова терпимости и просвещения до всех обитателей города. Теперь же их святость была извращена, а они стали устами захватчиков. Слишком поздно Кирена поняла, что ее заметили. Воздух сгустился и нагрелся от огня двигателей, когда небольшой воздушный транспорт пронесся над улицей вровень с ее балконом. Двухместное судно, покрытое синей броней, парило на воющих турбинах, скользя по воздуху. В нем сидели ложные ангелы, сканировавшие окна вторых этажей домов, мимо которых они пролетали. Трепет Кирены угрожал перейти в дрожь, однако она осталась на своем месте. Машина приблизилась. Крутящиеся винты гнали от ее антигравитационных двигателей горячий воздух. Ложный ангел на месте стрелка подался вперед, настраивая что-то невидимое на воротнике доспеха. «Гражданка!» Резкое рычание вокс-голоса воина перекрыло шум спидера. «Этот сектор эвакуируется. Немедленно проследуйте на уличный уровень». Кирена вздохнула и не пошевелилась. Воин оглянулся на своего напарника в кресле пилота, а затем вновь повернулся к Кирене, замерзший в тихом неповиновении. «Гражданка, этот сектор эвак...» «Я слышал о вас!» откликнулась Кирена, достаточно громко, чтобы перекричать адский гул мотора. «Немедленно проследуйте на уличный уровень», сказал воин. «Почему вы делаете это?» спросила она, еще повысив голос. Стрелок покачал головой и взялся за рукоятки тяжелой крупнокалиберной турели, направляя ее прямо на Кирену. Девушка сглотнула. Дуло пушки было размером с ее голову. Каждая косточка в ее теле заныла от ужаса, умоляя ее бежать. «Почему вы делаете это?» настаивала она, стараясь заглушить страх злостью. «Какими грехами мы запятнали себя, что теперь должны покинуть свои дома? Мы верны империуму. Мы верны Богу императору». «Гражданка!» Она открыла глаза. Воин опустил ствол своей пушки. «Император, возлюбленный всеми, повелел тринадцатому легиону прибыть сюда и поступить так. Взгляни на нас! Взгляни на наше оружие и броню! Мы его воины, и мы исполняем его волю! Следуй на уличный уровень и покинь сектор! Бог император пожелал разрушить наши жизни!» Воин рыкнул. Это был трескучий механический рык. От человека в нем была лишь внутренняя ярость. Это было первое проявление эмоций, что Кирена видела у захватчиков. «Следуй на уличный уровень!» Воин вновь поднял оружие. «Я убью тебя на месте, если ты еще раз с подобным диким язычеством отзовешься об императоре, возлюбленном всеми!» Кирена плюнула с балкона. «Я пойду, но пойду лишь потому, что ищу просвещение. Я найду истину, и я молюсь, чтобы пришла расплата!» «Истина откроется!» Ответил воин из готовой лететь дальше машины. «На рассвете седьмого дня оглянись и взгляни на свой город. Ты узришь просвещение, которого жаждешь!» И занялся седьмой день. Кирена Валантион стояла на вершине перед горе Галахе под светлеющим небом. Ее традиционное платье было прикрыто длинной курткой, наглухо застегнутой для защиты от усиливающегося осеннего ветра. Ее грива волос свободно развивалась, а она смотрела на тихий, абсолютно безмолвный город на востоке. В последние часы вверх взвились огненные полосы. Корабли 13-го легиона возвращались на небеса, его войны завершили свое дело. С ужасающей неизбежностью солнце достигло горизонта. Бледно-золотое, холодное, несмотря на всю свою яркость, разлилось по миноретам и куполам монархии. Рассвет озарил золотом шпиле на вершинах десяти тысяч башен города, несравненного в своем великолепии. «Святая кровь!» — прошептала девушка, не в силах совладать с голосом. Она ощущала, как по ее щекам бегут влажные, теплые слезы. Подумать только, что люди смогли создать подобное чудо. «Святая кровь Бога Императора!» Небо продолжало светлеть, слишком быстро и слишком ярко. Только что был рассвет, а оно уже становилось ярким, как в полдень. Кирена подняла голову и увидела сквозь слезы, как облака озаряются вторым восходом. Она увидела падающий с небес огонь, лучи света невозможной яркости, вонзающиеся в совершенный город из-за облаков. Но она смотрела недолго. Через несколько мгновений несравненная ни с чем яркость солнечных копий лишила ее зрения, оставив ее во тьме слушать, как умирает город. Мир содрогнулся под ногами Кирены, швырнув ее наземь. Хуже всего, что ее отказавшие глаза нестерпимо зудели. И последнее, что она ясно увидела, была разрушенная монархия, чьи башни падали в огне. Ослепленная и обманутая судьбой Кирена Валантион рыдала в небеса и молила о расплате, пока горел ее родной город. Последняя молитва Носители слова, услышьте нашу мольбу. Ложные ангелы вступают среди нас, подобные вам видом, но лишенные вашего милосердия. Они зовут себя Тринадцатым легионом, воинами-королями Ультрамара. Небо потемнело от них неделю назад, и с тех пор они несут лишь угрозу кровопролития и горя. Эти воины прошли по улицам монархии, заставив жителей покинуть дома. Тех, кто сопротивлялся, забили словно скот. Волею судьбы мы запомним их мученичество. Монархия не одна. Шестнадцать городов на планете пусты, жизнь покинула их. Многие дни нас лишали голоса, не давая вас звать к вам. Тринадцатый легион дал разрешение лишь сейчас, перед последним рассветом. Они пообещали похоронить совершенный город в огне, лишь только солнце взойдет сегодня. Возвратитесь к нам, мы умоляем вас, возвратитесь и заставьте их ответить за несправедливость. Отомстите за павших и восстановите то, что будет утрачено, когда горизонт осветится. Носители слова, услышьте нашу мольбу. Возвратитесь к нам, сыны Бога-императора, да будет благословенно его имя. Возврат, первый и последний сигнал бедствия, отправленный из монархии, в столице Хура. Два. Зазубренное солнце. Опустошение. Аврелиан. Расплата Кирены прибыла через два месяца. Почти девять недель они летели, словно брошенное копье, сквозь непространство, прорываясь через имматериум без мыслей о безопасности или контроле. Они теряли корабли, они теряли жизнь, но они не теряли времени. Реальность содрогалась на их пути. Первый корабль, вырвавшийся из имматериума, врезался обратно в реальность на перегруженных двигателях. Набирая ускорение после выхода, он казался вылетевшим из варпа серым дротиком, оставлявшим за собой плазменный след сводящего с ума цвета. Раскаленные двигатели издавали мощный рев в безмолвном космосе. По всей длине его неровного хребта в звездную пустоту смотрели статуи из мрамора и золота. Бронированные храмы возвышались, словно наросты на коже корабля. Стены этих соборов увенчивали зубцы с бойницами, а высокие башни десятков меньших храмов были украшены блоками турелей. Корабль ужасающих размеров и мрачного вида был в большей степени оплотом молитвы и войны, чем космолетом. От опасной инерции его металлические кости содрогались, но он не замедлял хода. Белоголубые струи, окутанные тут же исчезающим дымным следом, извергались из огромных сопол, которые строились десятилетиями и на которые тысячи рабочих потратили миллионы часов. Но судно венчал колоссальный таран, фигура орла, выкованная из тяжелого металла и отполированная до серебристого блеска. В когтях орел сжимал выкованную из стали книгу. Клюв птицы замер открытым в безмолвном крике. В его холодных глазах отражались звезды. Прибывали прочие корабли, разрывая ткань реальности, вырываясь из варпа размытыми серыми очертаниями. Град стрел, затмевающий звезды вокруг. Сперва всего несколько, затем дюжина. Вскоре целый флот и, наконец, армада. Сто и шестнадцать кораблей, одна из величайших армий, когда-либо собиравшихся людьми. И они все прибыли, терзая грань между измерениями, выпадая из имматериума в попытке угнаться за прославленным флагманом. Серая армада двигалась разрозненно. Медленные корабли отставали, в то время, как более сотни оставшихся приблизились к одинокой сине-зеленой планете. Планете, уже окруженной другим боевым флотом. Одним из кораблей армады, мощным самим по себе, но выглядевшим карликом, рядом с двигавшимся в авангарде флагманом, была боевая боржа Де Профундис. На низком готике его название в грубом переводе значило, как «из глубин». В колхидском диалекте родной планеты корабля эти протагонистические корни означали «из отчаяния». Остаточная дрожь каркаса судна уменьшалась по мере того, как реальное пространство восстанавливало свои права. А маневровые двигатели приходили на смену перегретым варп-ускорителям. Капитан Де Профундис поднялся со своего изукрашенного командного кресла, когда корабль перестали удерживать оковы империев. Кресло, сделанное из слоновой кости и вороненой стали, и убранное священными свитками, стояло в центре возвышения. На ступенях, ведущих к нему, стояли еще три фигуры в боевой броне цвета серого гранита. Все они, не отрываясь, смотрели на обзорный экран, занимавший собой всю переднюю стену. На экране разворачивалось торжество хаоса. Порядок нарушался еще до контакта с противником, как будто злость каждого из капитанов влияла на курс его корабля, порождая нерациональность там, где требовалась концентрация. Доспех магистра ордена гудел от энергии. Внешние кабели соединяли его с силовой установкой за спиной. Украшенная куда более, чем у большинства Астартес, личная броня магистра ордена Деймоса была отделана без какой-либо скромности, демонстрируя его достижения. Его наплечники покрывали выгравированные колхидские клинописные письмена, перечислявшие в стихах его победы и убийства. На левом наплечнике поверх надписей красовалась выполненная из бронзы открытая книга с пылающими страницами. Каждый язык пламени был вручную вырезан из красного железа и искусно приварен к самой книге. При удачном освещении казалось, что металлические страницы трепещут в металлическом огне. И, наконец, одну из раскосых красных линз его грозного шлема окружала стилизованная шипастая звезда из бронзы. Этот же символ повторялся на корпусе корабля и внешних надстройках Де Профундис, обозначая принадлежность боевой боржи к ордену Зазубренного Солнца. Каждый корабль флота имел свои уникальные символы — костяной трон, полумесяц, скрученная плеть, знак за знаком, поток символов. Здесь, в пустоте, они были разбросаны словно иероглифы на рунических камнях шаманов. Глаза каждого воина, офицера, сервитора и раба были прикованы к планете Хур и ее столице, некогда видимая из космоса. В сущности, ее было видно и сейчас — выжженное пятно, окрасившее четверть континента в черный цвет. Черты лица Деймоса запросто могли быть высечены из скалы древнего гималайского хребта на Терри, неподалеку от места, где он родился 200 лет тому назад. Некоторые смеялись и смеялись часто. Деймос был не из таких. Его юмор был куда более холодным и безрадостным. Один из его подчиненных, седьмой капитан по званию, однажды сказал ему, что его покрытое шрамами лицо — летопись воин, в которых никто не хотел бы участвовать. Деймос улыбнулся при этом в воспоминании. Ему нравились попытки Аргелтала быть остроумным. Встрепенувшись после момента задумчивости, Деймос уставился на экран, все еще не уверенный, что же он видит. Остаток их кораблей свободно рассыпался в атакующем строю. Некоторые все еще набирали ход. Корабли сопровождения и разведчики заметно замедлились. Их скорость падала по мере утихания ярости двигателей. «На что я смотрю?» поинтересовался Деймос. Шлем воспроизвел его слова перескучим рычанием. «Ауспик, доложить!» Первоначальные данные Ауспика обрабатываются. Все офицеры за треугольной консолью сканера были людьми в униформе того же строгого серого цвета, как броня магистра ордена. Старший специалист среди них, Ауспик-мастер, побледнел. «Я! Я!» Магистр перевел взгляд на людей. «Говори и говори быстрее!» произнес он. «Вражеский флот на геостационарной орбите над монархией опознан, как имперский сэр!» «Итак, это правда!» Деймос тяжело взглянул на Ауспик-мастера, пожилого офицера с громким голосом, который лихорадочно подкручивал диски настройки на трехмерном экране. «Говори!» Они имперцы, это подтверждено, это не враг. Сенсоры забиты потоком кода в передаче. Они объявляют о себе всему флоту. Напряжение все еще не покидало Деймоса. Напротив, оно угнездилось еще глубже в его мыслях, вытаскивая на поверхность воспоминания о том, сводящем с ума сообщении. «Возвращайтесь к нам!» взывало оно. «Они называют себя тринадцатым легионом. Возвращайтесь к нам! Мы умоляем вас!» Деймос загнал тревогу обратно на дно сознания. Ему было необходимо сконцентрироваться. Он наблюдал на экране, как серые корабли замедляют ход, широкие пасти их двигателей испускали все меньше огня. Несколько кораблей отвернули в сторону, нарушая изящество атакующего строя. Сомнения. Почти наверняка. Ни один капитан не мог знать, что нужно делать. Совершенная в своей упорядоченности ярость атакующего натиска распадалась. Ее невозможно было восстановить, пока многие корабли замедлялись или сворачивали вбок. Повсюду вокруг колоссальный флот, стоявший на грани начала боя, отключал орудия. Словно в звездном балете, он совершал этот переход к обыденности с явной неохотой. Снова появилось ощущение, что эмоции капитанов передаются их кораблям. Сама планета была совсем близко, так что вражеский флот был в пределах зрения. Он висел на низкой орбите и с такого расстояния казался всего лишь темными пятнышками среди густых облаков. Деймос обернулся к своим братьям, его подчиненным, стоявшим на ступенях перед его возвышением. Теперь нам откроется истина обо всем этом. Сегодняшний день окончится тьмой, донеслось от седьмого капитана, чей левый глаз тоже окружало зазубренное солнце. Мы знаем истину, мы знаем, что совершили наши братья. Никакие объяснения не смягчат горе примарха, никакие доводы не успокоят его ярость. Тебе это известно так же, как и мне, магистр. Деймос кивнул. На мгновение он позволил себе представить, что Лекс не замедлит хода, что он войдет в сердце противостоящего флота, словно серый клинок, а его орудийные батареи будут объяты пламенем, извергая свою смертоносную песнь. Брат против брата, Астартес против Астартес. Когда-то он бы усмехнулся утонченному богохульству невозможной мысли, но не сейчас. «Нас приветствуют», сообщил один из офицеров от консоли. «Наконец-то!» Послание всему флоту, переданное единственным голосом, который имел сейчас значение. Послание разнеслось над мостиком, исковерканное помехами, но все же разборчивое. «Сыны мои!» Никакие помехи не могли скрыть боль и страсть в голосе. «Сыны мои!» «Мы достигли хура!» «Время ответить на последнюю молитву монархии!» «Сегодня мы взглянем своими глазами на развалины, в которые наши братья превратили совершенный город». Четверо Астартес вокруг командирского кресла обменялись взглядами. Хотя выражение их лиц и скрывалось под шлемами Марк 3, каждый из них ясно ощущал дрожь в голосе их отца. «Сыны мои!» продолжалось сообщение. «Кровь взывает крови!» «Мы получим ответы, которые ищем еще до конца дня!» «Это клянусь!» Сообщение оборвалось. Более мощный сигнал заполнил вокс-сеть. Его силы хватило на то, чтобы заглушить даже слова самого примарха легиона. Голос был глубже, холоднее, но столь же искренен. «Воины несущих слово!» «Я Желеман из 13-го легиона, повелитель Мак-Крага!» «Вам предписывается незамедлительно спуститься на поверхность и собраться на развалинах, ранее известных как монархия!» «Координаты передаются!» «Не будет никакого неподчинения этому распоряжению!» «Ваш легион собирается полностью, как и предписано!» «Это все!» Голос умолк и воцарилась тишина. На мостике Де Профундис собралось почти сотня душ, люди, сервиторы и Астартес. Никто из них не проронил ни слова почти минуту. Почти, не узнавая окружающих, седьмой капитан развернулся и пошел через зал. Его бронированные сапоги тяжело стучали по пластальному покрытию пола. «Аргелтал!» произнес Деймос в окс своего шлема. Экран визора последовал за его подчиненным капитаном, прокручивая на дисплее белые строчки биоритмических данных. Он моргнул в сторону периферической руны, очищая тактический экран. Седьмой капитан обернулся, сотворяя знамения святой аквилы на груди. Перчатки сложились в знак бога императора поверх бронированного нагрудника. «Я иду готовить седьмую к высадке», сказал он. «Ответы, что мы ищем, находятся на поверхности хура, среди руин совершенного города? Я хочу получить эти ответы, Деймос». В воздухе носился песок, смешанный с пылью и дымом. Земля представляла собой черную пустыню из пепла с краплениями обожженного жаром стекла и оплавленного мрамора, которые отражали свет солнца, пока не крошились под ногами. Аргелтал вдохнул, ощущая рециркуляцию очищенного воздуха внутри брони. Запах пота с химическим привкусом его генетически усовершенствованной крови, однако он не мог заставить себя полностью загерметизировать костюм. Каждый вдох нес с собой примесь серы и выжженного камня, которая источала окружающее опустошение. Ничто не уцелело. Несущие слова стояли в центре монархии. Каменная пыль в воздухе, остатки миллионов уничтоженных мраморных зданий уже покрывала их броню. Свитки с клятвами и молитвами на их нагрудниках стали серовато-белыми от осевшего налета. Аргел Тал наблюдал за своими воинами, стоявшими посреди развалин. Некоторые бестельно копались в обломках, прочие оставались недвижными. Он искал слова, которых требовал момент. Каковы бы ни были эти слова, они ускользали от него. Вок затрещал, и на краю красноватого ретинального дисплея Аргел Тала замигала идентификационная руна Ксафина. Мы стояли здесь шесть десятилетий назад. Ксафин приблизился к капитану. Его редкая броня с золотой отделкой тоже посерела от падающей пыли. В этот раз седьмому капитану все его братья казались одинаковыми, равными среди руин монархии. Теперь город утопает в пыльных облаках. Но это то же самое место. Помнишь его? Спросил Ксафин. Видев дымки миражи, шпили и купола строений, которых более не существовало. Я помню, ответил он. Это общественная площадь сектора Инага. Капитан указал на юг, хотя в любом направлении была одна и та же панорама опустошения. Там стояли врата Тофета. Возле них собирались торговцы и проповедники. Ксафин кивнул. На его левом глазу виднелся такой же символ, знак братства. Оружие, удерживаемое магнитами на его спине священный Крозиус Арканум, боевая булава капелланов несущих слова, было выполнено в той же манере. Его навершие было шипастой сферой из темного железа, отделанного серебром. Беседа умолкла до тех пор, пока другая рота не зашла на посадку, нарушив недружелюбное спокойствие места. С воем двигателей десантно-штурмовые корабли совершили последние маневры. Когти посадочных опор оперлись в оплавленную землю. В другое время вонь от огня и масла ранила бы обоняние, но среди развалин она уже не ощущалась. Люки и аппарели с лязгом открылись. Еще сотня воинов в гравированной броне 17-го легиона ступила в мертвый город, и без того небольшой порядок мгновенно нарушился. Астартес рассыпались, силясь смириться с увиденным. Аргелтал, моргнув, активировал вокс-руну в дисплее, вновь переходя на общий канал. Зазвучали голоса новоприбывших, носивших знаки 15-й роты. Слышались неверие и бессильная злоба. На их нагрудниках были изображены сваленные в груду человеческие черепа, знак ордена Костяного трона. Аргелтал безмолвно приветствовал их. Ближайшие воины отсалютовали, выражая свое уважение к его званию, невзирая на принадлежность к иному ордену. Плотью и кровью каждый из них был носителем слова, и это перевешивало все остальное. Все больше громовых ястребов проносилось над головами, десантно-штурмовые корабли выискивали свободное место для посадки. Становилось все сложнее разместить оставшуюся часть легиона между уже высадившимися воинами и их кораблями. С востока на запад и с севера на юг небо колыхалось от тряски кораблей и жаркого огня двигателей, удерживавших громовые ястребы на лету. Каждые несколько минут небо темнело, возвещая о прибытии грозовой птицы. Эти огромные корабли перевозили целые роты с оглушительным шумом, затмевая солнце при посадке. Аргелтал бесцельно прохаживался, давя ногами обломки камней. Он загерметизировал вентиляцию доспеха, устав вдыхать серый смрад, исходящий от могилы монархии. Оплавленный камень и спекшаяся земля никогда не отличались приятным запахом. Его насыщенность причиняла боль усовершенствованному обонянию капитана. Вдыхая переработанный фильтрами брони воздух, он все шагал и шагал. Почва была неровной, ее испещряли кратеры от орбитальной бомбардировки ультрадесанта. Аргелтал ощущал, как стабилизаторы и гороскопы брони вибрируют, чтобы сгладить это неудобство. Изредка раздавалось гудение энергии, пока механизмы в суставах доспеха подстраивались под очередную неровность рельефа. Он знал, даже не глядя на цифры датчика, расстояние на ретинальном дисплее, что ксафен следует за ним. Поэтому он нисколько не удивился, когда капеллан вновь заговорил. «У меня чувство, будто мы проиграли войну без единого выстрела», донесся из вокса голос капеллана. «Но взгляни на небо, брат, отец приближается». Небо вновь потемнело, и Аргелтал поднял голову, наблюдая, как последняя грозовая птица пролетает над ними. Ее корпус был золотистым и отражал полуденное солнце лучезарным сиянием. Визор капитана потускнел, приглушая яркость. Еще отчетливее стало ощущение унижения. Вокруг могучей золотистой грозовой птицы двигался строй меньших кораблей, громовых ястребов, окрашенных синим. Эскортное отделение, надзиратели, а вовсе непочетный караул. Ультрадесант сопровождал примарха несущих слова до поверхности с унизительной проформой, словно узника на казнь. Аргелтал прищурился, и визор отреагировал, увеличив изображение. На полсекунды изображение подернулось помехами, а затем прояснилось, как только завершилась перефокусировка. Каждое орудие на кораблях ультрадесанта было нацелено на золотистый корпус грозовой птицы. «Ты видишь это?» спросил он Ксафина. «Подобное оскорбление сложно не заметить», отозвался капеллан. «Я никогда бы не поверил в это, если бы не видел собственными глазами». Аргелтал увидел, как челнок заложил дугу, направляясь вглубь города. Без дополнительных указаний все несущие слова развернулись и двинулись в направлении, указанном громадным кораблем. «Я чувствую, как творится история», пробормотал Ксафин. «Соберись, брат, пригляди за своим юмором». Капитан никогда раньше не слышал такой тяжести в голосе Ксафина. От этого ему стало еще труднее сохранять свое и без того шаткое спокойствие. «Ответы», отозвался Аргелтал, морганием вызывая на дисплее данные о количестве зарядов в болтере и температуре силовой установки. «Ответы, Ксафин, вот все, что мне нужно». Вслед за Аргелталом и Ксафином седьмая рота двинулась в центр где собирался весь легион. Сто тысяч воинов стояли молча под лучами заходящего солнца. Сто тысяч воинов в идеальном порядке серые кулаки сжимали болтеры, головы в шлемах были гордо подняты. Сотня тысяч пар красных линз смотрело вперед. Отделение за отделением возглавляемые сержантами, орден за орденом ведомые магистрами. Перед каждой ротой стояли знаменосцы, высоко подняв стяги, пусть они потускнели от пыли. Удерживаемое сержантом Молнором знамя зазубренного солнца вздымалось над знаменами трех входивших в него рот, затмевая их размерами и значимостью. Шипастый круг из полированной бронзы повторял символ, окружавший левый глаз каждого из воинов. Его украшали шестьдесят восемь черепов, висевших на цепях из черного железа. Черепа принадлежали как людям, так и чужакам, каждый из них был могучим воином, победа над которым заслуживала памяти. Левая глазница каждого из черепов была обведена знаком зазубренного солнца, нарисованным кровью Астартес и благословенным капелланами ордена. Подобные изображения виднелись над всем построившимся легионом. Они потрескивали на ветру, перезвон украшений звучал грустной мелодией, под которую развивались боевые знамена род. Аргелтал двинулся вперед вместе с остальными командирами зазубренного солнца, оставляя позади выстроившиеся колонны своих воинов. Хотя их орден и не входил в число любимцев примарха, эта честь принадлежала крупнейшим и славнейшим орденам, состоявшим из 20 и более род, но их звания позволяли им стоять перед строем легиона. Проходя через ряды застывших, словно статуи несущих слово, Аргелтал переключил Вокс на чистоту, занятую седьмой ротой перед высадкой. Стойте с гордостью, братья, просвещение вскоре не зайдет к нам. Серия щелчков Вокса подтвердила, что все сержанты под его командой услышали его. Капитаны обменялись тихими приветствиями по Воксу, выстраиваясь в линию. На их шлемах и наплечниках были видны знаки принадлежности к разным орденам. Перед ними стояла приземлившаяся золотистая грозовая птица, окруженная шестью громовыми ястребами ультрадесанта. Выступы на их керамитовых корпусах были обожжены во время спуска через атмосферу. Один из капитанов нарушил строй. Он сделал шаг вперед, и Аргелтал ощутил, как земля слегка содрогнулась от этого шага. Облаченный в громоздкую терминаторскую броню, чей отделанный серебром нагрудник, будто вчера вышел из кузнец Марса, первый капитан Корфаэрон стоял отдельно от своих братьев, пользуясь своей привилегией. Благодаря доспеху лучших воинов легиона, он возвышался на метр над прочими капитанами, закованный в тщательно подогнанные керамитовые пластины толщиной с танковую броню. Он был вооружен лишь тем, что несла на себе броня. Огромные перчатки заканчивались когтями, продолжавшими каждый палец. Клинки были изогнутыми и длинными, словно лезвия коз, которыми собирали урожай на захолустных мирах империума. Они были покрыты изящными электроцепями, теми венами, по которым по воле первого капитана в когти вливалась разрушительная мощь. В отличие от прочих капитанов, Корфаэрон не надел шлем. Можно было искренне сказать, что ни один художник или поэт не смог бы изобразить первого капитана красавцем, не покривив душой. Аргелтал видел, как по когтям Корфаэрона пробегают разряды, явно демонстрируя его нетерпение. На лице огромного воина застыла усмешка человека, который видит лишь горечь и пепел. Аргелтал никогда не видел у него иного выражения лица. В противоположность впечатляющей броне лицо Корфаэрона было костлявым и бледным, словно принадлежало мертвецу. Таким оно выглядело всякий раз, когда пути двух капитанов пересекались. «Я ненавижу его», прошептал Ксаффин по воксу. «Он носит эту броню словно щит против тысячи своих слабостей. Я ненавижу его, брат». Аргелтал не шелохнулся, удерживая болтер возле груди. Он слышал это от капеллана множество раз до того и не знал ответа, способного усмирить гнев брата. «Я знаю», ответил он, надеясь, что Ксаффин умолкнет. «Сейчас было совсем не время для подобных разговоров. Он не один из нас, ложный астартес». Ксаффин принялся за знакомые обличения, стискивая зубы от волнения. Он не чист. «Сейчас не время для старых обид. Именно из-за подобной слабости ты никогда не сможешь носить крозиус», произнес капеллан. Протекция при возвышении Корфаэрона до первого капитана не была тайной. Будучи духовным наставником и приемным отцом молодого примарха, оторванного от империума, Корфаэрон помог сформироваться личности растущего полубога, чего не сделал его истинный отец. Вместе они прошли через годы жертвоприношений и переворотов, через священные войны, угрожавшие разорвать Колхиду на части, прежде чем она объединилась под милосердной властью Ларгара. Когда бог-император прибыл на Колхиду сто лет назад, чтобы передать Ларгару командование семнадцатым легионом, Корфаэрон был уже слишком стар, чтобы пройти имплантации органов и генные модификации, необходимые, чтобы стать Астартес. Вместо этого он был возвышен над прочими людьми с помощью омолаживающей хирургии, внедрению бионики и частичных генных улучшений. Это был знак отличия, пожалованный ему примархом. Пусть и отбросив свою человечность, он так и не достиг высот истинных Астартес. Аргилтал взирал на него на результат генетического компромисса. Уважение, пусть и непочтение, сковывало его язык. Корфаэрон сплюнул на измученную землю. Едкая кислота слюны зашипела, впиваясь в камни. Только тогда Аргилтал возобновил вокс-связь с Ксафином, активировав именную руну брата. Тебя уязвляет только нечистота первого капитана, или он пренебрегает порядками легиона, или, быть может, дело в том, что его победы затмевают твои и мои вместе взятые. Ксафин мрачно и приглушенно усмехнулся. Он держал свой молот Крозиус в руках, уперев навершие в землю. Он бьется возле примарха в каждом сражении. Он командует первой ротой, лучшими в легионе. На нем броня терминатора. Только глупец потерпел бы неудачу в таких условиях. Я слышал его проповеди, брат, как и ты. Я не люблю его, но уважаю. Он проповедует слово с мудростью, которой лишены другие. Его слова разжигают огонь в моей крови. Он одержал победу в гражданской войне, охватившей всю планету, будучи простым человеком-жрецом. Не стоит недооценивать его сейчас. Голос Ксафина стал жестче. Нечистоте нет прощения. Примарх избрал его. В голосе капитана появилась ответная жесткость. Это тебе безразлично? Я не оспариваю решение отца. Пришел неохотный ответ. Аргел Тал ожидал продолжения, но Ксафину молк, вероятно выискивая скрытые мотивы вне одобрения брата. Готовьтесь, скрижащущий голос Корфаэрона контрастировал с его мертвым лицом. Примарх идет. Под эти слова начал медленно и плавно опускаться трап под кабиной золотистой грозовой птицы. Аргел Тал медленно и глубоко выдохнул, ощущая, как забилось быстрее основное сердце. Хотя он не был в бою, второе сердце откликнулось на биение первого медленным стуком. По трапу сошла одинокая фигура, и седьмой капитан ощутил подступающие слезы экстаза, даже глядя на уничтоженную землю. Он не видел Примарха уже почти три года. Быть лишенным его присутствия, пусть и во имя священного долга, было словно блуждать в тени, лишенным вдохновением. Вокс ожил тысячи приглушенных голосов несущих слова, выдохнувших имя отца. Многие благодарили судьбу за возможность лицезреть его вновь. Почтительные песнопения разнеслись по каналам связи, не возвышаясь громче шепота. Аргилтал был одним из немногих, кто остался безмолвным в первые мгновения, славя судьбу в беззвучном благоговении. Три года, три долгих года сражений во тьме, о том, чтобы этот миг настал. Все сомнения, все тревоги, все подозрения насчет ультрадесанта растворились в биении его двух сердец. Фигура остановилась. Аргилтал понял это, когда звуки шагов по почерневшей земле смолкли. Лишь тогда он заговорил всего одно слово, имя, которым мало кто пользовался, кроме воинов-сыновей, несших в своих жилах кровь Ларгара и покорявших галактику Крозиусом и Болтером. Аврелиан произнес капитан и слово утонуло в море голосов, шепчущих тоже. Наконец, Аргилтал поднял глаза, чтобы взглянуть на сына живого бога, стоявшего в сердце мертвого города. Три Кровь взывает крови Сигелит Повелитель Человечества Семнадцатый примарх был известен зарождающемуся империуму под многими именами. Обитатели миров, через которые пролег триумфальный путь его легиона, звали примарха Помазанником, семнадцатым сыном или более элегантно, носителем слова. Для братьев примархов он был просто Ларгаром. Это имя дали ему на родной колхиде в годы смут и еще до прибытия императора. Кроме того, как и многие другие примархи, Ларгар имел прозвище, чтимое во всех восемнадцати легионах. Фулгрима из третьего легиона почтительно называли фениксоподобным, Феррусоманоса из десятого легиона Гаргоном, а повелителя семнадцатого легиона Уризеном, именем из полузабытых писаний и мифов древней Терры. Но никто из собравшихся ста тысяч воинов не произносил сейчас эти имена. Весь легион несущих слова выстроился идеальными рядами во всей своей ошеломляющей мощи. И каждый из сынов Ларгара пел приглушенным голосом его истинное имя, словно некий призыв. Аврелиан! Тихо пели они в унисон. Ларгар Аврелиан! Ларгар Золотой! Так возлюбленные дети называли своего отца. Семнадцатый примарх обратил свой взор на океан закованных в серые доспехи воителей, рожденных, чтобы выполнять его повеление. Величие увиденного на мгновение заворожило его. Находившиеся ближе всего к Ларгару увидели, как в его глазах разгорается пламя мыслей. «Сыны мои!» сказал Уризен, окрасив слова улыбкой, запятнанной печалью. «При виде всех вас ликует сердце мое». Взирать на одного из сынов бога-императора значило лицезреть воплощение совершенства. Человеческим чувством, даже при улучшенном в лабораториях восприятии Астартес, тяжело осознать то, что происходит. Аргелтал целый месяц страдал от кошмаров, смятений и боли, после того, как впервые предстал перед Ларгаром, будучи застенчивым мальчиком, едва достигшим одиннадцати лет. Наблюдавшие за юными рекрутами апотекарии легиона были к этому готовы. Турион апотекарий, который надзирал за имплантационными операциями Аргелтала во время его созревания, объяснил мальчику этот феномен в одной из крошечных келей, которые во время обучения предоставляли всем послушникам легиона. Кошмары естественны и со временем утихнут. Твоему разуму нужно время, чтобы свыкнуться с увиденным. Я не уверен в том, что видели мои глаза, согласился Аргелтал. Ты видел сына Божьего. Глаза и разум смертных не предназначены для созерцания подобного. Чтобы приспособиться, нужно время. Мне больно, когда я закрываю глаза, больно помнить его. Боль не будет вечной. Я хочу служить ему, сказал одиннадцатилетний мальчик, который все еще дрожал от ночных видений. Клянусь, я буду служить ему. Турион кивнул и начал говорить о многих смертельных испытаниях, которые предстоит преодолеть Аргелталу, чтобы заслужить мантию Астартес. Но мальчик не слушал, во всяком случае не в то утро, когда первые лучи слабого солнца колхиды падали через единственное окно кельи. Он и по сей день думал о Турионе. Апотекарий умер сорок лет назад, но он до сих пор хранил напоминания о той битве. Даже сейчас он не мог держать изогнутый сломанный нож чужака и не вспоминать перерезанное горло Туриона. На самом деле, поэтому он его и хранил, как память. Возможно, эта привычка выглядела зловещей, и капелланы часто укоряли за нее Аргелтала. Собирать оружие, которое убивало твоих братьев, признак нездорового ума. Аргелтал поднял глаза. Кровь взывает крови. Ларгар обратился к воителям, собравшимся на развороченной могиле монархии. Кровь взывает крови. Аргелтал, как и всегда, в присутствии своего отца, старался концентрировать свой взгляд на отдельных деталях, нежели взирать на все его величие. Глаза Ларгара, цвета снежно-серых зимних небес колхиды, были подведены сурьмой, отчего еще ярче выделялись на фоне кожи примарха, кожа, которая невооруженному глазу казалась золотой. Линзы шлема Аргелтала полностью отфильтровывали окружающий мир до набора темно-серых тактических сводок, но не упускали ни единой детали. Капитан мог разглядеть тысячи отдельных колхидских глифов, которые были нанесены золотом на белоснежную плоть примарха. Некоторые говорили, что татуировки в виде клинописных текстов покрывают большую часть тела Ларгара. Они стекали по лицу Ларгара плотными идеальными линиями от бритой макушки до подбородка, и каждое предложение было пылкой молитвой, пророческой надеждой на будущее или призванием помощи высшей силы. Там, где регалии Ларгара скрывали его плоть на позолоченных пластинах доспеха, продолжались писания, которые вытравили на сверкающей поверхности кислотой. Но при всем своем величии 17-й примарх не выделял своего великолепия церемониальной экипировкой. При всей позолоте его доспех был украшен не больше комплектов Марк 3, которые носили его капитаны. Приколотые к нагруднику и наплечникам свитки писаний и клятвы не прославляли деяния самого примарха, но говорили о его обетах отцу и готовности служить народу империума. «Вот чем все обернулось», заговорил примарх, чей голос никогда не был громче шепота, потому что этого было достаточно Ларгару. Он достигал ушей ближайших сынов и ясно раздавался в боксе для задних рядов. Вот чем все обернулось, и мы еще вынуждены ждать от них объяснений, которые мы заслуживаем. Невозможно описать пылкую уверенность, которую излучал Ларгар. Его тонкие губы скривились, примарх почти улыбался, словно охваченный страстью поэт, хотя стоял у могилы своего величайшего достижения. Как будто не желавшие держать оружие, золотые кулаки, закованные в латные перчатки, сжимали Крозиус размером с воителя Астартес. Единственным, в чем примарх отдал дань великолепию, был иллюминариум. Древко цвета изысканной слоновой кости было укреплено рукоятью из черного золота. Навершие представляло собой сферу из адамантия, черненного руками владыки кузницы и украшенного рунами из тончайших листов серебра. Равномерно распределенные шипы длиной с предплечья человека выступали наружу, что придавало булаве ауру жестокости, почти неуместную для философского изыскателя, который нес иллюминариум среди звезд. Несмотря на показное великолепие и колоссальное мастерство, с которым он был создан, Крозиус Ларгара был полнейшей безвкусицей. Его носитель предал пламени целые миры, и каждый капеллан легиона несущих слова нес уменьшенную копию иллюминариума. Никто из сынов Ларгара, даже тех, кто провел годы вдали от примарха, не был слепым к беспокойству отца. Примарх косился на севшие громовые ястребы ультрадесанта, ожидая любых признаков начала высадки. Вокруг задумчивой улыбки были слабые намеки на черную щетину, нечто, чего Аргелтал никогда не замечал затошным примархом. Ларгар отвернулся от своих сыновей и взглянул прямо на приземлившиеся неподвижные ударно-штурмовые корабли. Его шепот донесся до всего легиона. «Желеман, брат мой по крови, если не по духу, приди и ответь за свое безумие». С театральной синхронностью начали опускаться рампы громовых ястребов. Когда ультрадесантники наконец-то показали себя, легион в последний раз услышал шепот своего отца. «Несущее слово!» Он прошептал предупреждение голосом, голосом, мягким, как шуршание змеиной кожи по шелку. «Будьте начеку и следите за любыми признаками предательства!» Всего лишь сотня воинов стояла напротив сотни тысяч. Навстречу океану серых доспехов на планету высадилась всего лишь одна рота ультрадесанта вместе со своим примархом. Даже в настолько тяжелой ситуации Аргелтал не был уверен в том, что чувствует из-за этого недоумение или гнев. Он решил, что и то, и другое, и раздражение капитана все росло. «Девятнадцатая рота!» раздался в Оксе голос Ксафина, который наблюдал за развивающимся на тихом ветру знаменем ультрадесантников. На нем была изображена вставшая на дыбы белая лошадь с огненной гривой над последовательностью чисел. Интригующе! Аргелтал смотрел, как белая лошадь струится на ветру и пытался понять, в чем значение присутствия девятнадцатой. Казалось, что существо движется, а грива лошади состоит из настоящего пламени. Рота Эфона девятнадцатая в ультрадесанте была широко известна за пределами легиона Желемана. Вдали от своего примарха капитан командовал целой имперской экспедицией и по слухам был суровым посланником и проницательным дипломатом. В любом случае Эфону доверили гораздо больше ответственности и независимости, чем когда-либо могло получить большинство Астартес. Они были названы, произнес Ксафин, в честь огнедышащей лошади из древней мифологии МакКрага. Эфон имя коня, который вез по небу колесницу бога солнца. Аргелтал поборол желание покачать головой. Брат, при всем моем глубочайшем уважении сейчас это заботит меня меньше всего. «Знание сила», возразил капеллан. «Сосредоточься», рябкнул в ответ капитан. «Ты слышал примарха?» Ксафин послал по воксу подтверждение, короткий шум помех. Рампа последнего ударно-штурмового корабля опустилась на выпускающих пар поршнях. Аргелтал стоял неподвижно, а все мускулы его тела были напряжены, пока тринадцатый примарх спускался вместе со своим почетным караулом в сопровождении. «Нет», от изумления у капитана перехватило дыхание. «Кровь бога императора», прошептал Ксафин. А впереди Ларгар наблюдал со змеиной улыбкой. «Малкадор сигелит». Рядом с примархом, облаченным в доспехе цвета жемчуга и лазури, шагал стройный человек, одетый в непритязательную мантию. Воистину хрупкий в широкой тени Желемана первый лорд Терры сжимал увенчанный двуглавым орлом, гремящий цепями посох из темного металла. В отличие от субтильного сигелита, Желеман был громаден. Его доспехи были синими, словно давно испарившиеся океаны Терры, подобными отголоскам эпохи легенд, обрамленным золотом и прекраснейшим жемчугом, в котором сияла восходящая луна. «Что это за безумие?» зарычал Кор Фаэрон, чей голос наполняли чувства, слишком горькие, чтобы их можно было сдержать. «Спокойно, друг мой!» прошептал Ларгард, не отрывая взора от строя воителей напротив. «Скоро мы получим все ответы. Капитаны, шаг вперед!» По команде сто капитанов выступили вперед, спокойно держа в серых латных перчатках болтеры и клинки. Сто капеланов, которые выделялись золотым обрамлением доспехов и булавами-крозиусами остались в шаге позади. За воинами-жрецами на готове стояли сто тысяч несущих слова, которые держали строй, несмотря на неровную поверхность истерзанной земли. Аргелтал оторвал взгляд от Желемана, потому что на благородные черты повелителя Мак-Крага было так же тяжело смотреть, как и на лицо собственного отца. Тяжелее всего было видеть его глаза. В них не было ни сомнений, ни раздумий, ни любопытства, ни следа смертных эмоций за глубоко посаженными глазами. Такое лицо можно было бы вылепить из обожженного солнцем камня, воплощенное чувство собственного достоинства. Седьмой капитан подавил дрожь и обратил внимание на Сиделита. Слишком человечный, чтобы внушать страх, но слишком влиятельный, чтобы его игнорировали. Правая рука и ближайший советник императора здесь, здесь и, несомненно, поддерживающий уничтожение совершенного города ультрадесантом. Аргилтал покрепче сжал рукоять Болтера. Брат, заговорил Ларгар, чей голос на первый взгляд казался спокойным и почти полностью скрывал волнение и скорбь, которые, как знали его сыны, должны были переполнять примарха. «Ималкадор, добро пожаловать в монархию!» С этими словами Ларгар показал на пустошь, и его прекрасные черты лица исказил неприятный оскал. «Ларгар!» Голос Желемана прогремел подобно далекому грому, но он не сказал ничего, кроме имени брата. Аргелтал прищурился от абсолютной бесстрастности тона, не следа эмоций. Несущий слово видел автоматонов из Легио Кибернетика, в которых было куда больше человечности, чем в примархе ультрадесанта. «Примарх Крозиус на плече. Действительно, печалит всех. Брат мой, ты не выглядишь печальным». Желеман не сказал ничего. Несколько мгновений спустя Ларгар отвел взор и посмотрел на Сиделита. «Малкадор, ответы!» Примарх вновь шагнул вперед и остановился на полпути между своим легионом и сотней ультрадесантников. «Я хочу ответов. Что здесь происходит? Что за безумие позволило этому произойти и остаться безнаказанным?» Сиделит откинул капюшон. Бледность открывшегося лица граничилась нездоровой серостью. «Ларгар, ты не догадываешься?» Человек покачал головой, словно скорбя. «Это действительно стало для тебя неожиданностью». «Отвечай мне!» закричал примарх. Ультрадесантники отшатнулись и несколько подняли оружие дрожащими от шока руками. Ларгар вновь обвел руками окружающую пустошь и взревел брызжа слюной. «Ответь мне! Ради чего вы это сделали? Я требую ответа!» «Что нам делать?» произнес по воксу Ксафен. «Что? Что происходит?» Аргелтал не ответил. Внезапно болтер и меч стали очень тяжелыми в руках капитана, который пристально смотрел на ультрадесантников, так открыто продемонстрировавших свое потрясение. Они держали строй, но было ясно видно, что космодесантники нервничают. И не зря. «Что ты сделал с моим городом?» сквозь фальшивую улыбку прошипел Ларгар. «Он не соответствовал», медленно и терпеливо произнес Малкадор. «Это культура, этот мир не соответствовал. Лжец, богохульник, это был образец соответствия». Теперь несколько ультрадесантников немного подались назад, и Аргелтал видел, как они недоуменно переглядываются. В оксики раздались взволнованные голоса, когда несущие слова перехватили сигналы переговаривающихся Астартес. Лишь Желеман остался неподвижен. Даже Малкадор содрогнулся, его глаза расширились, а руки плотнее сжали посох, когда смертный встретился с гневом примарха. «Ларгар! На каждой улице воспевали они отца моего. Ларгар, они с каждым восходом солнца славили они его». Ларгар приблизился. Его уступленные глаза сфокусировались на советнике отца, словно стрелке целеуказателя. «Ответь мне, человек, оправдай содеянное, когда каждую площадь украшали статуи императора. Они поклонялись ему». Малкодор поднял голову, потому что был наполовину ниже обоих примархов, а они почитали его. Первый лорд Терры посмотрел на Ларгара, ища на золотом лице великана следы понимания. Не увидев ничего, Сигелит вновь вздохнул и вытер со щеки пятно слюны примарха. Они поклонялись ему, «Мой довод!» Ларгар выронил Крозиус, который с глухим грохотом упал на изувеченную землю. Он посмотрел на свои руки, на пальцы, согнувшиеся в когти, словно он желал вырвать себе глаза. «Ты, ты стоишь на развалинах совершенства и говоришь, что этот город был уничтожен просто так? Ты пересек всю галактику, чтобы сказать мне, что потерял свой хрупкий смертный разум?» Ларгар начал было Сигелит, но фраза осталась незавершенной. Малкадор безмолвно упал, когда на него обрушился удар ладони примарха. Каждый воин поблизости услышал мерзкий хруст ломающихся костей. Когда Сигелит, пролетев двадцать метров, рухнул на скалистую землю и покатился в пыли, Ларгар оказался лицом к лицу с братом и оскалился при виде бесстрастного жилимана. «Почему ты это сделал?» «Мне приказали». «Этот червь!» расхохотался Ларгар, указывая рукой на поверженного Малкадора. «Это ничтожество!» Примарх несущих слова покачал головой и гордо зашагал к рядам своих воинов. «Я отправляюсь со своим легионом на Теру и лично сообщу отцу об этом, этом безумии. Он знает, это был голос Малкадора. Шатаясь, он поднялся и процедил эти слова. Из разбитого рта текла кровь. Жилиман склонил голову, и этого едва заметного движения было достаточно, чтобы послать на помощь советнику императора двух воинов. Малкадор все еще горбился от боли, но отослал приближающихся ультрадесантников прочь. Затем Сигелив протянул руку, и его посох пролетел десять метров и плавно опустился в ладонь. Что? Ларгару показалось, что он ослышался. Что ты сказал? Раненый первый лорд Терры закрыл глаза и оперся на посох, как на костыль. Я сказал, что он знает. Твой отец знает. Ты лжешь! Ларгар вновь сжал зубы и задышал быстро и неглубоко. Лжешь! И тебе повезло, что я не убью тебя за это богохульство. Малкадор закрыл глаза, посмотрел на небо и беззвучно заговорил. Такова была его мощь, что каждый несущий слово, каждый ультрадесантник, каждое живое существо в радиусе десяти километров услышало в своей голове пульс психического голоса. Он не желает слушать, мой повелитель, только не меня. Рука Ларгара замерла в миллиметре от лежащего на земле Крозиуса. Желеман совершил самое большое движение с момента прибытия. Отвернулся от своего брата. Не из-за отвращения, как сначала подумал Аргел Тал, а вообще без выражения, прикрыв глаза. Глаза Малкадора оставались закрыты, а его лицо было обращено к небесам, кораблям на орбите. Ларгар попятился, беззвучно шепча. Нет, 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 словно слова могли что-то изменить. Мир вокруг взорвался светом. Вытеснение воздуха вызвало хлопок, близкий к звуку удара грома. Но не из-за этого все завертелось перед глазами Аргел Тала. Он уже видел, как используется телепортационная технология, и даже сам перемещался. Но восприимчивые системы шлема отфильтровывали шум до приемлемого уровня, и капитана заставило отвести глаза не вспышка телепорта. Это тоже компенсировали внутренние системы доспеха, которые немедленно затемнили глазные линзы. Но все же Аргел Тал ослеп, ослеп от золота, которое пылало подобно раскаленному металлу. В Воксе звучали пронзительные крики братьев, которые говорили о таком же недуге. Но доклады были приглушенными и едва слышными в шквале звуков, которые не должны были существовать. И это были непростые помехи в Воксе. Они раздавались в его голове. Удары волн достаточно громкие для того, чтобы капитан потерял равновесие. Слепой и почти оглушенный Аргел Тал ощутил, как Болтер выскользнул из его рук. Капитану потребовались все силы, чтобы устоять на ногах. Ничего такого не замечал Ларгар Аврелиан. Ни ослепительного золотого света, ни оглушительного психического рева. Он видел шестерых человек, стоявших вместе, из которых пятеро были незнакомцы. Но одного примарх узнал. Позади них ультрадесантники, не пострадавшие, в отличие от его воинов, преклонили колени, демонстрируя порядок. Лишь Желиман и Сегелит продолжали стоять. Ларгар повернулся обратно к шестерке. Пятеро окружали знакомую фигуру. И хотя примарх не знал их имен, он знал, чем они занимаются. Немыслимо сложные доспехи из темного золота. Плащи алого царского цвета свисают с плеч. Длинные алебарды с тяжелыми серебристыми лезвиями держат никогда недрожавшие руки. Кустодии стража императора. Ларгар посмотрел на шестого, который был обычным человеком. Несмотря на задор юности, старщические морщины отмечали следы времени на лице, которое было одновременно суровым и нежным всем разом. Внешность человека полностью зависела от того, на какой грани лица концентрировался наблюдатель. Он был усталым стареющим человеком и статуей, в которой обессмертили образ героя в рассвете сил. Он был молодым гримасничающим полководцем с холодными глазами и смущенным старцем, готовым вот-вот заплакать. Затем Ларгар посмотрел ему в глаза, видя тепло любви за благосклонностью доверия. Мужчина медленно моргнул, и когда его глаза открылись вновь, то оказались холодными от арктического холода, неодобрения вместе со льдом отвращения. Ларгар произнес человек. Его тихий насильный голос терялся в неведомых просторах между ненавистью и добротой. Отче, ответил Ларгар императору человечества. Четыре Легион на коленях Если ультрамар запылает Серые Зрение вернулось, прогоняя гротескное ощущение беспомощности. Подобная эмоция всегда была под запретом, и теперь она колола кожу Аргелтала, словно тысяча ножек насекомых. Он смог взглянуть сквозь свой затемненный визор и увидел возвышающуюся в ореоле пульсирующего белого света фигуру. Вокруг фигуры стояли воины в золотой броне, закутанные в плащи, державшие уникальные алебарды с легкостью, выдававшие опыт. Каждый из них был ростом с Астартес, и ни один из Астартес не смог бы не узнать их. Кустодис выдавил он сквозь сжатые под напором света зубы. Это пробормотал Ксафин. Это же Я знаю, кто это. И в это время голос обрушился на него, обрушился на них всей волной силы. На колени шепот как будто ударил молотом по темени. Сопротивляться было невозможно. Мышцы действовали сами, сколько бы сердец не пыталось выказать неповиновение. Аргелтал был одним из них. Это была неверность, ни поклонение, ни служба. Это было рабство, и все его инстинкты бунтовали против принудительного почитания, даже когда он повиновался. Сто тысяч несущих слова опустились на колени пыли совершенного города, поверженного имперским указом. Легион стоял на коленях. Ларгар оглянулся через плечо на колышущееся море своих коленопреклоненных воинов. Когда он вновь перевел взгляд на императора, в его глазах мерцал огонь. «Отец», начал Ларгар, но человек покачал головой. «На колени», сказал он. Его лишенное возраста лицо обрамляли темные волосы того же цвета, что и щетина на лице Ларгара, как и бывает у отца и сына. «Что?» переспросил примарх. Он перевел взгляд за спину императора, на Желемана, стоявшего прямо и гордо. Вновь поворачиваясь к своему отцу, он провел по глазам кончиками пальцев, будто стряхивая, никак не отпускавшая его наваждение. «Отец!» «На колени, Ларгар!» Аргелтал смотрел, стискивая зубы, как Ларгар опустился на одно колено. Его первый порыв уже угасал, усмиренный здравым смыслом и верой. Было правильным преклонить колени перед Богом императором. Он заставил свои сердца успокоиться, невзирая на нанесенное его божеству оскорбление, призывая себя к смирению. Бешеная злоба взметнулась вновь с приливом адреналина уже через мгновение, когда он увидел, что ультрадесантники поднимаются на ноги по приказу Желемана. Он видел, что они наблюдают, чувствовал, как их глаза со скукой смотрят на него, стоявшего перед ними на коленях. Воины одного легиона стояли в присутствии императора соизволения своего примарха, в то время, как другие стояли на коленях на останках мертвого города. Момент породил дюжину воспоминаний. Несущее слово исполняли подобное множество раз до того под чужими небесами. Легионы менее требовательные к дисциплине и приличиям могли бить себя в грудь и выть на луну, достигнув цели. Но среди сынов Ларгара было принято праздновать победу с изяществом и достоинством. Торжествующее воинство преклоняло колени в центре поверженного города и внимало словам капелланов «Обряд памяти. Время вспоминать жертву павших братьев и нести слово в это место». Аргилтал ощущал, как подбежит холодными ручейками по вискам и щекам. Дрожь угрожала взять над ним верх. Предательские мышцы болезни нажимались. Сочленения доспеха гудели от нерастраченной энергии, заставляя его терпеть это извращение самого священного из ритуалов Легиона. Голос вернулся, и теперь он давал ответы, которых так искал семнадцатый Легион. Ларгар смотрел на непознаваемое лицо отца, пока император говорил, «Сын мой, ты командующий, а не первосвященник. Ты был создан для войны, для покорения, чтобы объединить человеческий род под сенью истины. Я?» «Нет», император прикрыл глаза, и разум Ларгара заполнило видение монархии, яркой и прославленной. «Это поклонение», произнес император, «Это убивает истину. Ты говоришь обо мне словно о Боге и создаешь миры, страдающие от той же лжи, что раз за разом ставило человечество на грань вымирания. Люди счастливы, люди обмануты, люди сгорят дотла, когда окажется, что их вера ложна. Мои миры верны». Ларгар уже не стоял на коленях. Он поднялся на ноги и вместе с ним поднимался его голос. «Мой легион создает самые фанатично преданные миры в твоем империуме. Это не мой империум». Слова врезались в сознание Аргелтала, словно очередь из Болтера. На короткий ненавистный миг он взглянул на ретинальный дисплей, чтобы проверить свои жизненные показатели. Он был уверен, что умирает. И не будь он уже на коленях, он бы упал на них. «Это империум людей, империя человечества, озаренная и спасенная истиной». На этот раз он услышал ответ Ларгара. «Я не лгу, ты бог». «Ларгар!» Теперь голос давил как стена, насыщенный настолько, что был почти осязаем. Он обрушивался на Аргелтала, как струя пламени из двигателя, раскаля доспех и повергая на землю. Он видел своих братьев, распластавшихся вокруг. Их доспехи терлись о пыль. Сопротивляясь шквалу психической энергии, срывавшему свитки с его брони, Ларгар поднял руку и указал на отца. «Ты бог, скажи это и покончим с ложью». Император покачал головой, не сокрушая, но мягко возражая. «Ты слеп, сын мой. Ты держишься за древние представления и этим подвергаешь опасности всех нас. Пусть все закончится, когда ты внемлешь моим словам». Ларгар стоял как вкопанный, дрожа от чего-то, чего не видели его воины. Кровь текла из его уха, медленно струясь по татуированной шее. «Я слушаю, отец», произнес он. Седьмой капитан заставил себя подняться на ноги и выпрямиться раньше, чем понадобилась компенсация системы доспеха. Он был одним из первых поднявшихся несущих слова. Остальные еще боролись с дрожью в руках и ногах или бились в конвульсиях, вороздя пыль конечностями. Аргелтал помог Ксафину подняться, услышав благодарный стон. «Несущее слово, внемлите мне. Вы потерпели неудачу, единственный из всех моих легионов. У вас больше воинов, чем у кого-либо, исключая тринадцатый легион. При этом ваши завоевания самые медленные, а ваши победы было слишком мучительно взирать прямо на фигуру, сотканную из бело-золотого света, окутанную сиянием психического огня и говорившую им громовым голосом, что их жизни были прожиты зря. Вы продолжаете речи о согласии годами после окончательной победы. Вы ввергаете людей в ложную веру, насаждая культы доверчивым и обманутым, воздвигая памятники лжи. Все содеянное вами для великого крестового похода бесполезно. Прочие одерживают победы и приумножают благополучие империума. Лишь вы подвели меня. Ларгар попятился от фигуры, только теперь поднимаю руки, чтобы прикрыться от сияния. Ведите войну, для которой вы были созданы. Служите империуму, для чего вы и были рождены. Усвоите урок, полученный вами сегодня. Вы стоите на коленях среди руин в конце ложного пути. Пусть здесь ваш легион обретет второе рождение. Примарх выдавил слабое, отец, но слова канули в пустоту. Очередной гул пришедшего в движение воздуха возвестил об отбытии императора обратно на орбиту. Ультрадесантники остались в абсолютном молчании наблюдая за коленопреклоненными содрогающимися несущими слово. Кустодии стояли возле Желемана, который беседовал с их безошибочно опознаваемым командиром, чей шлем был украшен плюмажом под цвет плаща. Аргилтал заметил, как Корфаэрон поднимается с болезненной медлительностью, хотя его терминаторская броня и облегчала ему эту задачу. гудя сервоприводами в суставах. Ни Аргилтал, ни Ксафин не предложили ему помощи, они оба устремились к примарху. Пока несущие слово старались подняться на ноги, Ларгар в конце концов рухнул на колени. Золотой сын императора смотрел на разрушенный город, словно не узнавая его и недоумевая, как же он оказался здесь. Мертвые глаза, слишком холодные для слез, взирали на его опозоренный легион и глыбу того урока, который они все должны были усвоить. Аргилтал оказался возле него первым. Инстинкт понудил его снять шлем, и он расстегнул фиксаторы на латном воротнике, открывая свое лицо примарху. «Аврелиан!» промолвил он. Впервые Аргилтал вдохнул воздух монархии, не пользуясь спасительными фильтрами. Он смердел маслом, горевшим на заводах тысячу лет. Прошлое замечание Ксафина было безжалостно в своей правоте, пахло проигранной войной. Он не осмеливался коснуться Ларгара, вытянув руку, немного не дотягиваясь до плеча своего примарха, он прошептал имя отца. Ларгар повернулся и уставился на него. В его глазах не было ни тени узнавания. «Аврелиан!» повторил Аргилтал. Он бросил взгляд на следившие за ними фигуры Желемана и Кустодис. «Пойдемте, мой примарх, мы должны вернуться на корабли». В первый раз его рука легла на бронированный наплечник Ларгара, где раньше висел священный свиток. Не обращая внимания на прикосновения, Ларгар запрокинул голову и зарычал. Капитан сжал золотой наплечник примарха, стараясь успокоить полубога всеми своими силами. Ларгар кричал громко и долго, куда дольше, чем позволили бы легкие смертного. Когда его крик муки наконец смолк, он пробороздил своими голыми пальцами почву. Трясущейся рукой примарх вымазал пеплом свое лицо, пятная свои черты измельченными костями совершенного города. Голос Ксафина был приглушенным и озабоченным. Ультрадесант смотрит на все это, нужно отвезти его в безопасное место. По пепельной маске Ларгара струились слезы, чертя дорожки в пыли. Двое воинов возобновили свои попытки поставить золотого гиганта на ноги. К их удивлению, в его конечностях не было слабости. Ларгар сплюнул на землю и поднялся с их помощью. Оба они ощутили, как по его рукам пробегает дрожь. Никто не проронил ни слова об этом. Желеман Голос примарха сочился ядом. Движением плеч он раскидал в стороны немедленно забытых Аргелтала и Ксафена. Эмоции вновь появились в глазах Ларгара. Он встретил взглядом Желемана, бесстрастным, в отличие от взволнованного брата. «Тебе приятно», усмехнулся повелитель несущих слова. «Видеть мой позор». Желеман не ответил, но Ларгар не отступился. «Тебе это приятно?» настойчиво повторил он. «Тебе приятно видеть, как мои труды обращены в прах, в то время, как отец восхваляет тебя». Невозмутимый Желеман медленно вздохнул. Он заговорил так, словно вопрос не был задан. «Наш отец поручил мне передать тебе еще одно сообщение». «Тогда говори и убирайся». Ларгар потянулся за Крозиусом и вырвал его из пепла. Прах дождем ссыпался с шипастого навершия. Эти пять воинов легио кустодис. Примарх ультрадесанта указал на них кивком. «Не одни. Еще пятнадцать остались на моем флагмане. Брат мой, отец поручил им сопровождать тебя». От последнего оскорбления Аргел Тал зажмурился. После того, как они преклонили колени среди праха неудачи и услышали от императора, что все их подвиги были бессмысленны. Это... Ларгар издевательски захохотал. Его лицо все еще было вымазано в прахе. «Я отказываюсь, это не нужно». «У нашего отца другое мнение», произнес Желеман. «Эти воины станут его глазами, когда твой легион вернется к великому крестовому походу». «А послал ли отец своих гонщих присматривать за тобой? Прибывают ли они в твоей драгоценной империи Ультрамарии и шепчут о каждом твоем шаге? Я вижу тень улыбки на твоих губах, брат. Другие не знают тебя так, как знаю я. Возможно, наши сыны не видят удовлетворения в твоих глазах, но я не слеп к таким тонкостям. Ларгар, ты всегда обладал богатым воображением, и сегодня ты это доказал. В моей набожности сила, Ларгар стиснул безупречные зубы, а у тебя нет ни сердца, ни души. Ангельские черты лица омрачились, скривившись. Я молюсь, чтобы однажды ты ощутил то же, что и я. Ты улыбнешься, когда один из миров Ультрамара сгинет в огне? Таррент, Эспандор, Калт... Брат, возвращайся к своему флоту. Желеман развел скрещенные на груди руки, открыв украшавшую крылья Орла заблестели под солнечным светом. Тебе многое предстоит сделать. Удар пришел из ниоткуда. На его пути в воздух звенел от эхо удара металла о металл, подобно гулкому звону огромного кафедрального колокола. Это было почти прекрасно. Примарх лежал в пыли, окруженный своими воинами. Никто из присутствующих никогда такого не видел. Аргелтал вскинул болтер и прицелился в ряды ультрадесантников, которые сделали то же самое. Сто стволов целились сто тысяч. Седьмой капитан смог заговорить лишь с третьей попытки. «Не стрелять», прошептал он по общему ВОКС-каналу. «Не стрелять, пока они не откроют огонь». Ларгар закинул огромную палец укрозивуса на свое золотое плечо. В серых глазах сверкали неясные чувства, когда он оскалился поверженному властелину Мак-Крага. Не насмехайся надо мной более. «Брат, понятно?» Желеман медленно, почти нерешительно поднимался. Золотой орел на нагруднике был расколот. По его телу змеилась глубокая трещина. «Ты зашел слишком далеко», раздался тихий голос. Малкодор, первый лорд Терры, все еще сжимал посох. Лишь это удерживало его на ногах. «Ты зашел слишком далеко». «Умолкни, червь! В следующий раз, когда ты истощишь мое терпение, я не ограничусь пощечиной». Желеман уже стоял на ногах. Он повернул свое бесстрастное лицо к брату. «Ларгар, ты выплеснул все свое раздражение. Мне пора возвращаться к походу». «Иди, сын мой». Мертвенная усмешка Корфаэрона была обращена к Желеману, хотя слова были адресованы примарху. «Иди, нам многое предстоит обсудить». Ларгар выдохнул и кивнул. Гнев угасал и больше мог спасти от позора. «Да, назад на корабли». «Всем ротом», бросил Вокс Корфаэрон. «Возвращаемся на орбиту». «Да, капитан», ответил вместе с остальными Аргелтал. «Как прикажете». Громовой ястреб Аргелтала стоял в тени полуразрушенной стены. Этот обожженный остаток строения был почти единственным в пепельной пустыне. Последний уцелевший фрагмент здания, которому никогда уже не суждено вновь возвыситься. Капитан прохаживался в обществе Ксафина и своих младших командиров, братьев сержантов Молнора и Таргала. Отделения погрузились на борт своих десантно-штурмовых кораблей в подавленном молчании. «Не будет никакого перезаселения», сказал Таргал. «Этот город гробница, здесь нечего отстраивать заново». Во многих исторических хрониках упоминается, произнес Ксафин, что даже самые просвещенные цивилизации Теры в доимперские времена посыпали землю солью, разрушив город. Ничто не могло там вырасти на протяжении жизни нескольких поколений. Жители побежденного города были вынуждены искать себе новый дом, а не восстанавливать старый. «Как захватывающе», начал Молнор. «Помолчи», проворчал Таргал. «Пожалуйста, продолжай, капеллан». Я уверен, что каждый из нас слышит здесь отголоски этих древних событий. Сколько орбитальных бомбардировок мы провели сами, сколько раз мы бились на развалинах, уничтоженных с неба городов. Это было больше, чем просто разрушение. Это было искоренение. Ультрадесантники сделали то, что и намеревались. Они стерли с лица планеты любое сколько-либо значительное достижение цивилизации Хура. Урок для нас и для людей. Аргелтал повел группу в открытый грузовой трюм громового ястреба. Их подошвы простучали по аппареле. «Я целился из своего болтера в одного из тринадцатого легиона», наконец, вымолвил он. «Целился в горло». Он постучал по пучку кабелей на гибком многослойном вороте собственного доспеха. Нажмия на спуск, он был бы мертв. «Ты не нажал», ответил Таргал. «И никто из нас. Вот что важно». Аргелтал кивнул отделению седьмой роты, поравнявшись с ними, и надавил на пластину герметизации, активируя поршни аппарели. Гидравлика сжалась, втягивая трап обратно с медленным механическим скрежетом. «Я не сделал этого», продолжил Аргелтал, «но я хотел, после всего, что они сделали с нашим городом, после того, как они стали свидетелями того, как мы преклонили колени в ложном стыде. Я хотел, и я почти сделал это. Я приказал не стрелять, но желал в глубине души, чтобы кто-то нарушил приказ». Молнор не пошевелился, Ксафин промолчал. Спустя несколько секунд Таргал выдавил неуверенное. «Сэр!» Аргелтал вглядывался в слабый проблеск дневного света в щели еще поднимавшейся аппарели. Не говоря ни слова, он ударил кулаком по клавише управления, останавливая закрытие. Капитан двинулся к аппарели, вновь начавший медленно ползти вниз. «Сэр!» вновь предпринял попытку Таргал. «Я что-то видел, движение вдалеке, на краю северных кратеров. Его визор менял масштаб и резкость, показывая панораму неровного горизонта. Ничего, менее чем ничего. Только прах и мертвые камни», сказал Молнор. «Я скоро вернусь». Аргелтал уже спускался по трапу. Он не прикасался ни к болтеру на бедре, ни к двум клинкам за спиной. «Капитан», произнес Ксафин, «Мы получили приказ возвращаться на орбиту. Это так важно?» «Да, там есть кто-то живой». Женщина брела, пошатываясь по изуродованной земле. Когда ей под ногу попал выступающий край камня, она беззвучно завалилась вперед с силой ударившейся землю. Она так и осталась лежать среди пепла, с хриплыми и неровными вздохами, пытаясь найти в себе силы вновь подняться. Судя по кровоточащим ссадинам на ее коленях и ладонях, она проделывала подобное множество раз на протяжении многих дней. Ее малиновое платье было испачкано и изорвано, хотя оно явно не стоило больших денег и в лучшие времена, когда к нему относились не столь пренебрежительно. Аргелтал наблюдал издалека, как шатающаяся фигура совершает свое мучительное путешествие через выжженное пространство. Похоже было, что она не придерживается определенного направления, часто разворачиваясь в другую сторону и делая паузы, чтобы отдышаться после очередного падения. Астартос приблизился. Голова незнакомки немедленно повернулась к нему. «Кто здесь?» окликнула она. Системы шлема Аргелтала превратили его ответ в механический рык с примесью острого сарказма. «Кто именно?» Капитан развел свои закованные в перчатке руки в бок, повернув вперед открытые ладони в принятом на хури жести приветствия, лишенного враждебности. Молодая девушка смотрела в его сторону, но не поддерживала визуального контакта. С непонятным выражением она глядела куда-то мимо Аргелтала. «Ты один из них!» женщина отшатнулась, но ноги подвели ее, и она снова упала в пыль. Она была моложе, чем поначалу решил Аргелтал, но воин никогда не умел угадывать возраст смертных. Восемнадцать, может меньше, но никак не старше. «Я капитан Аргелтал, седьмая штурмовая рота, орден Зазубренного Солнца, семнадцатый легиона Стартес». «Семнадцатый? Ты? Ты не ложный ангел?» «Я был в этом мире шесть десятилетий назад», ответил капитан. «Тогда я не был ложным, не являюсь им и сейчас». «Ты не ложный ангел», снова произнесла девушка. Она явно была в замешательстве, все так же, не взглянув на Астартес, пока вставала на ноги. Аргелтал подошел на шаг ближе, протягивая руку. Женщина не притронулась к ней, она даже не заметила ее. На дисплее за линзами воина моргали приблизительные биометрические данные анализов. Но Аргелталу не было нужды смотреть на них. Состояние женщины было очевидным по ее выступавшим скулам, пятнам, огрубевшей бесцветной кожи на теле и конечностям, дрожавшим не от страха. «У тебя крайняя стадия истощения», сказал капитан, «а раны на твоих руках и ногах сильно заражены». Последняя фраза была преуменьшением. Учитывая, насколько была повреждена плоть ниже колен, было чудом, что девушка вообще могла идти. Последствия вполне могли привести к ампутации. «Какого цвета твой доспех, ангел?» спросила она. «Ответь мне, прошу тебя». Несущий слово убрал протянутую руку. «И ты слепа», добавил воин. «Прости, что не заметил этого раньше». «Я видела, как умирал город», сказала она. «Я видела, как он горел в огне, лившемся со звезд. Небесный огонь забрал мои глаза в судный день. Это называется ослеплением от вспышки. Твоя сетчатка должно быть повреждена слишком ярким светом. Зрение может вернуться со временем». Молодая женщина отшатнулась с криком ужаса, когда Аргелтал положил руку на ее исхудавшее до скелета плечо. Она рванулась назад, но Астартес удержал ее на ногах, не давая упасть. «Пожалуйста, не убивай меня!» «Я не убью тебя!» «Я отведу тебя в безопасное место!» «Мы спасли этот мир шестьдесят лет назад, хурианка!» «Мы никогда бы не навлекли на вас ничего подобного!» «Как твое имя?» «Кирена!» «Но какого же цвета твой доспех, ангел?» «Ты так и не дал мне ответа!» Аргелтал заглянул в ее ослепшие глаза. «Скажи мне», повторила она, «Он серый!» Девушка разразилась рыданиями и позволила отнести ее в безопасное пристанище десантно-штурмового корабля несущих слова. 5. Старые пути Топливо души Новые глаза Ее назвали последней войной, назвали с тем ожесточенным высокомерием, что встречается лишь в сердцах истинно невежественных. Последняя война конфликт, который прекратит все конфликты. «Я помню ее», прошептал Корфаэрон. «Я помню каждый день и ночь, что мы сражались, пока колхи допылала вокруг нас. Шесть лет улыбка Ларгара печальна, его глаза обращены к мраморному полу его покоев для медитации. Шесть долгих, долгих лет гражданской войны. Весь мир раскололся на части во имя веры. Корфаэрон облизнул свои заостренные резцы. Зал освещало лишь пламя свечей, и в воздухе витал уже утомивший насыщенный запах гари. «Но мы одержали верх», сказал он. Сидя напротив примарха, Корфаэрон был облачен в серое одеяние правящей касты жрецов Колхиды. Без своей терминаторской брони он выглядел таким, каким его всегда помнил Ларгард. Встареющий, несмотря на все медицинские улучшения, человек с костлявым телом и горящими глазами. На Ларгаре не было ничего, кроме набедренной повязки из грубой ткани. Его огромный, но в то же время адрогинно-стройный торс был обнажен. Следы ритуальных ожогов в форме колхидских рун спускались по его спине. Самые старые из них превратились в неровные шрамы. Свежие рубцы от плети и сполосовали его плечи. Перекрещивающиеся раны складывались в паутину самобичевания. Эрип сидел на полу вместе со своим командиром и примархом, одетый в черную накидку капелланов легиона. Было трудно дышать воздухом, пропитанным кровью Ларгара. От сильного, солоноватого запаха почти кружилась голова. Примархи не получали ран в бою. Проливать кровь было для них генетическим кощунством. Да, произнес Ларгар, почесывая щетину на подбородке. Мы одержали верх, мы победили и посеяли нашу веру по всей нашей родной планете. Он облизнул губы искусанным языком. И посмотри, где мы оказались после этого триумфа. Столетия спустя мы стали повелителями ничтожества, королями единственного легиона, который подвел моего отца. Вы всегда учили нас, сир. Говори, Эреб. Вы всегда учили нас говорить правду, даже когда голос дрожит. Ларгар поднял голову. Улыбка тронула уголки его потрескавшихся губ, когда он встретился взглядом с серьезными глазами капеллана. И поступили ли мы так? Ответ пришел без задержки на размышление. Император Бог, сказал Эреб. Мы подняли истину к звездам и рассеяли ее по империуму. Нам незачем стыдиться того, что мы делали. Вы не должны стыдиться, сир. Примарх провел тыльной стороной ладони по лбу, стирая полосу пепла и обнажая золото под ней. С момента вылета с Хура, почти неделю назад, Ларгар ежедневно покрывал свое лицо пеплом монархии. Его подведенные сурьмой глаза потемнели от усталости и сузились от гнета позора. Но этот единственный жест в наибольшей степени из всего, что видели воины после унижения, принятого от императора, походил на попытку примарха очиститься. Все это началось на колхиде, промолвил он. С того самого момента мы заблуждались. Мои видения о прибытии императора, сражения последней войны, все началось с убеждения, что божественность заслуживает поклонения лишь потому, что она божественна. Он невесело рассмеялся. Даже сейчас мне больно думать о той вере, которую мы уничтожили, чтобы расчистить место для своих убеждений. Сир, Эреб подвинулся ближе, его глаза были прикованы к глазам примарха. Мы стоим на грани разрушения, легион, его вера подорвана, капелланы сохраняют спокойствие, но их осаждают воины, приходящие поделиться своими сомнениями. И после того, как вы удалились от нас, лишив путеводного света, несущие крозиус не могут дать ответ закованным в серое. Ларгар моргнул. Сорвавшиеся с его ресниц крупицы пепла упали ему на колени. У меня нет ответов для капелланов, произнес он. Может и так, согласился Эриб, но вы все равно слишком погружены в скорбь. Ищите вдохновение в прошлом, используйте его, чтобы создать будущее, не позволяйте стыду душить вас. Ларгар фыркнул, но в этом звуке не было злости. Ты цитируешь мне мои же строки Эриб. В них истина, ответил капеллан. Ты погружен в раздумья колхиде. Глаза Корфаэрона мерцали, отражая свет свечей. Чем-то скрытым и неумолимым он казался Эрибу, пугающим. Словно ненасытный и неутолимый голод озарял глаза старика, сжирая его изнутри. Нечто абсолютно лишенное чести. Если ты желаешь Тонкая рука Корфаэрона опустилась на золотистое и схлестанное плечо Ларгара. Говори же. Примарх взглянул на своего старейшего союзника, на мертвенное выражение, навсегда застывшее в его глазах. Но Ларгар видел в глубине, куда бы не смогли заглянуть другие, доброту и заботу, отеческую любовь к опечаленному сыну. Ларгар улыбнулся с явной теплотой впервые за три дня и накрыл своей татуированной рукой слабые, слишком человеческие пальцы своего приемного отца. Помнишь прибытие императора? Наши сердца ликовали, что мы оказались правы. Помнишь суровое воздаяние после шести лет священной войны? Старик кивнул, я помню. Юноша с золотой кожей преклоняет колено, и на его лице священным елеем сверкают серебристые капельки слез. Я знал, что ты придешь, шепчет он, едва сдерживая рыдание. Я знал, что ты придешь. Бог в золоте протягивает колено преклоненному юноше, закованную в броню руку. Я император, говорит он с улыбкой. Безграничное милосердие разливается вокруг него ослепительным сиянием, причиняя боль глазам свидетелей этого события. На улице высыпали тысячи людей, сотни жрецов в сизосерых одеяниях экклезиархов завета вместе с Ларгаром встали на колени перед богом императором. Я знал, кто ты, говорит золотой примарх, роняя слезы восторга. Я мечтал о тебе много лет и предвидел этот миг. Отец, император, мой повелитель, мы завет колхиды и мы покорили этот мир, поклоняюсь тебе во имя тебя. Ларгар поворачивается и встречается взглядом с Корфаэроном. То утро, когда я опустился на колени перед императором под пение всех жрецов моего домашнего мира, когда рассвет залил янтарем красные купола варадиша, видел ли ты все так же, как и я? Корфаэрон отвел взгляд. Ларгар, тебе не понравится мой ответ. Мне многое не нравится в последнее время, но все же я хочу знать. Ларгар неожиданно мягко рассмеялся. Говори правду, даже если твой голос дрожит. Я видел Бога в золотых доспехах, сказал Корфаэрон. Он был очень похож на тебя, хотя и старше, но в чем это выражалось, я не мог понять. Я никогда не замечал в нем особого великодушия. Его психическая сущность резала глаза, и от него исходил запах кровопролития, владычества и многих миров, обращенных им в пепел. Уже тогда я опасался, что мы напрасно вели войну на протяжении шести лет, что напрасно искореняли истинную веру, чтобы заменить ее ложной. В его глазах, так похожих на твои, я видел бесконечную алчность и жажду наживы, но все остальные не видели в нем ничего, кроме надежды, даже ты. И тогда я подумал, что, вероятно, ошибаюсь. Я доверял твоему сердцу, Ларгар, не своему. Ларгар кивнул и опять отвел в сторону задумчивый взгляд. Эрип не решался заговорить. Не так часто несущим слово выпадала возможность услышать о жизни примарха до легиона. Из всех сынов императора ты больше всех похож на своего отца лицом и фигурой. Но ты никогда не мог с улыбкой на устах совершать жестокие поступки. Другие твои братья на это способны. В этом отношении они больше похожи на императора, чем ты. Ларгар опустил голову. Даже Магнус спросил он. Рядом с императором стоит гигант. Он облачен в цвета неземных океанов. Один глаз смотрит вниз на колено преклоненную фигуру. Второго глаза нет. Вместо него впадина зарубцевавшегося шрама. Приветствую, Ларгар, говорит мускулистый гигант. Он превосходит ростом даже бога в золоте. А его длинные волосы образуют пышную красную гриву, как у вожака львиного прайда. Я Магнус, твой брат. Даже Магнус, Корфаэрон признал это с явной неохотой, и его лицо оставалось напряженным. Я отношусь к нему с глубоким уважением, но его сущность пронизана жестокостью, порожденной отсутствием терпения. Я прочел это в его лице в тот день и видел каждый раз при последующих встречах. Ларгар посмотрел на свои испачканные пеплом руки с ободками засохшей крови под ногтями. «Мы все сыновья своего отца», промолвил он. «Вы все воплощаете в себе отдельные грани императора», уточнил Корфаэрон. «Вместе с генами прародителя вы унаследовали и черты его характера. Лев олицетворяет рациональность вашего отца, его аналитический ум, неотягощенный совестью, Магнус его психический потенциал и пытливый ум, необузданный терпением, Рус его ярость, лишенную логики, и даже Хорус. «Продолжай», сказал Ларгар, подняв голову, «Что ты скажешь о Хорусе? Амбиции императора, неограниченные скромностью, вспомни все те миры, где мы сражались рядом с лунными волками. Ты все видел так же хорошо, как и я». Хорус скрывает свое высокомерие, но оно остается внутри него и пеленой окутывает душу. Гордость пульсирует в его теле, словно кровь. А Желеман... Ларгар снова опустил руки на колени. На его лице появилась легкая улыбка. Желеман... Тонкие губы Корфа и Рона в противовес реакции примарха неприязненно скривились. Желеман представляет собой эхо своего отца, его сердце и душу. Если что-то случится, он унаследует империум. Хорус ярчайшая звезда, ты повторяешь его внешне, но душу и сердце императора получил Желеман. Ларгар в знак согласия наклонил голову. В тебе воплотилась надежда императора. Ты олицетворяешь его веру в лучшую жизнь и желание возвысить человечество. Ты посвятил себя достижению этих целей, добросовестно и самозабвенно сражаясь ради всеобщего блага. В глазах примарха, так похожих на глаза императора, блеснуло веселое изумление. Поэтично, но не слишком возвышенно, Эриб, а как насчет моих недостатков? Если я не настолько высокомерен, как Хорус Луперкаль, и не так нетерпелив, как Магнус Красный, что скажет история о Ларгаре Аврелиане? Эриб вдруг утратил невозмутимость. На его лице мелькнула тень сомнения, и он оглянулся на Корфаэрона. Это вызвало у примарха негромкий смех. Да вы сговорились, она меня просвещает. Давай попробуй просветить меня еще раз. Господин, заговорил Корфаэрон, но Ларгар заставил его замолчать, коснувшись руки приемного отца, лежавшей на его плече. Нет, ты прекрасно знаешь, Кор, что для тебя я не господин, и никогда им не был. История скажет, что у семнадцатого примарха имелась одна слабость, это его вера в других. Его и нерушимая верность не раз причиняли ему страдания, которых не вынес бы ни один смертный. Он верил слишком легко и безоглядно. Несколько мгновений Ларгар молчал, не соглашаясь, но и не возражая. Его плечи поднимались и опускались в так тихому дыханию. Ссадины от плети жгло от пота, выступившего по всему телу. Свежие ожоги на спине уже начали чесаться. Наконец он заговорил прищурившись. Мой отец во мне ошибся. Я не генерал как мои братья и не приемлю эту судьбу. Я не намерен вслепую шагать по уже пройденной ими дороге. Я никогда не смогу разбираться в тактике и стратегии с той же легкостью как Желеман или Лев и никогда не овладею искусством фехтования как Фулгрим или Хан. Разве я унизил себя, признав свои недостатки? Мне кажется, что нет. Он снова опустил взгляд на свои руки. Кисти с тонкими пальцами, почти без мозолей, вполне могли принадлежать художнику или поэту. Его палец крозиус арканум из вороненого железа была не столько оружием, сколько символом его власти. Неужели я не прав? Обратился он к своим ближайшим советником. Неужели нельзя следовать путем провидца и искателя, а не оставаться простым солдатом? Что заставляет отца постоянно искать кровопролитий? Почему на каждый заданный ему вопрос он отвечает лишь разрушениями? Корфаэрон крепче сжал плечо Ларгара. Это потому, сын мой, что он небезупречен. Он несовершенный бог. В сумраке зала взгляд примарха встретился со взглядом его приемного отца, пронзительным и холодным. Не произноси тех слов, которые ты собираешься сказать. Ларгар попытался настаивать Корфаэрон, но взгляд примарха заставил его умолкнуть. В его глазах сверкала не ярость, а только мольба. Не говори этого, попросил Ларгар. Не говори, что много лет назад мы разрывали наш домашний мир на части ради ложной веры. Я этого не перенесу. Одно дело, когда император плюет на все достижения легиона, но это совсем другое. Сможешь ли ты осквернить завет и мирную колхиду, построенную нами после шести лет гражданской войны? Сможешь ли назвать моего отца ложным божеством? Говори правду, произнес Эреб, даже если твой голос дрожит. Ларгар уронил голову в испачканные пеплом руки. В тот же момент его советники переглянулись. Корпоэрон кивнул Эребу и первый капитан заговорил снова. Ларгар, ты же знаешь, что это правда. Я бы никогда не осмелился тебе солгать. Нам придется это признать и искупить этот грех. Капелланы не отступятся от тебя, мой поддержал Корпоэрона Эреб. Сердце каждого воина-жреца нашего легиона бьется в унисон с твоим сердцем. Мы готовы действовать по одному твоему слову. Ларгар пожатием плеч отмахнулся от их доводов, а заодно стряхнул и руку своего приемного отца. От резкого движения рубцы на заживающих ранах полопались и по золотой спине побежали струйки темной крови. Вы говорите, что вся моя жизнь была основана на лжи. Я говорю, что мы заблуждались, сын мой, вот и все. Корпоэрон погрузил руку в чашу с пеплом, стоявшую рядом с Ларгаром. Прах монархии посыпался сквозь согнутые пальцы, в воздухе запахло сожженным камнем и поражением. Мы молились ложному богу по праведным причинам, и монархия заплатила за нашу ошибку, но никогда не поздно искупить свои грехи. Мы очистили домашний мир от старой веры, и теперь тебе стало страшно, как и всем нам. Колхида процветала, следуя старым путям и легендам, пока мы не уничтожили все это во имя лжи. Это ересь. Ларгар дрожал всем телом, едва сдерживая эмоции. Это искупление, сын мой. Корфаэрон покачал головой. Наше заблуждение было слишком долгим, но теперь необходимо вырвать корни наших ошибок, и начинать надо с колхиды. Хватит! Пепел на щеках Ларгара пересекли дорожки слез. Вы оба, оставьте меня. Эреб поднялся, чтобы выполнить приказ, а Корфаэрон опять положил руку на плечо примарха. Сын мой, ты меня разочаровываешь. Твоя гордыня настолько сильна, что мешает тебе признать свои ошибки и исправить их. Ларгар стиснул идеально ровные зубы, на губах блеснула слюна. Ты предлагаешь вернуться на Колхиду, в колыбель нашего легиона, и извиниться за два миллиона смертей, за шесть лет войны, за то, что мы целое столетие заставляли домашний мир поклоняться ложному богу? Да, ответил Корфаэрон, потому что признак истинного величия это способность искупить свои ошибки. Мы перекуем Колхиду, так же, как и каждый мир, завоеванный за время великого крестового похода. И каждый мир, который покорим в будущем, добавил Эреб, должен следовать новой вере, а не поклоняться императору. Нет никакой новой веры, вы оба несете чушь. Вы считаете, что легион, монархия ничего не значит по сравнению с ложью, осквернившей мой домашний мир. Истина не принимает в расчет наших желаний, мой лорд, сказал Эреб. Она просто есть. Ты же изучал старую веру, продолжил Корфаэрон, и ты следовал ей, будучи молодым искателем, пока не появились видения об императоре. Тебе известен способ выяснить, была ли она ложной или истиной. Хоча, чтобы мы искали миф среди звезд. Его взгляд, яркий и сосредоточенный, метался от одного собеседника к другому. А теперь давайте будем откровенны, как никогда. Вы хотите, чтобы мы отправились в идиотскую Одессею через всю галактику, в поисках тех самых богов, существования которых мы отрицали не одно десятилетие? Ларгар громко и презрительно расхохотался. Я прав, не так ли? Вы хотите организовать паломничество? Мы ничто, если нет веры, заметил Эрик. Человечество, Корфаэрон молитвенно сложил перед собой ладони, должно во что-то верить. Ничто так не объединяет людей, как общая религия. Никакие конфликты по своей ярости не могут сравниться со священными воинами. Ни один воин не убивает с убежденностью крестоносца. Ничто не порождает таких уз и амбиций, как связи и мечты, рожденные из веры. Религия дает надежду, объединяет, заключает в себе законы и определяет стремление. Вера не что иное, как опора для любых разумных наций, возвышающая их над животными, автоматонами и ксеносами. Эрик плавным движением обнажил свой гладиус и, развернув рукояти вперед, протянул его Ларгару. Мой лорд, если ты впрямь отказываешься от своих верований, возьми этот меч и закончи мою жизнь. Если ты уверен, что в старых обычаях нет истины, если ты уверен, что человечество может процветать без веры, вырежи из моей груди оба сердца. Я не хочу жить, если все принципы, которые ввели наш легион, будут растоптаны твоими ногами. Ларгар принял меч, дрожащий рукой. Повертев его из стороны в сторону, он посмотрел на отражение огня свечи на поверхности клинка, золото в серебристой стали. Эрик, заговорил он, мой мудрейший и благороднейший сын. Моя вера ранена, но мои убеждения остаются. Поднимись с коленей, все хорошо. Капеллан, сохраняя привычную невозмутимость, повиновался и занял свое прежнее место напротив Ларгара. Вера необходима человечеству, сказал примарх, но вера должна быть истиной, иначе она приводит к разрушению. Как к несчастью, доказали наши собратья из 13 легиона. И, и как мы сами убедились, за 6 лет безрассудной войны до пришествия императора на Колхиду, пора учиться на наших собственных ошибках. Мне пора учиться на моих ошибках. «Есть еще кое-кто, к кому ты можешь обратиться», продолжал Корфаэрон, стараясь поддержать растущую решительность примарха. «Это твой брат, с которым мы обсуждали природу вселенной. Ты часто рассказывал о тех вечерах, когда вы во дворце императора обсуждали вопросы философии и веры. Ты ведь знаешь, о ком я говорю?» Эрит кивнул, соглашаясь с первым капитаном. «Мой лорд, у него могут найтись веские доказательства. Если в старой вере содержится истина, он мог бы подсказать, откуда начинать странствие». «Магнус», Ларгар задумчиво произнес имя брата. Психические способности и неукротимый разум его брата могли посрамить кого угодно. Они часто беседовали в зале Лэнга, в этом холодном и величественном кабинете на далекой Перри. Они спорили о природе вселенной, демонстрируя друг другу свитки с доказательствами. «Ладно, я встречусь с Магнусом». Корф Эйрон наконец-то улыбнулся. Эрит склонил голову. А Ларгар продолжал. «И если наши подозрения оправдаются, мы отправимся в паломничество. Необходимо узнать, правы ли были наши колхидские предки, когда создавали свою веру. Но следует соблюдать осторожность. Вокруг нас кружат целые стаи ищеек, а мой отец при всей своей мудрости оказался слеп к сокровенным тайнам вселенной». Корф Эйрон, повторяя жест Эреба, тоже поклонился. «Ларгар, сын мой, это и будет нашим искуплением. Мы сможем донести свет этих истин до всего человечества и смыть позор прошлого. Должен признаться, я опасался этого момента». Ларгар облизнул потрескавшиеся, пахнущие пеплом губы. «Если так, то почему ты медлил поделиться своими опасениями? Каждый крепок задним умом, но ни ты, ни я не могли предусмотреть того, что произошло». В глазах Корфаэрона блеснул огонь. Старик подался вперед, словно его ноздри уловили запах преследуемой дичи. «Я должен кое в чем признаться, мой лорд», произнес он. «Время пришло, и тебе следует узнать об этом». Ларгар с угрожающей медлительностью повернулся к приемному отцу. «Мне не нравится твой тон», процедил он. «Мой повелитель, мой примарх, я не солгал, когда говорил, что опасаюсь прихода этого дня. Я готовился к нему и предпринял необходимые меры». Слова замерли в горле, перехваченном могучей рукой его повелителя. Ларгар почти без усилий сжал тонкую, слабую шею старика и лишил возможности дышать и говорить. Эреб заметно напрягся и тревожно переводил взгляд с одной фигуры на другую. Ларгар подтащил Корфаэрона ближе. Он медленно и глубоко дышал, словно издеваясь над судорожными попытками старика схватить глоток воздуха. «Довольно признаний, Корфаэрон. Мы и так признали достаточно грехов за этот вечер». Он немного ослабил хватку, дав возможность Корфаэрону прохрепеть несколько слов. «Давин семнадцать лет назад», зашептал старик. «Коросса двадцать девять лет назад». «Увандер восемь лет назад». «Это же приведенные к согласию миры», прошептал Ларгар в лицо приемному отцу. «Миры где-то лично оставался, чтобы начать процесс внедрения имперского креда». «Они в согласии с имперским креда, но угли их культур не затушены». «Какие угли?» Ларгар уже рычал. «Верования похожие на старую веру нашего домашнего мира. Я не мог уничтожить потенциальную истину. Неужели я не в состоянии контролировать своих воинов?» Ларгар порывисто вздохнул и что-то негромко хрустнуло в шее Корфаэрона. «Или я, как мой брат Курц, вынужден управлять легионом лжецов и мошенников? «Мой лорд, я...» Глаза Корфаэрона закатились. Почерневший язык вывалился между тонких губ. «Мой лорд, ты убьешь его!» Осторожно вмешался Эреб. Ларгар повернул голову в его сторону. Но Эребу показалось, что примарх его даже не узнает. «Да», наконец заговорил Ларгар. «Да, мог бы убить». Он разжал пальцы, позволив Корфаэрону бесформенной грудой рухнуть на пол. «Мой лорд», старик хватал воздух посиневшими губами, «эти культуры позволяют нам многое узнать. Все они отклики веры наших далеких предков. Я не мясник, как и ты сам. Я хотел сберечь знания человеческой расы». «Поистине время откровений», вздохнул примарх. «И я не настолько слеп, чтобы не понять причины твоих поступков, Корфаэрон. «Жаль, что я не проявил такой же проницательности и милосердия», ему ответил Эриб. «Мой лорд, ты сам задаешь себе этот вопрос. А вдруг в культурах, которые мы искореняем, содержится истина? Корфаэрон спас немногих, но великий крестовый поход уничтожает их тысячами. Что если мы снова и снова повторяем грех колхиды? И почему Корфаэрон, потирая онемевшее горло, выдавил слабую улыбку? Во многих культурах проявляются отголоски веры нашего домашнего мира. Уверен, где-то здесь кроется истина». Семнадцатый примарх кивнул. И это неторопливое движение было исполнено искреннего чувства. Еще до последнего откровения его разум, перебирая бесконечное множество вероятностей, уже устремился в будущее. Таков был его генетический дар оставаться мыслителем и мечтателем, когда его братья были воинами и убийцами. «Мы больше ста лет молились перед ложным алтарем», сказал Корфаэрон, вновь обретая голос. Ларгар запустил руку в чашу, набрал еще горсть пепла и растер его по лицу. «Да», его голос зазвучал с прежней силой, «Это так, Эреб, к твоим услугам, мой лорд. Передай капелланам мои слова, расскажи обо всем, что произошло за эти дни. Они заслуживают того, чтобы знать, что творится в сердце их примарха. А когда ты завтра вернешься, на следующий совет принеси пергамент и перо. Мне предстоит многое записать. Это займет дни, недели, но это должно быть записано, и я не нарушу уединение, пока все не исполню, а вы, вы оба поможете мне завершить великий труд. Какой труд, мой лорд? Ларгар улыбнулся, и в этот момент как никогда стал похож на своего отца. Новое слово! Глава шестая Сервитор Кейл Рассеянный Воин-жрец Она поняла, как трудно спать, не имея возможности узнать, когда заканчивается день и начинается ночь. Окружающие ее звуки ни на мгновение не утихали. В комнате постоянно слышался гул, хотя порой он был совсем тихим, от работы удаленных двигателей. В постоянной темноте и шуме она коротала время, сидя на кровати, ничего не делая и ничего не слыша, кроме случайно раздававшегося за дверью голоса. Слепота принесла с собой сотни трудностей, но самой страшной была скука. Раньше Керена много читала, а ее профессия требовала частых перемещений и посещений общественных мест города. С утратой зрения оба эти занятия для нее почти полностью исключались. В самые мрачные моменты она размышляла о жестокой насмешке судьбы. Быть избранной Астартес, находиться среди ангелов императора, ходить по переходам их огромного железного военного корабля, вдыхать запахи пота и машинного масла и ничего этого не видеть. Да, очень весело. Первые часы на борту корабля дались ей нелегко, но они хотя бы оказались богатыми на события. Во время медицинского обследования в холодной до боли палате с иглами, воткнутыми в ее руки и ноги, Кирена слышала, как один ангел говорил другому, что-то насчет обесцвечивания пигмента сетчатки и влияния истощения на внутренние органы и мышцы. Она попыталась сосредоточиться на его словах, но мысли рассеивались, разум был не в силах осознать, что произошло и где она оказалась. Два предыдущих месяца на поверхности планеты оказались для нее неимоверно тяжелыми. Шайки бродячих бандитов в предгорьях вокруг города не испытывали ни малейшего уважения к священному одеянию шул и не проявляли привычного почтения. «Нашему миру пришел конец», со смехом сказал один из них. «Старые обычаи теперь ничего не стоят». Кирена так и не увидела его, но в сновидениях перед ней мелькали жестокие, насмехающиеся физиономии, одна из которых могла бы принадлежать ему. Во время, пока продолжался осмотр, она не могла унять дрожь, как бы не напрягала ослабевшие мускулы. На странствующем среди звезд корабле ангелов было так холодно, что зубы продолжали выбивать дробь, даже когда она говорила. Кирена была почти уверена, что изо рта у нее вылетают облачка пара. «Ты все понимаешь?» спросил ее ангел. «Да», солгала она, «понимаю». И добавила, «спасибо, ангел». Вскоре пришли какие-то люди, чтобы ей помочь. От них пахло душистым ладаном, а голоса звучали приглушенно и заботливо. Она не знала, как долго они шли, может быть, пять минут, а может, и все тридцать. В окружающей ее темноте время казалось растянутым. В коридорах было довольно многолюдно. Время от времени она слышала механический лязг доспехов, проходивших мимо ангелов. Но гораздо чаще рядом раздавался шелест одежды. «Кто вы?» спросила она на ходу. «Слуги», ответил один из людей. «Мы служим несущим слово», сказал второй. Они продолжали идти, время шло, секунды отмерялись шагами, минуты случайно услышанными голосами. «Вот твоя комната», сказал один из провожатых и повел вперед, прикладывая ее дрожащие пальцы кровати к стенам и контрольному пульту на двери. Он терпеливо обошел с ней все помещение и ее новую камеру. «Спасибо», поблагодарила она. Комната оказалась небольшой и обставленной весьма скудно. Ей не хватало уюта, но Керену не тревожила перспектива остаться здесь в одиночестве. Это было своего рода благом. «Поправляйся», хором пожелали оба ее провожатых. «А как вас зовут?» спросила она. В ответ послышалось только шипение гидравлического привода закрывающейся двери. Керена села на кровать. Матрац оказался тонким и жестким, как в тюремной камере, и начался долгий, лишенный всяких событий процесс ничего не делания. Монотонность ее существования ежедневно нарушалась лишь приходом сервитора, который приносил ей пищу три раза в день, но отличался нежеланием или неспособностью вдаваться в подробности. Еда всегда была одной и той же жидкая синтетическая кашица. «Это отвратительно», сказала она однажды с улыбкой. «Должна ли я полагать, что в пище содержится достаточное количество питательных и прочих полезных элементов? «Да», последовал ответ, произнесенный сухим бесцветным голосом. «И ты тоже этим питаешься?» «Да». «Я тебе сочувствую». «Молчание». «Ты не очень-то разговорчив». «Нет». «Как тебя зовут?» «Сделала она последнюю попытку. «Молчание». «А кем ты был?» спросила она. Империум перестал охранять секреты создания сервиторов еще шестьдесят лет назад. И в монархии они давно стали привычным явлением. Для предназначенной еретиком и преступником участи употреблялся термин искупления. Так или иначе, это означало, что мозг провинившегося лишали жизненной силы, а его тело дополняли бионическими устройствами, определявшими дальнейшую деятельность. Ее вопрос остался без ответа. «До того, как ты стал этим, она постаралась, чтобы ее голос звучал как можно дружелюбнее. Кем ты был?» «Нет». «Нет» означает, что ты не можешь или же «нет» ты не желаешь говорить?» «Нет». Кирена вздохнула. «Ладно, иди. Встретимся завтра утром». «Да», послышалось шарканье ног, и дверь с шипением закрылась. «Я буду звать тебя Кейл», сказала она в пустой комнате. Дважды, после ее появления на корабле, Кирену навещал Ксафин, и Аргелтал заходил три раза. Каждая встреча с капитаном проходила одинаково. Неуклюжие попытки беседы, прерываемые неловкими паузами. Насколько понимала Кирена, флотилия легиона двигалась в направлении мира, который предстояло завоевать, но приказа начать штурм еще не поступило. «Почему?» спросила она, радуясь хотя бы этой ограниченной кампании. «Аврелиан до сих пор пребывает в уединении», ответил Аргелтал. «Аврелиан?» «Это имя нашего примарха, редко используемая вне легиона. Это колхидское слово из нашего домашнего мира». Странно, заметила Кирена, что у бога есть прозвище. Аргелтал на некоторое время погрузился в молчание. Примарх не бог. Порой сыновья богов, даже унаследовав все его силы, остаются полубогами. И это не прозвище, это семейное обращение. Оно приблизительно переводится как золотой. Ты сказал, что он остается в уединении. Да, в своих покоях, на нашем флагмане Фиделитас Лекс. Он скрывается от вас? Она услышала, как Астартес напряженно сглотнул. Мне не совсем удобно это обсуждать, Кирена. Могу лишь сказать, что ему многое надо обдумать. Осуждение богом императором легло на наши души тяжким бременем. Примарх страдает, как страдаем и мы. Перед тем, как заговорить, Кирена долго и напряженно размышляла. Аргелтал? Да, Кирена. Ты не выглядишь страдающим и не похоже, чтобы ты был расстроен. Разве? Нет, ты разозлен. Я понимаю. Ты зол на императора за то, что он сделал. Мне пора идти, сказал Аргелтал. Я получил вызов. Астартес поднялся. Я не слышала никаких вызовов, заметила молодая женщина. Прости, если чем-то обидела тебя. Аргелтал, не говоря больше ни слова, покинул ее комнату, и после этого ее никто не навещал четыре дня. Аргелтал на мгновение оцепенел, увидев обезглавленное тело. Он не собирался этого делать. Тело сервитора упало на бок, и осталось лежать на железном полу тренировочной камеры, подергиваясь в предсмертных конвульсиях. Но капитан проигнорировал содрогающийся труп и уставился на голову с полуоткрытым ртом, пролетевшую между прутьями клетки и ударившуюся о стену учебного зала. Она и сейчас смотрела на него мертвыми глазами, подрагивая отвисшей бронзовой челюстью. Разве это было необходимо? Спросил Таргал. Сержант был по пояс обнажен, и его торс деформировал географию вздувшихся многослойных мышц, сформированных пластичной тектоникой, определяемой его генетическим кодом. Соединенные между собой ребра, равно как и грубая мощь мускулатуры, лишали его большей части признаков принадлежности к человеческому роду. Если выведенной в лаборатории физиологии Астартес и было нечто привлекательное, эти черты у Таргала отсутствовали. Большую часть его темной кожи покрывали шрамы, ритуальные клейма, татуировки на колхидском языке и узкие полоски, оставленные за долгие годы попавшими в цель клинками. Аргилтал опустил свой тренировочный гладиус. Растекшаяся по всей поверхности алая жидкость влажным блеском отразила свет потолочных светильников. «Я рассеян», сказал он. «Я это заметил, мой лорд, и тренировочный сервитер тоже. Уже две недели, две недели мы болтаемся на орбите и ничего не предпринимаем. Две недели продолжается уединение Аврелиана. Я не для этого создан, брат». Аргилтал ударил по кнопке механизма, раздвигающего полусферы тренировочной камеры и вышел наружу. Сердито фыркнув, он бросил на пол окровавленный меч. Клинок скользнул по полу и остался лежать рядом с трупом раба. «Следующей была моя очередь», — парабарматал торгал, глядя на обезглавленного сервитора. Все шесть его бионических рук заканчивались лезвиями, но ни на одном не было и следов крови. Аргилтал вытер полотенцем под шеей и швырнул его на ближайшую скамью. Он почти не обратил внимания на вспомогательных сервиторов, которые поволокли тело убитого в камеру для сжигания. «Я разговаривал с Киреной», — сказал он, «несколько дней назад». «Да, я слышал. Я и сам собираюсь с ней повидаться. Ты не заметил, что ее общество действует успокаивающе? Она видит слишком много. Какая ирония?» «Я говорю вполне серьезно», — настаивал капитан. Она спросила, не злюсь ли я на императора, и что я должен был на это ответить. Взгляд торгала охватил тренировочный зал седьмой роты. Боевые братья, пришедшие поупражняться, понимали, что настроение капитана оставляет желать лучшего, и потому предпочитали держаться от него на почтительном расстоянии. Деревянные шесты с треском ударяли друг о друга. Кулачные бойцы награждали своих противников звучными ударами. Силовые щиты приглушали звон сталкивающихся клинков. Затем торгал снова повернулся к капитану. «Ты мог бы сказать правду?» Аргел Тал покачал головой. «Правда оставляет на языке противный привкус. Я не хочу ее произносить». «Другие произносят, брат». «Другие? Такие, как ты?» Торгал пожал обнаженными плечами. «Я не стыжусь своей злости, Аргел Тал. Мы были обмануты и шли ложной тропой». Аргел Тал потянулся, расправляя затекшие плечи. Он воспользовался этим моментом, чтобы обдумать ответ. Торгал слыл болтуном, и капитан понимал, что все сказанное им будет известно всей роте, а может и всему братству зубчатого солнца. Здесь дело не только в том, ошибается император или нет. Для нашего легиона вера всегда была главной опорой, и вдруг мы ее лишились. Злость естественна, но это не выход. Я дождусь, пока к нам не выйдет примарх. Услышу его мудрые слова, и только тогда определю свой путь». Торгал не смог удержаться от улыбки. «Послушай, что ты говоришь. Ты уверен, что не хочешь носить крозиус? Я думаю, Эрит не откажется вновь стать твоим наставником. Я не раз слышал, как он говорит к Сафину о своем сожалении. «Ты коварный искуситель, брат». Привлекательное лицо капитана омрачилось. Его глаза были синими, как летнее небо колхиды, а лицо не изуродовано шрамами, как у многих собратьев. До сих пор хранило черты того человека, которым он мог бы стать. «Корабль странствует уже давно», сказал капитан. «Я сделал свой выбор, а первый капеллан сделал свой. Но довольно торгал. Старые раны тоже могут причинять боль. Нет ли известий о возвращении примарха?» Торгал пристально вгляделся в лицо Аргел Тала, словно отыскивая в его глазах какие-то тайны. «Нет, я ничего об этом не знаю. А почему ты спрашиваешь?» «Ты не слышал, о чем говорят на своих собраниях капелланы?» Торгал покачал головой. «Они связаны обетами молчания, которые не могут нарушить несколько невинных вопросов. А ты не разговаривал с Ксафином?» «Не один раз, но и он рассказывает немного. Эрип пользуется вниманием примарха, и он доносит слова Аврелиана до воинов-жрецов. Ксафин обещал, что нас скоро просветят. Выединение примарха продлится недели, а не месяцы. Ты в это веришь?» спросил Торгал. Аргел Тал коротко и мрачно рассмеялся. «Решить, во что верить, это для нас самое трудное». Следующий, заслуживающий внимания гость пришел к Керене, когда она спала. Звук открывающейся двери поднял ее из глубины сновидений, но не разбудил окончательно. «Уходи, Кейл, я не голодна». Она повернулась и накрыла голову тонкой подушкой. Похоже, что по-монашески скромный образ жизни воинов легиона распространялся и на слуг тоже. «Кейл?» переспросил глубокий звучный голос. Керена сбросила подушку. Под языком собралась отдающая медью слюна, и сердце забилось быстрее. «Привет!» откликнулась она. «Кто такой Кейл?» спросил тот же голос. Керена села в кровати. Ее невидящие глаза инстинктивно, хотя и тщетно, забегали по сторонам. «Это сервитор, который приносит мне еду». «Ты дала имя сервитору?» Так звали уличного торговца с площади Тофет. Его уличили в том, что под видом баранины он продавал собачатину, и за это его приговорили к искуплению. «Понимаю, вполне логично». Легкий шорох одежды подсказал ей, что посетитель прошелся по комнате. Несмотря на слепоту, Керена по движению воздуха определила, что посетитель обладает величественной и массивной фигурой. «Кто ты?» спросила она. «Я думал, ты узнаешь меня по голосу. Я ксафин». «А, голоса ангелов для меня звучат одинаково. Все очень низкие. Здравствуй, капеллан». «Здравствуй, ты, шул-аша». Она едва не поморщилась. Даже это уважительное обозначение ее профессии в устах ангелов вызывало ощущение стыда. «А где Аргелтал?» Послышалось ворчание, похожее на рык загнанного в угол шакала. Только через несколько секунд Керена поняла, что так звучал смех Астартес. «Капитан на собрании командиров легиона». «А почему ты не с ним?» «Потому что я не командир и у меня свои обязанности. Например, участие в конклаве капелланов братства на борту неоскверненной святости». Аргелтал говорил мне об этом. Улыбка Ксафина затронула и его голос. Так что следующие слова прозвучали почти добродушно. «Вот как? А о чем еще он тебе рассказывал? О том, что примарх общается с кем-то по имени Эрик. И этот Эрик передает его слова воинам-жрецам. «Все верно, шулаша. Мне сказали, что пока нет никаких признаков восстановления твоего зрения. Адепты рассматривают вопрос об аутентической замене. Заменить мои глаза? У нее по коже поползли мурашки. Я? Я хотела бы подождать. Может, они еще исцелятся. Решение за тобой. А у гметика таких деликатных органов дело редкое и тонкое. Если ты решишься, придется ждать несколько недель, пока все будет готово для имплантации». Его бесстрастный тон почему-то нервировал Кирену, а понятные и доброжелательные фразы звучали с обходительностью бьющего по голове молота. «А почему они занялись этой проблемой?» спросила Кирена. «Потому что их попросил об этом Аргел Тал. На тот случай, если потребуется помощь ценному члену экипажа, в Апотикарионе на борту Депрофундис имеется все необходимое для аугментации человека. Но я не представляю никакой ценности». Она сказала так, не из жалости к самой себе, просто слова вырвались от смущения. «Я не представляю, чем могу быть полезна легиону». «Разве?» Ксафин на некоторое время замолчал. Возможно, он осматривал ее безликую комнату. Когда его голос раздался снова, он звучал еще мягче. «Прости мою небрежность, шул Аша, я мог бы посещать тебя чаще, но последние дни выдались довольно тяжелыми. Позволь мне пролить свет на твое положение». «Я рабыня?» «Что?» «Нет». «Слуга?» Ангел усмехнулся. «Дай мне закончить». «Извини, капеллан, на руинах монархии обнаружено еще несколько потерянных душ, так что ты не единственная уроженка Кхура, которая присоединилась к легиону, когда мы улетали. Но все они оказались в других орденах, и лишь ты попала в братство зубчатого солнца. Ты говоришь, что не знаешь, как можешь принести пользу легиону, но ты уже оказалась нам полезной. Аргел Тал мой брат, и мне известен ход его мыслей. Он взял тебя с собой как напоминание, как символ прошлого. Ты живое свидетельство величайшего краха нашего легиона. Идеальный город не был пристанищем греха. Она постаралась, чтобы ее слова нельзя было счесть за оскорбление. «Почему вы все время о нем так говорите?» Последовало долгое молчание, потом глубокий вздох. Сам город не содержал в себе греха. Дело в том, что он собой олицетворял. «Я уже говорил тебе, что приказал в тот день бог император. У тебя острый ум, девочка. Не задавай вопросов, ответы на которые можешь найти сама. А теперь о твоем желании служить легиону. Скажи, что это для тебя означает?» Она никогда об этом не задумывалась. Это казалось единственно правильным решением после того, как ее привели на корабль. Но была еще и более глубокая причина. Необъяснимое желание, которое возникло в бесконечные часы, проведенные в тишине. «Я обязана легиону жизнью», сказала Кирена. «И считаю, что это правильное решение. Это было бы справедливо». «И это все?» Она покачала головой, хоть и не знала, смотрит ли Ксафин в ее сторону. «Нет, должна признаться, что чувствую себя очень одинокой и мне скучно». Ксафин опять усмехнулся. «Тогда мы решим эту проблему. Скажи, Накхури, ты была верующей?» Кирена в нерешительности провела языком по пересохшим губам. «Я слушала проповеди на площадях и ежедневные молитвы, транслируемые по всему городу, но они не проникали в мою душу. Я верила и знала Писание, но все это меня не затрагивало». Кирена кивнула и тяжело вздохнула. «Да», призналась она. А когда тяжелая рука Ксафина опустилась на ее плечо, девушка не смогла удержаться и вздрогнула. «Мне жаль», сказала она, «что моя вера не слишком сильна». «Не жалей, ты была права, Кирена». «Я что?» Ты проявила проницательность и силу духа, позволивший усомниться в традиционной вере. Во имя веры человечества за многие столетия достигла небывалых высот. Вера есть топливо для странствия души. Без веры в великие идеи мы несовершенны. Лишь единство тела и духа поднимает нас над животными и нелюдями. Но ошибочное поклонение, почитание недостойного идола, это грех величайшего невежества, и в этом грехе тебя нельзя обвинить. Гордись этим, женщина». Подобная похвала из уст ангела наполнила все ее тело теплом, и в ее голосе впервые после гибели города прозвучала страсть. Как может кто-то почитать недостойного идола. Снова возникла пауза, задумчивый вздох, а затем ответ. Возможно, люди были обмануты, а возможно, они лицезрели божественность и поклонялись ей, считая достойной поклонения. Я не понимаю, ее брови в смятении сошлись над невидящими глазами. Поклоняться можно только божеству, и нет других богов, кроме императора. Она услышала еще один вздох Хсафина. Капеллан снова заговорил, и теперь его слова звучали почти вкратчиво. Ты в этом уверена, Кирена? Глава седьмая Согласие Мечи из красного железа Карфаген Мир имел два названия, но значение имело только одно из них. Первое было в ходу у местного населения. Этому имени было суждено в скором времени затеряться на страницах истории. Второе имя было присвоено завоевателями, и оно должно было сохраниться на века, словно выжженное клеймо, означавшее принадлежность мертвой планеты Империуму. Шар вращался по орбите с медленной грацией, напоминавшей о далекой Терри, и его голубовато-зеленая поверхность тоже могла принадлежать младшему собрату самого известного мира. Но океаны Терры высохли до дна за долгие столетия войн и тектонических сдвигов, а океаны 47-16 кишели организмами, приспособленными к жизни в соленой воде, и были так глубоки, что могли поразить даже воображение поэта. Возможно, в будущем этот мир был бы востребован, чтобы стать бастионом метрополией вроде Терры, где земли уже не было видно под дворцами, замками и многолюдными башнями-ульями. Но сейчас его материки были окрашены в зелено-коричневый цвет девственных лесов и серо-белые краски горных хребтов. На континентах точками виднелись города из хрусталя и серебра со шпилями, пронзающими небо и опирающимися на смехотворно хрупкие фундаменты. Города соединялись между собой старинными торговыми путями, пульсирующими венами, по которым вместо крови перемещались грузы. Таким был 47-16, шестнадцатый мир, который было готово привести к согласию, 47-я экспедиционная флотилия. Спустя четыре недели после того, как флотилия несущих слов покинула руины Кхура, корабли вошли в эту систему и рыскали вокруг 47-16 с угрожающей неторопливостью древних морских разбойников. Серые боевые корабли восемь часов провели на орбите, не включая двигателей и ничего не предпринимая. На девятый час все корабли охватило оживление. На капитанском мостике Фиделитас-Лекс, сопровождаемый Эребом и Корфаэроном, появился примарх. Оба Астартес вышли в боевом облачении, один в серой броне Легиона, второй в грозных доспехах Терминатора. Пик трансляции в режиме реального времени передавала изображения на мостике всех остальных кораблей, и за возвращением своего примарха могли наблюдать тысячи и тысячи воинов. В гранитно-серых блестящих доспехах, лишенных каких-либо украшений, Ларгар выглядел еще более величественно, а его кривая улыбка предвещала какие-то приятные известия, которыми примарху не терпелось поделиться со своими сыновьями. «Я надеюсь, что вы простите мне столь долгое отсутствие». Фраза закончилась сдержанным смешком. «И уверен, что вы с пользой провели время в веселье и размышлениях». Стоявшие вокруг него Астартес разразились смехом. Корфаэрон опустил взгляд в валившихся глаз и мрачно усмехнулся. И даже Эреб слегка улыбнулся. «Сыны мои, прошлое осталось в прошлом, и сейчас мы смотрим в будущее». Серый кулак Ларгара сжимал рукоять Крозиуса, непринужденно заброшенного на плечо. Те воины, которые приписаны к другим экспедиционным флотилиям, вскоре получат возможность туда вернуться. Но сначала мы обновим узы братства Единого Легиона. Новый вал радостных возгласов пронесся по палубам сотни кораблей. Перед вами 47-16. Задумчивая улыбка Ларгара не исчезла, но выражение меланхолии лишило ее некоторой доли убедительности. Мир чрезвычайной красоты. Свободной рукой он провел по короткой каштановой бородке, еще почти щетине. Я не верю, что люди этого мира безнадежно заражены скверной. Но как мы все недавно видели, мои суждения подвергаются критике. Снова смех. Корфа Ирон и Эреп переглянулись, и их усмешки потанули в веселье легиона. Такое легкомыслие могло быть вызвано только желанием избавиться от воспоминаний об отвратительном унижении, и оба воина это прекрасно понимали. Все вы ознакомились с планом боевых действий, продолжал примарх. Первый капеллан и первый капитан доложили мне, что лидеры орденов встречались сегодня утром, чтобы обсудить поставленные задачи и зоны высадки. Так что я не стану тратить на это ваше драгоценное время. Его сдержанная улыбка еще держалась на лице, но радости в ней не осталось. Император пожелал, чтобы завоевания 17-го легиона проводились более энергично. Если мир не удается быстро привести к согласию, значит, он должен быть очищен до самого основания. Вот этим мы и займемся. Эрип поднял Крозиус, и в тот же миг между когтями перчаток Корфаэрона проскочила молния. Сыны мои, улыбка повелителя легиона исчезла так быстро, словно ее и не было вовсе. Простите меня за слова, которые мне повелевает произнести долг. Ларгар вскинул черную железную булаву и показал на планету, медленно вращающуюся на обзорном экране. На глазах легиона сильнейшие бури закружились по поверхности в медленном метеорологическом балете. Флотилия перешла на низкую орбиту и нарушила движение потоков в слоях атмосферы. Несущее слово, сказал примарх, убейте всех мужчин, женщин и детей этого погрязшего в ереси мира. Кирена ждала, пока не поняла, что Аргелтал не собирается продолжать рассказ. Только тогда она заговорила сама. «И что дальше?» спросила она. «Вы так и сделали?» «Разве ты не почувствовала, как задрожал корабль, когда начался обстрел?» Капитан прошелся по комнате, и Кирене стало любопытно, шагает ли он просто так, чтобы отвлечься или рассматривает те немногие личные вещи, которые у нее имелись. «Я ни за что не поверю, что ты проспала все двенадцать часов, пока продолжалась орбитальная бомбардировка. Кирена вообще не спала. Когда два дня назад взвыли сирены и комната содрогалась, она поняла, что происходит. Боевые корабли несущих слово начали вторжение с артиллерийского обстрела, длившегося целый день. Иногда, когда мириады механических процессов совпадали по времени, главные батареи флагмана извергали зажигательные снаряды единым залпом. После этого у нее в ушах в течение полуминуты гремел гром, и это было мучительно. Она стала не только слепой, но и глухой. Кирена оказалась в плену собственного воображения, падала на свою неудобную кровать и молилась, чтобы не ощутить на лице прикосновение незнакомых пальцев. Я не это имела в виду, сказала она. После обстрела с небес вы спустились на поверхность? Да, мы высадились поблизости от единственного уцелевшего города. Его следовало уничтожить с земли, поскольку корабельные орудия были не в состоянии пробить оборонительный барьер. И вы уничтожили целый мир за один день? Мы легио Астарта с Кирена. Мы исполняем свой долг. Сколько же людей погибло? Аргел Тал видел сводки Авгуров. Они полагали, что в тот день было принесено в жертву около двухсот миллионов душ. Погибли все, сказал капитан. Все люди, обитавшие в этом мире. Я не понимаю, сказала она, прикрыв невидящие глаза. Все люди. Почему они должны были умереть? Некоторые культуры не желают меняться Кирена. Если цивилизация основана на неверных принципах, бесполезно надеяться на спасение. Пусть лучше они сгорят, чем живут в нечестивости. Но почему они должны умереть? Какие грехи они совершили? Потому что так повелел император. Все остальное не имеет значения. Эти люди отвергли наши предложения о мире, посмеялись над нашим намерением ввести их в состав империума и открыто продемонстрировали тяжкий грех невежества, создав целые группы из искусственных структур. Производство фальшивой жизни, имитирующей человеческую, это осквернение нашего рода, и такое нельзя оставлять безнаказанным. Но почему? Эти два слова в последние дни стали для Кирены почти мантрой. Аргелтал вздохнул. Тебе известна старая пословица. Суди человека по его вопросам, а не по ответам. Я ее слышала, нечто подобное говорили Инокхури. В той или иной форме она в ходу по всей вселенной. Это древнее изречение Стерры, а есть и колхистский эквивалент. Благословен разум, в котором нет места сомнениям. Но почему? повторила Кирена. Аргелтал удержался, чтобы не вздохнуть снова. Ему было трудно, девушка невероятно наивна, и он не может считать себя но просвещение должно с чего-то начинаться. Если утаивать истину, ничего хорошего не получится. Ответ надо искать среди звезд, Кирена. Наша раса молода, и мы разбросаны по множеству миров. Пространство между звездами таит в себе бесчисленные опасности. Тысячи видов враждебных ксеносов, ведущих хищный образ жизни. Те, которые не нападают сразу, чтобы сожрать или просто уничтожить, представляют опасность по другим причинам. Их древние цивилизации пришли в упадок из-за слабости и неспособности стабилизировать рост, или же из-за пренебрежительного высокомерия в отношении технологий, что тоже нередко приводит к гибели. Эти расы ничему не могут нас научить, и история вскоре сбросит их со счетов. И как же нам поступить? Оставить колонии людей на потребу хищным чужакам или присоединить бесценные миры к империуму и тем самым сделать его еще сильнее? Можно ли позволить людям и дальше прозябать в невежестве, когда они рискуют причинить вред себе и нам, или сокрушить их, пока еретическая угроза не стала слишком сильной? Но нет, холодным словно камень тоном прервал ее Аргелтал. На этот раз не может быть никаких но. Империум прав в силу своего могущества. Так говорят итераторы, так записано в слове, значит, так оно и есть. Мы добились успеха там, где любые другие расы потерпели неудачу. Мы возвышаемся над всеми ксеносами. Мы сокрушаем любые солнечные системы и одиночные миры, которые отказываются от благословенного союза. Какие еще доказательства нужны, чтобы убедиться, что мы и только мы идем верным путем? Керена долго молчала, покусывая нижнюю губу. Это, это разумно. Конечно, ведь это истина. Значит, они все убиты, население целого мира. Не мог бы ты рассказать мне, как выглядел их последний город? Расскажу, если хочешь. Аргелтал окинул девушку долгим взглядом. За прошедшие четыре недели ей стало гораздо лучше, и теперь Керена была одета в серое бесформенное одеяние слуги легиона. Когда он впервые увидел ее в этой одежде, женщина спросила, какого она цвета. Серая, ответил он, хорошо. Она улыбнулась, но ничего не стала объяснять. Сейчас Аргелтал всматривался в ее лицо. Девушка вперила в него слепой взгляд, не испытывая ни смущения, ни сомнений. Почему тебя интересует этот город? спросил он. Я помню монархию, сказала Керена, и было бы хорошо, чтобы и этот город кто-то запомнил. Вряд ли я его забуду. Высокие шпили из стекла и воины из движущегося крусталя. Приведение к согласию было недолгим, но отнюдь нелегким. А Ксафин был с тобой? Он очень добр ко мне, он мне нравится. Да, ответил Аргелтал, Ксафин был со мной. Он первым из седьмой роты увидел кощунство врага, когда пал оборонительный щит. Ты мне расскажешь, как это было? Капитан, окликнул его по воксу Ксафин, ты себе представить не можешь, что я вижу. Аргелтал в сопровождении штурмового отделения Таргала продвигался по развалинам. Его боевые братья, закованные в серую броню, шагали по улицам, хрустя осколками рухнувших стеклянных зданий. Бездействующие цепные мечи тихонько гудели в руках воинов, но на каждом зубчатом лезвии уже виднелись следы крови. Это Аргелтал, отозвался капитан. Мы находимся к западу от вас. Никакого достойного упоминания сопротивления не встретили. Доложите обстановку. Искусственные существа голос Ксафина искажали помехи, но его отвращения они скрыть не могли. Они используют искусственных существ. Аргелтал повернул на восток, где город из стекла и черного с прожилками камня уже начинал рушиться и разваливаться. Вдоль дорог, ведущих в центру города, беспрепятственно распространялось пламя. Верный признак наступления легиона. Штурмовое отделение оторгало, приготовиться к атаке, передал он по Оксу. Несущее слово за мной. Громоздкие двигатели прыжкового ранца за спиной гортанно взревели и подняли Аргелтала высоко над землей. Датчик высоты на дисплее шлема замигал, быстро меняя обновляемые голубоватые цифры. Внизу проплывали невысокие башенки из витого стекла и петляющей улицы. Местная культура создала архитектуру, которая исполняла собственный танец. Капитан не мог даже определить, что перед ним. Произведение искусства или продукт рационального подхода, но город из закаленного чужеродного стекла, дороги, вымощенные черным камнем. Он был по-своему красив, безумие часто обладает особой привлекательностью. «Я вижу тебя», передал он по Воксу к Сафину. Внизу под ним отряды несущих слова продвигались сквозь развалины разгромленного городского квартала. И воинам в серой броне противостояла какая-то серебристая гадость, изрыгающая потоки разрушительной энергии. Рецепторы шлема уловили его недоумение и увеличили изображение вражеских воинов. Аргелтал не мог поверить своим глазам. Вниз скомандовал он отделению Таргала. Вокс-канал затрещал от подтверждающих сигналов. Аргелтал инстинктивным мысленным импульсом отключил двигатели. И светящаяся колхидская руна на дисплее его визора сменила цвет с красного на белый. Основные ускорители прыжкового ранца завибрировали и отключились. Затем сопла выпустили струи дыма, свидетельствуя о том, что вспомогательные двигатели активировались. Чтобы погасить скорость спуска до непредставляющей опасности для жизни. Приземление получилось жестким. Удар керамитовых подошв расколол мостовую и по камню разбежалась паутина трещин. В реве двигателей и с громким треском рядом с ним опустились на землю остальные воины отделения. «Высокие звезды!» воскликнул Таргал, обводя руины своим гудящим цепным мечом. «Теперь я понимаю, о чем говорил капеллан. По проходу между полуразрушенными стеклянными стенами, к ним на трех паучьих ногах, приближалось одно из искусственных существ противника. Все его конечности имели множество суставов и оканчивались острыми лезвиями, вонзающимися в землю при каждом шаге. Туловище вполне можно было бы назвать человекоподобным, если бы оно не состояло целиком из подвижного стекла. Под прозрачной кожей виднелись электрические цепи, заменяющие вены, и металлический остов скелета. «Это наверняка какое-то украшение», сказал Таргал, глядя на приближающееся существо, плавно скользившее на ногах лезвия. «То есть...» «Только посмотрите на них!» «Ты зря тратишь свое время», ответил Ксафин. «Прячься в укрытие, пока оно снова не выстрелило». Аргилтал пробежал до ближайшей стеклянной стены, где уже притаились бойцы Ксафина. Их было видно со всех сторон, но стена все же представляла какую-то защиту. «Оно еще и стреляет?» удивился Аргилтал. «Ты уверен, что это недвижущаяся статуя, и что мы не собираемся атаковать произведение местного искусства?» «Оно стреляет», заверил его Ксафин. «И не желает умирать, посмотри сам. Отделение Молнора, огонь!» Из находящейся чуть впереди воронки с привычной синхронностью поднялись несущие слова и открыли стрельбу из болт-пистолетов. Снаряды забарабанили по корпусу стеклянного создания, покачнули его, но не причинили никакого видимого ущерба. В каждой точке, где болт достигал цели, вспыхивал электрический разряд, и снаряд детонировал, ограничивая воздействие минимальным кинетическим толчком. «Прекратить огонь и отступить», приказал Ксафин. «Этот приказ уже начинает мне надоедать, сэр», хрипло буркнул Молнор, но стрельба стихла. Искусственное существо немедленно восстановило равновесие и повернулось в ту сторону, где скрылись воины отделения Молнора. Энергетические цепи, заменявшие ему внутренности, вспыхнули злобным сиянием, и из открытой пасти вырвалась ослепительная молния, заплясавшая на краю воронки и оплавившая черные камни. «Оно сделано из непробиваемого стекла», передал Павоксу Таргал, «и плюется электрическими разрядами». Примарх не напрасно приказал истребить этот народ. «Эти люди не просто еретики, они облекают свое безумие в физическую форму». Аргилтал прослушал Вокс донесения от других подразделений и тихо выругался. Воины столкнулись с подобными существами по всему городу. Преодолев оборонительный щит столицы, он рассчитывал быстро справиться с задачей. Руководство планеты должно быть уже мертво. Проклятие, почему не прекращается сопротивление? Отделение Таргала подняться на верхние позиции. «Как прикажешь, капитан», послышались ответы воинов. Громоздкие прыжковые ранцы снова активировались и воздух задрожал от жара двигателей. Вокруг них разнесся сильный запах горящего топлива. Аргилтал, словно брошенное копье, взмыл вверх и приземлился на балконе, нависавшем над улицей. А остальные воины отделения Таргала последовали его примеру и разместились по краю ближайших крыш, как будто серые горгульи, наблюдавшие за идущим внизу боем. «Сколько таких созданий вам удалось уничтожить?» спросил Аргилтал. «Трех, но двух из них подбил поборник из огненного шторма». Ксафин говорил о танковом батальоне Братства Зубчатого Солнца. «Только не говори мне, что танк при этом был уничтожен». Вместо Ксафина ему ответил Молнор. «Я тебе этого не скажу, капитан, Аргилтал посмотрел, как искусственное создание приближается на многосуставчатых ногах, балансируя на неровной поверхности с нечеловеческой ловкостью. Визор шлема на мгновение помутнел от искажений, а затем приблизил изображение. Весь корпус существа пронизывали серебристые вены, пульсирующие энергией. Кожа двигалась, словно жидкое стекло, но болты отскакивали от нее, причиняя не больше вреда, чем дождевые капли. Ты сказал, что уничтожено три этих создания, а танк успел убить только двух. Третьего я убил своим Крозиусом, пояснил Ксафин. Похоже, что существо уязвимо для силового оружия. Понятно, этого оставь нам. Аргилтал включил визор. Отделение от Аргала приготовится, ответим огнем на огонь. Как прикажешь, капитан, снова раздался хор голосов. Аргилтал обнажил оба меча. Под каждым лезвием из красного железа в эфесе слоновой кости был скрыт силовой генератор. Пальцы привычно легли на триггеры, расположенные вдоль обтянутой кожи рукояти, и клинки с негромким гудением ожили, окутавшись зигзагообразными разрядами. За примарха! Оглушительный призыв, прокатившись по всей улице, привлек внимание машины. Ничего не выражающее лицо поднялось вверх. На том месте, где у человека располагался рот, от нарастающего жара раскалилось стекло. Аргилтал сделал два стремительных шага. От первого задрожал балкон, а вторым он оттолкнулся от перил, разбив их дребезги, и взвился в воздух. Двигатели за его спиной взревели, выбрасывая струи дыма и огня. За парными клинками потянулся шлейф искр. Аврелиан! Воины отделения Таргала с криками покинули свои позиции вслед за капитаном и понеслись вниз, завывая двигателями прыжковых ранцев. Аврелиан! Аргилтал возглавил атаку, уклоняясь от огненной дуги, выброшенной искусственным существом. Секундой позже он приземлился на спину машины, развернулся и нанес удар бронированной ногой по стеклянной голове. Сверкнул фонтан блестящих осколков и голова дернулась назад. Через мгновение последовал удар обоими мечами и лезвия врезались в стеклянное лицо. Град осколков стал гуще. Сержант Таргал прыгнул сзади на плечи робота и его цепной меч заскрежетал и завизжал по поверхности стекла. Послышался одиночный выстрел из болтера, но снаряд отлетел в сторону и взорвался в воздухе, не причинив ни малейшего ущерба. Напряженное рычание, вылетавшее из динамиков шлема птичьими криками, сопровождало приземление остальных воинов отделения, и вскоре все Астартес поддержали атаку своими мечами. Они набрасывались волнами, взлетали вверх, уступая место собратьям, а затем снижались для очередной серии ударов. Искусственное существо содрогалось под их мощным натиском, не имея возможности отразить нападение всех противников сразу. Аргелтал спикировал в третий раз и свел клинки вплотную, так что силовые поля, соприкоснувшись, зашипели и стали разбрасывать искры. В этом выпаде он нанес колющий удар обоими мечами в стеклянное горло, и по щитку шлема снова застучали сверкающие осколки. Машина умерла мгновенно, серебристые вены почернели, и корпус, не удержавшись на подогнувшихся конечностях, рухнул на землю. Воины штурмового отделения Таргала неторопливо приземлились вокруг своего капитана. Они ослабили хватку на рукоятках цепных мечей, и гул оружия постепенно затих. Двигатели, остывая, выбрасывали последние струи выхлопных газов. Ксафин и Молнор с болтерами наперевес вывели свое отделение из развалин. «Отличная работа», произнес капеллан. «Двигайся вперед, если хочешь, брат. Мы расчистим дорогу к центру города. Не ждите нас». Аргилтал кивнул, все еще не успев привыкнуть к изменениям в броне Ксафина. Доспех капеллана стал черным, потемнел в память о пепле монархии, недавно покрывавшем доспехи каждого воина. Аргилтал ничего не сказал, когда впервые столкнулся с этим нововведением, но при виде этого он все еще испытывал раздражение. Некоторые неприятности лучше побыстрее забыть. Из шипящего бокс-приемника прорвался новый, искаженный помехами голос. «Капитан, это Дагатал». Аргилтал взглянул на шпили в самом центре города. Там что-то было, какое-то скрытое устройство, которое вносило неразбериху в работу связи. «Я слушаю Дагатал. Прошу разрешения вызвать Карфаген». Ксафин и Молнор переглянулись, хотя под щитками шлемов выражение лиц разобрать было невозможно. Таргал нажал на триггер цепного меча, и зубья несколько секунд яростно перемалывали воздух. Подробнее Дагатал. «Это искусственные существа, сэр. У них есть свой король». Отделение Дагатала двигалось по улицам, не опускаясь на землю и не переставая вести наблюдение. Для моторизованного отряда седьмой роты, проникавшего во вражеский город далеко впереди основных сил капитана, это было делом привычным. Но в данном случае противник преподнес несколько неприятных сюрпризов. Армия искусственных существ, наводнившая обреченный город, оказала яростное сопротивление. И это еще до того, как передовые отряды несущих слова столкнулись с обсидианами. Дагатал одним из первых засек такое создание. Он наклонился вперед в седле и переключил визор шлема на максимальное приближение, чтобы рассмотреть величественно вышагивающее по улице черное сооружение. «Кровь у Резена», воскликнул он. Это существо достигало второго этажа. Машина на шести конечностях с корпусом не из прозрачного стекла, а из непроницаемо черного. Он немедленно доложил о своей находке капитану, а воины отделения тем временем открыли огонь. Установленные на каждом байке болтеры выдали оглушительные очереди, но шестиногий робот даже не соизволил обратить на них внимание. Несмотря на значительный вес, машина двигалась, не вонзая в землю клинки на ногах. «Отступаем», приказал Дагатал своим братьям. И они отступили, и отступили быстро. Серые байки зарычали, поворачивая под самыми невероятными углами. Покрышки свизгом цеплялись за гладкие камни. Мчавшийся впереди Корус вильнул и резко затормозил. «Осторожнее!» предостерег его Дагатал. «Тебе легко говорить, сержант!» огрызнулся Корус. Дагатал сновал между байками своих братьев, легко их обгоняя. Его гравицикл парил в двух метрах над дорогой и устремлялся вперед под двое двигателя при малейшем нажатии на акселератор. Реактивный байк работал намного чище, чем его кузены. Наземные мотоциклы остальных воинов отделения Дагатала. Несущий слово наклонился вправо, проходя очередной невероятный поворот извилистой улицы стеклянного города. Он притормозил, едва заметно, только чтобы его братья не отставали. Впереди между двумя шпилями вдруг показался еще один огромный шестиногий робот. И его безликий черный череп уже окутался ореолом молний. Еще один обсидиан, доложил по воксу Дагатал, пользуясь услышанным в других донесениях, несущих слово обозначением противника. Нас зажимают в клещи, заметил подъехавший корус. Будем атаковать? Зачем? Только напрасно, потратим снаряды. Дагатал нажал на акселератор, его двигатель взревел громче, и руки ощутили знакомую тягу. Комулся влево, сворачивая на боковую улицу. Мы не можем без конца убегать, проворчал корус. Если так будет продолжаться, у нас кончится горючее. Разведчики Дагатала скрылись за ближайшим углом, и тогда он в гудении своего байка тоже услышал нетерпение. Корус прав. Двигатели требуют топлива, а оно подходит к концу, после долгих часов игры в кошки-мышки на улицах города, пока отделение занималось разведкой для главных сил братства зубчатого солнца. Мы не убегаем, произнес он. Улица внезапно потемнела, и воздух наполнился ревом мощных двигателей. Затмившее солнце судно несло на корпусе изображение бионического черепа, символа жрецов Марса. На лице Дагатала под щитком шлема появилась улыбка. Мы просто в настоящем место, где мог бы приземлиться Карфаген. Из-под красного капюшона на горящий город взглянули три зеленых глаза линзы. Все три зрительных рецептора постоянно вращались и меняли фокусировку, обеспечивая невероятную четкость и широту обзора, недоступные зрению человека. Обработка, произнес обладатель этих линз, а затем через несколько секунд молчания, во время которого линзы не переставали двигаться, добавил тем же самым тоном. Информация получена. Разведчики Дагатала тем временем воспользовались случаем дозаправить свои машины и каждый Астартес залил в бак по канистре промекия, извлеченного из грузового отсека спускаемого модуля механикум. Дагатал остался в седле гравицикла. Его гравитационные подвески, не подвергаясь нагрузки, почти затихли. Два обсидиана, сказал он трехглазому человеку, направляются сюда. Вокс-приемник раскалился от рапортов отступающих отделений, требований помощи карфагенской когорты и танкового батальона. Эти искусственные существа очень опасны к синю. Я проинформирован, сержант Дагатал. К синю 73 был худым как палка и лишь отдаленно напоминал человека. Полы его красного одеяния хлопали на горячем ветру, открывая аугментированное тело из матового металла, опутанное силовыми кабелями. Его руки, поднятые сейчас, чтобы снять капюшон, представляли собой скелет, собранный из сформованных пластин брони с бронзовыми кистями и множеством тонких пальцев. Лицо, если его можно так назвать, только что появившееся из-под капюшона, представляло собой переплетение тонких проводов над шумом, втягивающей воздух дыхательной маской, и не имело никаких отличительных черт, кроме зеленых глаз-линз, образующих равносторонний треугольник. Приблизительно столетия назад Ксиню 73 был человеком, и в этом состоянии ограниченной хрупкости провел около двух десятилетий. Подобно остальным механиком Марса, он был вынужден все эти годы мириться с оболочкой из теплой плоти и жидкой крови, пока не приобрел достаточно опыта, чтобы себя облагородить. С тех пор он значительно улучшил свой организм. Техножрец стоял перед трапом и наблюдал за выходом нескольких высоких и массивных созданий. Каждое из них было облачено в прочную броню, покрытую грубыми мазками алой краски. Механические сооружения высотой почти в пять метров даже не пытались имитировать движения людей. Две первые машины, уже спустившиеся по трапу, были неуклюжими на вид крестоносцами, и их снабженные лезвиями конечности неловко раскачивались при каждом движении плечевого яруса. Вдоль каждого из лезвий тянулись мощные кабели, соединяющие оружие с силовым генератором, расположенным в корпусе машины. «Сангвин!» произнес первый робот лязгающим металлическим голосом. «Готов!» «Ализарин!» вторил ему другой. «Готов!» Следующая машина ступившая на трап была по меньшей мере вдвое шире предыдущих и рядом с долговязыми крестоносцами казалась грузной. Верхние конечности ее были отлиты в форме осадных молотов. От нее еще сильнее пахло промасленным металлом и смазкой. Из-за покатой массивной брони этот робот казался сутулым и двигался с еще меньшей грацией, чем остальные. «Вермиллион!» протянул он с лязгом останавливаясь рядом с крестоносцами. «Готов!» Глаза линзы ксинют 73 повернулись в сторону последней машины, выкатившейся из грузового отсека. Этот робот, казалось, был компромиссным вариантом своих собратьев. Фигурой и походкой сильно смахивал на человека. Точно так же был закрыт броней, а вместо рук имел мощные орудия. Третья пушка поднималась над его плечом, а ленты со снарядами спускались вдоль спины и бронзовые оболочки звенели при каждом шаге. Дагатал знал каждого из подопечных ксиню и уже 12 лет сражался плечом к плечу с ними. Эта последняя машина принадлежала классу завоеватель и была главной ударной силой в группе. Плечо робота покрывал штандарт легиона, а на броне были выгравированы колхидские руны. Несколько несущих слова приветствовали последнего механического воина салютом. Он никак на это не отреагировал. Инкарнадин абсолютно безучастным голосом объявил завоеватель «Готов!» Ксиню 73 повернулся к несущим словам и мгновенно перенастроил свои линзы. «Приветствую, сержант! Девятая манипула карфагенской когорты ожидает твоих приказов!» Аргелтал приземлился и сразу пустился бегом, не дожидаясь, пока стихнут двигатели ранца. Оба меча остались в ножнах, а искусно украшенный болтер в его руках непрерывно дергался, извергая снаряды. Вместе с несколькими воинами своего отделения он укрылся на нижнем уровне стеклянной башни и вел огонь через витражные окна. Неизвестно, что было изображено на цветных стеклах. Несущие слова разнесли витражи, чтобы обеспечить линию огня. Стоявший снаружи обсидиан возвышался над всеми Астартес и щедро поливал дорогу потоками электричества, вырывавшегося из безликого черепа. Аргелтал перезарядил болтер и, вставляя в магазин свежую обойму, мельком глянул в осколок у своего ботинка. В стекле отразилась фигура в золоченой броне. Отделение Дагатала оказывало сопротивление, скрываясь под ногами огромной машины, петляя и уворачиваясь, чтобы не попасть под струю смертельного огня. Болтерные снаряды, летевшие с той стороны, где укрылись люди Таргала, впивались в механические соединения робота. Но все эти усилия лишь раздражали противника. Ксиню 73 передал Павоксу Аргелтал. Мы на позиции, поторопись. Принято седьмой капитан. Они вышли из переулка за спиной искусственного существа. Сангвин и Ализарин, пошатываясь, словно нищие попрошайки, выскочили вперед, представляя удивительный контраст по сравнению с текущей грацией вражеской машины. Оба крестоносца открыли огонь из наплечных лазерных орудий. И на поверхности обсидиана появились свежие шрамы, потеки расплавленного стекла на черном фоне. Затем пришли в действие и их руки лезвия. Механические приводы направили размашистые выпады на опоры конструкции. Обсидиан быстро отреагировал на новую угрозу и развернулся лицом он тотчас оказался под шквальным огнем. Тяжелые наплечные болтеры мощными разрывными снарядами выбивали осколки из лица и корпуса машины. Инкарнадин величественный по сравнению с собратьями отслеживал каждое движение вражеской машины. Он ни на секунду не прекращал стрельбы и ни один снаряд не проходил мимо цели. Роботам механикам быстро удалось лишить равновесия огромную конструкцию и следующий залп обсидиана пропал зря, устремившись в небо. Катафракт вермиллион массивный словно дредноут астартес обладал еще более мощными двигателями. Приземистая и неуклюжая на вид машина быстро приблизилась к противнику. Пока обсидиан пытался выровняться на оставшихся четырех конечностях, осадные молоты взметнулись вверх и с оглушительным звоном обрушились на стеклянное сооружение чужаков. Из четырех ног остались три и конструкция рухнула наземь. Прикончим его, скомандовал по воксу Аргел Тал. Его прыжковый ранец снова ожил и двигатели отозвались мощным ревом. Как прикажешь, услышал он ответ своих товарищей. Мечи стремительно и плавно покинули ножны. Короткий рывок ускорителей мгновенно поднял Аргел Тала вверх. Обсидиан даже поверженный не собирался уступать. Несущие слова, подлетевшие к его спине, предпочитали не опускаться на могучую конструкцию, а держались в воздухе. Мечи стучали и скрижетали по корпусу машины, но только силовые клинки Аргел Тала наносили противнику хоть сколько-нибудь заметный урон, разбрызгивая во все стороны осколки темного стекла. Обсидиан уже на пороге гибели все еще полз, протягивая хватательную конечность к ближайшему противнику. Инкарнадин отступил назад, прицелился из автопушки в вытянутую руку и одним залпом отделил пальцы от кисти. Ксиню, стоя позади имперской боевой машины, с неослабевающим вниманием наблюдал за боем и время от времени подкручивал диски приборов на своем нагруднике. Зачем он это делал, никто из несущих слова так и не смог узнать, несмотря на десятилетия, проведенные в общих сражениях. Когда обсидиан наконец окончательно затих, Аргилтал и Дагатал подошли к техножрецу. Поверженная конструкция приобрела сходство с подтаявшей ледяной статуей. Так сильно был поврежден ее корпус тысячами болтов, ударами мечей и лучами лазеров. Под ногами обоих Астартес хрустели осколки темного стекла, усыпавшие всю улицу. «Приветствую, капитан!» произнес Ксиню-73. «Девятая манипула карфагенской когорты ждет твоих приказов!» Кирена, положив руку на предплечье Аргилтала, прервала повествование. «Вы и сами использовали разумные машины». Он ожидал этого вопроса. Легио Кибернетика это драгоценная грань механикум. Боевые машины Легио Титаникус выручают великий крестовый поход в самых тяжелых ситуациях. Но и Кибернетика для благородных легионов Астартес играет не менее важную роль. Их разумные машины представляют собой робототехнические оболочки, в которых живет дух машины. Техножрецы Кибернетики создают органосинтетические разумы из биологических компонентов. Кирена потянулась за стаканом с водой, стоявшим на прикроватном столике. Ее пальцы скользили по металлической поверхности, потом наткнулись на стакан и только тогда обхватили его. Она мелкими глотками прихлебывала воду и, казалось, не имела никакого желания говорить. «Ты не видишь разницы», произнес Аргелтал не вопросительным, а утвердительным тоном. Она опустила стакан и обратила на него незрящий взор. «А она есть?» «Только не задавай этого вопроса к Синю 73, если вам вдруг доведется встретиться. Он будет так оскорблен, что того и гляди убьет тебя, а я так рассержусь, что в ответ убью его». Достаточно сказать, что разница в сознании. Органический разум, даже если он синтетический, все равно в искусственном разуме этого нет. Многие цивилизации усваивают эту истину только в тот момент, когда подчиненные им машины начинают бунтовать. Как наверняка взбунтовались бы обсидианы против людей 47-16. «Ты всегда говоришь, что мы превосходим всех остальных, я имею в виду людей». Так написано в слове. Но слово со временем меняется. Ксафин говорит, что она меняется даже сейчас. Неужели люди действительно совершенны? Мы покоряем галактику, верно? Разве это не свидетельствует о нашей чистоте и предназначении? Другие расы покоряли ее до нас. Она сделала еще глоток нагревшейся воды. Возможно, мы совершим ошибку, и тогда покорять галактику будет кто-то другой. Потом она улыбнулась и убрала с лица упавшую прядь волос. Ты так уверен во всем, что делаешь. Я тебе завидую. Разве ты не была уверена в своем жизненном пути, живя в монархии? Она склонила голову, и в ее позе Аргилтал заметил некоторую напряженность. Пальцы босых ног были слегка подогнуты. Руки легонько перебирали ткань серого одеяния. Я не хочу жить, не испытывая ни сомнений, ни сожалений. Астартес не сразу нашелся, что ответить. Это не уверенность, это долг, я живу согласно слову. То, что записано, должно совершиться, иначе вся наша жизнь окажется напрасной. Для меня это равносильно великой жертве. Судьба превратила тебя в оружие. Улыбка Кирены выражала нечто среднее между восхищением и печалью. Что-то подобное в своих предрассветных молитвах говорили проповедники идеального города. Идите единственно верным путем, ибо все остальные ведут к гибели. Это цитата и слово, сказал Аргел Тал. Часть мудрости примарха, оставленная нам, чтобы направлять ваш народ. Она подняла руку, словно отмахиваясь от его склонности к деталям. Знаю, знаю, ты расскажешь мне конец истории, я хочу больше узнать о городе, а примарх тоже сражался рядом с вами. Капитан набрал полную грудь воздуха. Мысли девушки стремительно перескакивают с одной темы на другую. Нет, но мы увидели его на рассвете, а до этого встретились с Аквелоном. Расскажи, как это произошло. Она легла, положив голову на скрещенные руки. Неизвестно зачем, но она все время держала глаза открытыми. Я не сплю, продолжай, пожалуйста. Кто такой Аквелон. Его титул Окули Император, ответил Аргел Тал. Очи Императора, мы встретились перед закатом, когда горел уже почти весь город. Глава восьмая Как дома Золотые, не серые В сердце павшего города На руины города опустился сумрак. Аргел Тал в изрядно потрепанных доспехах стоял и смотрел, как янтарный диск опускается за горизонт. Этот великолепный закат навел его на размышления о Колхиде, о доме, о мире, которого он не видел уже почти семь десятилетий. В его памяти, почти эйдетической, собрались картины закатов двадцати девяти миров. Сегодняшний был тридцатым, и он был почти так же прекрасен, как первый. Небо, возвещая о скором наступлении ночи, из голубого становилось фиолетовым. «Капеллан!» крикнул он, «Ко мне!» Ксафин оставил производивших перегруппировку несущих слова и прошел в другой конец улицы, где стоял капитан. «Брат!» приветствовал он Аргел Тала. Капеллан снял шлем и наблюдал заход солнца невооруженным взглядом. «В чем дело?» Аргел Тал кивнул на темнеющие небеса. «Напоминает мне о доме». Негромкое гудение сочленений доспехов подсказало ему, что Ксафин пошевелился, возможно, пожал плечами. «А где торгал и его штурмовое отделение?» «Ведут разведку в окрестностях Шпилей», сказал капитан. «Я буду рад, когда мы приведем этот мир к согласию, Ксафин. Несмотря на то, видеть сражение, это бесполезная война». «Как скажешь, брат, так что ты хотел?» Аргел Тал по-прежнему не смотрел ему в глаза. «Ответов», сказал он, «до того, как мы вернемся на орбиту. Примарх не показывается уже целый месяц, а воины-жрецы молчат после своих собраний. Что происходит на встречах тех, кто носит черное?» Ксафин, уже отворачиваясь, сердито фыркнул. «Сейчас не время. Нам надо еще привести этот мир к согласию». «Не уходи, капеллан». Их взгляды скрестились. Раскосые линзы капитана и прищуренные глаза капеллана. «Что случилось?» спросил Ксафин. «Почему ты так рассеян?» Его голос, сохраняя твердость, зазвучал умиротворяюще. Аргел Тал хорошо знал этот тон. Так Ксафин разговаривал с воинами, которые поверяли ему свои сомнения. По непонятной причине такая манера говорить сильно раздражала Аргел Тала. Капитан кончиком меча указал в конец улицы, где два отделения помогали своим раненым. Большую часть дороги занимали труп еще одного обсидиана и байки до Гатала, проходивший ремонт под присмотром к Синю-73. «Мы все слепы», сказал капитан. «Все кроме тебя». «Мы сражаемся, получив приказ и уничтожаем еретическую цивилизацию». И Абриллиан прав. Это освобождение от прошлого и очищение крови. Пережив незабываемый провал, легиону необходимо было добиться победы. Но после гибели идеального города, после месяца молчания, мы по-прежнему слепы. «Что же ты хочешь от меня услышать?» Ксафин снова подошел к капитану и его закованная в перчатку рука поднялась, но в то же время по лицу пробежала тень сомнений. Капеллан опустил руку, сознавая, что прикосновение к плечу послужит не напоминанием о братстве, а поводом к еще более сильному раздражению. «Я хочу, чтобы ты ответил на вопросы и просветил своих братьев, как предписывает твой долг». Ксафин резко выдохнул, и вместе с воздухом его покинули остатки терпения. Тайна собраний тех, кто носит черное, священное и нерушимо. Никто из нас не вправе говорить о том, что там происходит. Тебе это прекрасно известно. И все же ты продолжаешь задавать вопросы. «А как же традиции, брат?» Аргелтал опустил меч. «Какие традиции?» усмехнулся он. «А как относиться к тому, что легион преклонил колени в прахе? А примарх ничего не говорит нам уже целый месяц? Всем нам необходимы ответы, к Сафин. Мне необходимы ответы». «Как прикажешь, капитан?» «Но все, что я могу сказать, я уже говорил раньше. Мы изучаем слово и ищем новые пути. Легион заблудился, и мы ищем ответы, чтобы снова его направлять. Можно ли нас за это осуждать? Должны ли мы и дальше плутать во тьме, лишившись света императора?» Аргелтал ощутил, как едкая свина покалывает язык. «А тем временем легион, слепой во всех отношениях, ждет и ведет войну. Нашли ли капелланы ответы, которые они искали?» «Да, брат, мы верим, что нашли. И когда вы планируете поделиться этой истиной с нами?» Ксафин обеими руками поднял свой Крозиус и повернулся лицом к собравшимся воинам. «А как ты думаешь, зачем святотатцами, чтобы стереть со страниц истории эту ничтожную империю одинокого мира? Если ты находишь, что я недостаточно проницателен, стеснув зубы, произнес капитан, тогда просвети меня». «Спокойно, брат мой». Ларгар прекрасно понимает символизм и чистоту цели. Мы шли по ложному пути, и он закончился в городе, обращенном в пепел. В другом разрушенном городе мы сделаем первые шаги по пути истинному. Он укажет нам дорогу, и мы проведем ритуал памяти как положено, искренне и с достоинством. И император не будет держать нас за ошейник и оскорблять словно провинившихся псов». Аргилтал ждал чего-то в этом роде. Не надо было быть пророком, чтобы предсказать, что скажет примарх после приведения мира к согласию. Но то обстоятельство, что этот момент станет первым шагом к новой Одессеи, тревожило его и в то же время внушало любопытство. «Мне жаль, что братство капелланов так долго держало нас в неведении, но благодарю, что ты наконец-то со мной поговорил. До возвращения примарха мне почти не о чем рассказывать. По правде говоря, это никакой не секрет». Ксафин улыбнулся, и улыбка добавила тепла чертам его обветренного лица. Я полагаю, что по легиону уже и сейчас распространяются слухи. Авриллиант встретится с нами в центре города, как только мы уничтожим все остатки нечестивой жизни этого мира. И когда легион опустится на колени в пепле, это будет означать, что город погиб в пламени очищения. Вокс стреском ожил. «Сэр, сэр, это Аргелтал, говорит Аргал». «Капитан, прошу меня простить за очередной неприятный сюрприз, но ты себе представить не можешь, что я вижу». Аргелтал выдохнул колхидское ругательство, не предназначенное для канала связи. Необходимость употребления таких слов в этом мире начинала его утомлять. Пятеро воинов убивали молча. Их мечи вращались со скоростью и силой турбинных лопаток, рассекая конечности и тела, словно клочья тумана. Легион наконец проник вглубь города. И здесь силы империума столкнулись с сопротивлением людей. Армия искусственных существ, вероятнее всего, была уже разбита и сократилась до разрозненных малочисленных групп. Настал черед милиции и гражданского ополчения выйти на улицу с фактически бесполезным оружием и принять смерть, предпочитая ее капитуляции. Малокалиберные заряды отлетали от золоченой брони воинов, прорубавших себе дорогу в толпе, заполнившей улицу. Противостоящие им отряды милиции вели огонь из винтовок, которые стреляли пулями не крупнее самого мелкого калибра болтера. Связь цивилизации с человечеством до исторической эпохи не подлежала никаким сомнениям. Но эти люди сбились с пути и тем обрекли себя на гибель. Несмотря на неэффективное оружие, они упорно защищались в укрытиях или держали боевой строй, пока их не уничтожали. Их миру пришел конец, и последний из городов уже был объят пламенем. Бежать было некуда, да они и не пытались. Солдаты в серой, как здание города униформе, просто умирали. Щитки из обычного стекла не выдерживали даже ударов копий. И воины опрокидывали одну фалангу милиции за другой. Командира Кустодис, возглавлявшего атаку, было невозможно не узнать по коническому шлему, украшенному красным плюмажом в виде конского хвоста. Огромный двуручный меч в его руках описывал стремительные полукружья. Поднимался и падал, рубил и колол. Люди шарахались от него. Некоторые успевали закричать, но все, кто попадался ему на пути, неизменно разваливались на части. Он убивал, убивал и убивал, не упуская ни единого шанса нанести смертельный удар и ни на секунду не останавливаясь. Дорога под его ногами покраснела, давая начало реке, питаемой кровью. «Аквелон», сказал Аргелтал, глядя сверху на поле боя. Произнося это имя, он покачал головой, и в его голосе прозвучало искреннее восхищение. Никогда раньше не видел, как сражаются кустодис. На краю крыши, нависавшей над улицей, притаилось несколько несущих слова. Аргелтал, Торгал и его штурмовое отделение. Золотые воины с непревзойденной ловкостью продвигались вперед, и танец их клинков превосходил все, на что были способны смертные. «Никогда не видел ничего подобного», признался Торгал. «Может, мы к ним присоединимся?» Снизу над полем боя раздался клич «За императора!» Клич, который после монархии ни разу не срывался с губ несущих слова. «Странно, но теперь Аргелталу он казался совершенно чуждым». «Нет», ответил капитан, «Пока нет». Торгал, рассеянно поглаживая пальцем триггер активации цепного меча, понаблюдал за боем еще несколько секунд. «В их манере сражаться что-то не так», заметил он. «Какая-то странность, которой я никак не могу уловить». Аргелтал взглянул на Аквелона. Меч Кустодия по-прежнему неустанно обрывал жизни людей. И ничего странного в этом он не увидел, о чем и сообщил Торгалу. Торгал покачал головой, все еще не спуская глаз с Кустодия. «Я не могу сформулировать, но им чего-то не хватает. Они сражаются неправильно». На этот раз стоило Аргелталу снова посмотреть на уличное сражение. Он мгновенно увидел. В целом Кустодис вели бой почти так же, как и Астартес, и только опытный глаз мог бы заметить различия. В первый раз капитан сосредоточил свое внимание на одиночном воине. Но стоило взглянуть на сцену целиком. «Точно!» воскликнул Аргелтал. «Я тоже это вижу». «Но недостаток ли это?» «Возможно, по стандартам Астартес, которые жили и вели войны в соответствии с понятиями братства, заложенными в их генетический код, так оно и было. Но Кустодис были созданы более сложным и длительным способом, при помощи биологических манипуляций, в результате чего появились на свет телохранителей императора, не связанные узами верности ни с кем, кроме их верховного владыки. «Они не братья», сказал Аргелтал. «Посмотрите, как они двигаются. Взгляните, каждый ведет свой собственный бой, в одиночку, без чьей-либо поддержки. Они не такие, как мы, это не солдаты, а воины». От этой мысли у него по коже поползли мурашки. Таргал, похоже, испытывал то же самое, поскольку он озвучил вертевшиеся в голове капитана мысли. «Львы», произнес сержант, «они львы, а не волки, и охотятся в одиночку, а не стаей». «Золотые», добавил он, постукивая пальцами по своей броне, «не серые». «У тебя зоркий глаз, брат». Аргелтал продолжал внимательно следить за Кустодис. Теперь, когда он заметил их разобщенность, он больше не мог сосредоточиться ни на чем другом. Это был недостаток, причем серьезный, и компенсировало его только героическое мастерство воинов и слабость противостоящих им противников. Глядя на идущий внизу бой, он непроизвольно вздрогнул. В памяти всплыли давно знакомые слова императора, впоследствии ставшие основным принципом легионов Кустодис. Да не познают они страха. Аргелтал был одним из тех, кто воспринимал это изречение в буквальном смысле и полагал, что чувство страха отсутствует в его генокоде. Но поведение его кузенов, не имеющих братьев, вызвало в груди леденящий холод. При всем своем личном совершенстве они оказались лишены слишком многого. Не поддерживая братство, сказал он, они проигрывают в силе. Им недоступна тактика стаи, вера в тех, кто сражается рядом. Я подозреваю, что секрет таится в их природе, и генетический механизм запрограммирован только на один вид преданности. Возможно, их единственным братом является сам император. Наблюдательность не подвела Таргала и на этот раз. Они больше не вызывают у тебя восхищения, сказал он. Я понял это по твоему голосу. Аргелтал только улыбнулся, полагая молчание достаточным ответом. Внизу на улице Кустодис продолжали сражения. Похоже, у них неприятности. Один из воинов штурмового отделения показал на дальний конец дороги. Они увидели, что из проулка появилась стеклянная машина и направилась навстречу золотым воинам. На этот раз Аргелтал поднялся на ноги. Пошли, братья, посмотрим, как волки могут охотиться рядом со львами. «Как прикажешь», послышался дружный отклик, и десять ускорителей взревели одновременно. Приветствие Аквилона было сдержанным. Он воспроизвел знак Аквилы на фоне нагрудной брони, где уже красовался выгравированный двуглавый имперский орел. «Приветствую, капитан!» Аргелтал ответил другим салютом. Он ударил себя кулаком по груди в том месте, где билось сердце. Таким был символ верности императору еще в период объединительных войн. Кустодис рад был оказать услугу. Аргелтал одним из мечей показал наповерженную машину. Стеклянная конструкция неподвижно лежала на дороге, разбитая и окруженная трупами ополченцев. «Любопытно, капитан! Ты приветствуешь меня салютом, вышедшим из употребления еще до начала великого крестового похода. Несущие слова выстроились позади и вокруг капитана. И Кустодис тоже окружили своего командира. Это еще не было противостоянием. Однако никто из воинов не был настолько наивен, чтобы не заметить сгустившуюся напряженность. Аргелтал не попался на приманку. «Вам вроде бы нужна была помощь, и я рад, что мы оказались неподалеку». Аквелон усмехнулся и, не сказав больше ни слова, зашагал прочь. Остальные Кустодис последовали за ним, не соблюдая строя. Похоже, что Аквелон тоже не собирался заглатывать наживку. «Сэр!» окликнул капитана оторгал. «Мы пойдем с ними». Аргелтал невольно усмехнулся. «Да, хоть здесь и осталось сделать совсем немного, мы будем воевать рядом с ними». К рассвету утихли последние предсмертные судороги стеклянного города. Площадь, выбранная для сбора легиона, была более чем вместительной, но в то же время располагалась в самом центре города. Хрустальные башни, после проведенной терминаторами зачистки остались нетронутыми и окружали огромный парк. Под гусеницами танков и сапогами сотни тысяч астартес земля вскоре превратилась в грязь. Парк тянулся во все стороны на многие километры. В мирное время он служил горожанам местом отдыха и проведения праздников. Теперь здесь праздновалось их истребление и ирония происходящего доставляла Аргелталу некоторое удовольствие. Седьмая рота прибыла к месту сбора не первой но и далеко не последней и заняла отведенный ей сектор. Ксиню 73 и 4 его боевых робота знали свое место и не пытались приблизиться к месту построения несущих слова. капитан капитан и его младшие командиры попрощались с техноадептом на краю площади и Аргелтал оглянувшись напоследок увидел что жрец механикум стоит рядом с инкарнадином робот слегка ссутулился рядом со своим господином но все равно намного возвышался над аугментированным человеком безжизненные глаза линзы с постоянством камеры двигались из стороны в сторону а рука ксиню 73 рассеянно поглаживала броню машины словно мягкий мех домашнего любимца они стояли отдельно от астартес но далеко не в одиночестве карфагенская когорта состояла из десятков манипул в одной из которых входило четверо подопечных ксиню 73 в строй гордо встали около сотни роботов в красной с черным броне а значит помощи у отряда легио кибернетика приписанного к семнадцатому легиону запросили многие подразделения но лишь у некоторых боевых машин особо отличившихся в сражениях имелись пергаментные свитки с клятвами и молитвами все эти роботы хоть и принадлежащие к различным классам были занесены в архивы Fidelitas Lex как почетные члены легиона несущих слова Инкарнадин был одним из них на его лбу красовался еще и золотой символ зубчатого солнца Аквелон и Кустодис покинули их когда Аргелтал и его братья начали строиться всего хорошего капитан сказал их командир и отдал салют Аргелтал ограничился кивком и тебе тоже окули император после этого Кустодис прошли сквозь строящийся легион и встали отдельной небольшой группой сотни серых шлемов повернулись в их сторону следя за каждым движением воинов наблюдая осуждая и ненавидя Аргелтал и Ксафен направились в передние ряды где стоял магистр ордена Деймос и другие командиры зубчатого солнца несмотря на одержанную победу приветствия звучали довольно сдержанно Аргелталу потребовалось всего мгновения чтобы понять причину сколько времени ты провел с ними чуть ли не обвиняющим тоном спросил Деймос Аргелтал взглянул на табло хронометра своего визора восемь часов и сорок одну минуту Деймос не надевал шлем и на его морщинистом лице застыло выражение выжидания ну что ну спросил Аргелтал я сделал что-то не так нет конечно тебе есть о чем доложить да сэр Аргелтал смотрел ему прямо в глаза но это может подождать посмотри на них брат Деймос был слишком осторожен чтобы позволить себе даже жест но значение его слов не нуждалось в толкованиях посмотри как они стоят в стороне от нас и все же надеются услышать слова примарха кустодис прямые как копья выстроились в две шеренги по 10 человек их плюмажи развивались на ветру а алибарды были подняты как в приветствии императора они были продуктом усовершенствованного процесса по сравнению с массовым производством астартес и было легко вообразить этих золотых рыцарей лучшими представителями человечества уступающими только примархам для неопытных и нетренированных глаз такое предположение стало бы естественным но тот кто заметил их недостатки относился к кустодис более сдержанно Аргелтал все еще не мог решить как вести себя рядом с ними они великолепно сражались хотя их боевое искусство имело серьезный изъян аквелону было поручено наблюдать за легионом и докладывать о его действиях императору и все же он невзирая на раздражение вызывал симпатию все то время пока они сражались рядом и проявил себя отличным воином несущие слова уже выстроились под густо исписанным знаменем седьмой роты и символом зубчатого солнца ожидая пока их собратья тоже займут свои места карфагенцы тоже стоят в стороне от нас но они будут внимать словам примарха заметил Аргелтал это другое дело проворчал Деймос верховное духовенство карфагена еще сто лет назад принесло присягу и подписало обязательства с тех пор почти дюжина их машин зачислено почетными членами нашего легиона попомни мои слова Аврелиант прикажет им удалиться но они по крайней мере заслужили право стоять рядом с нами со временем Аквелон тоже мог бы его заслужить Деймос рассмеялся так что в их сторону повернулись головы ближайших воинов ты сам то в это веришь капитан Аргелтал отвел взгляд от строя кустодис нет мой лорд ни капли ослепительная вспышка телепортация еще не рассеялась а каждый воин уже заметил удивительную деталь Ларгар появился не в доспехах командира несущих слова а в одеянии архижреца их домашнего мира Корфаэрон и Эрип как все и ожидали и как того требовала традиция стояли по обе стороны от примарха но и они были одеты в облачение колхидского жречества и аугментированные тела скрывались под многослойными одеяниями пепельного цвета от порыва перемещенного воздуха на плече аргелтала взвились и затрепетали пергаментные свитки ряд за рядом начиная с переднего и заканчивая самым последним сто тысяч воинов встали на колени каждая шеренга опускаясь громко стучала керамитам о землю над океаном гранитово-серых доспехов остались только высоко поднятые знамена ларгар повторяя жест каждого капеллана в построенном перед ним легионе поднял на плечо свой крозиус ритуальное оружие несмотря на свою угрожающую мощь ничуть не противоречило мирному облику примарха отсутствие доспехов лишало ларгара возможности обращаться к воинам через вокс вместо этого слуги легиона запустили сервочерепа лишенные кожи отбеленные и аугментированные черепа бывших слуг легиона избранных для продолжения службы и после смерти гудящие антигравитационные установки удерживали их в воздухе в глазницы были вставлены пиктографы а зубы заменили решетки громкоговорителей один из них неспешно проплыл по воздуху мимо аргелтала и навел капитана на беспокойные мысли когда-нибудь такая же судьба может ожидать и кирену если ее желание служить легиону в ближайшие десятилетия не пропадет аргелтал поражаясь собственному беспокойству повернул голову вслед улетающему сервочерепу большинство смертных были бы рады даже такому подобию бессмертия но кирена что с тобой прошипел ксафин сосредоточься аргелтал снова повернулся лицом к примарху и вытянулся в струнку ларгар с особой тщательностью выбирал место своего появления и теперь стоял на небольшой возвышенности перед рядами поклявшихся ему в верности воинов капюшон медленно сполз с его головы открыв сильное и прекрасное лицо лицо его отца но расписанное золотом и с подведенными сурьмой глазами он словно сошел с фрески древнего гипта верховный жрец фараона обращающийся к верующим мои верные сыны раньше во время ритуала памяти вы всегда преклоняли колени как преклонили и сейчас но это было в прошлом несущее слово встаньте забыв о дисциплине астартес ошарашенные приказом примарха начали переглядываться церемония только началась и вдруг такой неожиданный приказ изумленные и смущенные астартес медлили с его выполнением встаньте повторил ларгар коротко рассмеявшись встаньте все сейчас не время демонстрировать свое почтение ксафин тут же поднялся и остальные капелланы тоже встали аргелтал глядя на своего друга немного помедлил но поднялся на ноги что происходит спросил он сейчас увидишь ответил ксафин следующие слова ларгара были обращены не к его сынам его поднятая рука блеснула золотом в рассветных лучах и указала на небольшую группу воинов на краю площади а это что спросил примарх сервочерепа донесли его слова до каждого воина легиона передавая мягкость голоса даже сквозь треск помех представленные к нам наблюдатели от имени 17 легиона я благодарю вас за помощь в приведении к согласию этого еретического мира два десятка кустодис в разнобой поклонились аргелтал находился слишком далеко чтобы услышать ответ аквелона но увидел что командир кустодис поклонился ниже чем его товарищи а потом показал рукой на выстроенный легион ответ ларгара прозвучал с той же вежливостью и мягкостью что и слова благодарности ты прав кустодий аквелон ваши отношения с 17 легионом были омрачены но сейчас я должен принести тебе свои извинения слова с которыми я хочу обратиться к своим сыновьям не предназначены для ушей посторонних и снова у аргелтала не было ни малейшего шанса услышать ответ аквелона аларгар улыбнулся и воспроизвел символ аквеллы когда примарх сформировал символ его золотые руки на фоне серого одеяния изобразили орла в точности повторявшего того что украшал нагрудники телохранителя императора аргелтал ничуть не сомневался что все присутствующие уловили символичность этого жеста мои сыны были посрамлены и пережили крах своей веры я привел их в этот мир не только для того чтобы перековать в битве но и для разговора о будущем взгляни на юг даже наши союзники механикум удаляются в знак уважения аргелтал оглянулся и увидел что слова примарха исполняются и воины механикум удаляются осталось лишь несколько роботов удостойных чести быть зачисленными в легион инкарнадин неподвижно замер и знамя несущих слова спадало с его плеча подобно королевской мантии ларгар улыбнулся точь в точь как его отец и не дал аквелону возможности ответить у каждого легиона есть свои обычаи и традиции аквелон ритуал памяти как раз из их числа не станешь же ты навязывать свое присутствие волкам руса когда они оглашают воем каменные курганы своих павших посмеешь ли нарушить медитации сынов проспера когда они размышляют о человеческих возможностях после этого аквелон шагнул вперед пролетавший сервочереп подхватил его ответ и передал слова всему легиону если император возлюбленный всеми поручил бы мне наблюдать за этими легионами ларгар всплеснул руками а выражение его лица стало настолько снисходительным что граничилось насмешкой я присутствовал когда мой брат жилиман передавал тебе приказ аквелон твой долг убедиться в том что несущие слова целиком и полностью следует принципам великого крестового похода и я и все мы благодарим тебя за поддержку но сейчас ты нарушаешь приличия ты проявляешь неуважение к нам и попираешь наши традиции я не хочу никого оскорбить возразил аквелон но мой долг обозначен предельно ясно ларгар кивнул изобразив сочувствие это было явной показухой и аргелтал никак не мог решить смеяться ему или стыдиться но давай не будем нарушать пределы полномочий сказал примар ты не имеешь права постоянно следить за мной словно тюремный надзиратель я сын императора созданный его искусством и призванный творить его волю а вы все стая генетических игрушек собранных в лаборатории из ошметков биомассы вы настолько ниже меня что я не помочусь на вас даже если вы будете корчиться в пламени и так во избежание будущих недоразумений буду говорить предельно ясно аквелон сделал еще шаг вперед но ларгар заставил его остановиться произнеся одно лишь имя корфаэрон как только слова отзвучали на канале вокса заскрежетал голос первого капеллана всем несущим слово взять на прицел кустодис в отличие от приказа встать с колен этот не вызвал ни малейших сомнений тысячи и тысячи несущих слова подняли болтеры и активировали цепные мечи прощайте сказал ларгар сопровождая слова отеческой улыбкой отца до скорой встречи на орбите два сервитора подняли громоздкий телепортационный маяк размерами и формой напоминающий усиленную нефтяную бочку бионические рабы выкатились из передних рядов астартес и бесцеремонно сбросили на землю шедевр инженерной мысли воплощенный в бронзе и черном железе пока аквелон не шелохнувшись смотрел на ларгара маяк покачнулся и опрокинулся в траву можете воспользоваться этим для возвращения на фиделитас лекс продолжил примарх идите с миром хорошо аквелон нерешительно помедлив наклонился и поставил маяк вертикально как прикажешь примарх он просто так ушел спросила кирена ее нос наморщился но аргелтал не понял было ли это выражением смущения или недовольства у него не было выбора ответил капитан а что случилось потом а потом примарх смотрел на легион так долго что казалось прошла целая вечность и прежде чем снова заговорить он улыбнулся а о чем он говорил о двух вещах аргелтал отвел взгляд от ее лица во первых о древнем обычае паломничества в поисках того места где смертные встречаются с богами и еще он говорил о колхиде о твоем домашнем мире в ее голосе прозвучало благоговение колхида колыбель ангелов да сказал аргелтал наблюдая выражение восторга на ее лице мы возвращаемся домой глава девятая алый король город серых цветов блаженная колхида страдающий от жажды мир в зависимости от говорившего эти слова произносились либо с усмешкой либо с проклятиями в любом случае они были правдивы континенты постоянно испытывали жажду и сам мир был отмечен воспоминаниями планета втрое превосходила землю размерами но далеко не так густо населена и на один оборот вокруг безжалостного солнца ей требовалось почти пять тиранских лет она и сама вращалась очень неторопливо один день длился целую тиранскую неделю а неделя была равна месяцу с орбиты ее поверхность выглядела картиной составленной из суровых горных хребтов и золотисто-коричневых пустынь пересекаемых тонкими нитями рек в таких же засушливых землях которые впоследствии назовут колыбелью цивилизации появились на свет древние прародители человечества первые мужчины и женщины мира больше не называемого землей колхида сохранила свою первобытность поскольку человечество зародилось на похожих просторах колхида была похожа на землю какой она могла стать а не на терру какой она стала на протяжении многих поколений население распространялось по засушливым континентам но большинство городов вырастали вдоль побережий города государства поддерживали между собой связь посредством океанских и воздушных торговых путей поскольку путешествия по пустынным плата были бы безрассудной глупостью в отличие от большинства других миров империума колхида не была защищена огромными орбитальными платформами и что более показательно вокруг планеты почти не было промышленных космических станций предназначенных для снабжения и дозаправки паразитических экспедиционных флотилий во время их крестового похода по галактике колхида еще не избавилась от шрамов оставленных эрой чудес окончившиеся в пламени в этом отношении она была эхом будущего уже сошедшего на кхур на поверхности планеты чернели руины погибших городов уничтоженных в незапамятные времена и невосстановленных с тех пор новые города возводились в других местах и в них зарождалось новое более простое и спокойное общество судя по древним руинам в колхиде когда-то царила технократия хотя покинутые развалины почти ничего не могли рассказать о причинах ее падения население утраченного царства можно было увидеть и на орбите где парили мертвые обломки космических доков прикованные к планете и не распадающиеся окончательно уже на протяжении нескольких тысячелетий в окрестностях колхиды редко появлялись межзвездные флотилии и причина тому крылась не в недостатке горючего для дозаправки ходили упорные слухи о неблагоприятных условиях ближайших маршрутов и их подогревал тот факт что неподалеку полностью исчезла 2178 экспедиция взгляд колхиды был обращен внутрь а возможно и в прошлое и правители планеты отказывались убрать с орбиты свидетельство темной эры технологии и игнорировали все имперские эдикты о строительстве новых орбитальных баз единственной уступкой стало разрешение механику Марса посещать эти безмолвные кладбища и забирать оттуда все что им понадобится что те и сделали с большим энтузиазмом и с не меньшей для себя выгодой этот мир не был заколдован да и ни один имперский служащий не позволил бы себе употребить это смехотворное суеверное утверждение из прошлых времен но связи колхиды с другими мирами империума все же оставались весьма скудными а ее нежелание снабжать великий крестовый поход неизменным многие говорили что подобное небрежение могло происходить только от самого Ларгара семнадцатого сына императора поскольку ни один служащий империума независимо от его ранга не мог бы позволить миру оставаться настолько странным и провинциальным в столичном городе планеты варадише на огромных воротах что вели к башенному храму завета висела золотая табличка на ней были выгравированы приписываемые Ларгару слова произнесенные во время разговора с отцом сам примарх никогда не признавал их авторство но и не опровергал его забери меня из моего дома и я стану странствовать между звездами твоей империи но оставь колхиду такой какой я ее создал планетой спокойствия и процветания кроме того те немногие кто был очевидцем подобных событий утверждали будто примарх каждый раз проходя мимо этой таблички улыбался и проводил пальцами по гравировке но колхида не была лишена технологических благ несмотря на нежелание ее правителя снабжать армии императора планета пользовалась всеми достижениями империума ауспики в наблюдательных башнях варадиша быстро засекли бурную активность на орбите и пульты сканеров замигали от обилия полученных сигналов прошло немало лет прежде чем Уризен вернулся домой и на этот раз его кое-кто поджидал корабль носил гордое имя в честь легендарного города из мрачных глубин сложной мифологии проспера в небесах колхиды сетьхемра был единственным живым кораблем и оставался на орбите но не активировал ни орудий ни оборонительных щитов неприхотливый боевой крейсер казалось не возражал против молчаливого ожидания на геоцентрической орбите и спокойно купался в яростных лучах местного солнца реальность открылась рваной раной и из бездны вырвалась флотилия несущих слова мощные двигатели разгоняя тьму понесли корабли к домашнему миру повелитель несущих слова пребывая в стратегиуме Фиделитас Лекс увидел на экране приближающийся красный корабль Ларгар улыбнулся и закрыл глаза сдерживая нахлынувшие чувства приветственное послание доложил вахтенный офицер предоставить канал приказал Ларгар не переставая улыбаться он открыл глаза и увидел на мониторе зернистое изображение с капитанского мостика другого корабля экран явил его взору гиганта в ничем не примечательном черном кольчужном доспехе и окружавших его членов экипажа его кожа потемнела до цвета меди словно после многих дней проведенных под чужими солнцами а шлем венчал плюмаж из пучка красных волос один глаз отсутствовал и на его месте виднелся сморщенный шрам второй глаз сверкал цветом не поддающимся определению из-за плохого качества связи это смахивает на мелодраму брат приятным баритоном произнес гигант у тебя так много кораблей а я привел всего один ты пришел откликнулся ларгар не переставая улыбаться конечно пришел но ты заставил меня пересечь половину империума и я хотел бы узнать причину такой спешки я все тебе объясню обещаю встреча с тобой радует мое сердце и я тоже рад тебя видеть прошло немало времени но брат гигант нерешительно помедлил до меня дошли слухи о монархии это правда улыбка исчезла не сейчас сказал ларгар и не здесь хорошо согласился магнус красный встретимся в городе серых цветов жизнь жизнь в пустыне это всегда борьба за существование на колхиде как и во множестве других засушливых миров империума местным обитателям тоже приходилось всеми силами бороться с климатом для людей это означало возведение прибрежных городов колоссальных водоочистительных станций ирригационное земледелие и необходимость приспосабливаться к сезонным разливам быстрых рек пронизывающих пустыни кровеносными артериями варадиш святой город являлся средоточием всех этих усилий обширные орошаемые поля тянулись от его стен знаменуя победу человеческой изобретательности над природой колхида страдала от жажды но величие человеческого разума проявлялось здесь в полном блеске для других форм жизни не способных влиять на окружающие их условия приспособление и эволюция шла рука об руку в измученных засухой равнинах многие растения обзавелись опушенными тонкими волосками листьями что помогало удерживать больше влаги во время редких дождей и противостоять иссушающим ветрам колхида выдвигала строгие требования к своей флоре и фауне все эти формы жизни за прошедшие годы были занесены имперскими учеными в каталоге и мгновенно забыты все кроме одного дикого цветка произраставшего в сыпучих пустынях цветка имевшего для жителей колхиды слишком большое значение чтобы его проигнорировать лунная лилия обладала серебристыми листьями способными отражать большую часть лучей жестокого солнца и это позволяло пожертвовать фотосинтезом во имя выживания хрупкая и прекрасная лилия служила подарком влюбленным украшала все свадьбы и празднества а тех кто владел искусством разведения и ухода за этими цветами уважали наравне с учителями и жрецами на всех городских балконах особенно на башнях завета огромные грозди белых цветов и серебристых листьев выделялись на фоне стен из желтоватого камня название Варадиш было принято в документах империума во время религиозных церемоний правящие касты столицу называли не иначе как святым городом а для большинства жителей колхиды Варадиш всегда оставался городом серых цветов в честь возвращения легиона в домашний мир все улицы заполнили толпы народа и когда первая грозовая птица золотой гриф с ревом приземлилась неподалеку от башенного храма люди уже с нетерпением ждали возможности увидеть возвратившегося мессию и прибывших с ним пилигримов аргелтал подходил к проблеме аккуратно и издалека он не мог предугадать реакцию кирены на поверхности планеты тебе придется соблюдать осторожность сказал он путь от руин 47-16 занял 4 месяца 4 месяца полета по спокойным просторам варпа 4 месяца молитв и тренировок 4 месяца рассуждений ксафина о старой вере и о скрытых истинах возможно содержавшихся в легенде о паломничестве аргелтал сам не мог определить во что он верит и чужие сомнения его не волновали он проводил много времени с киреной поддерживал боевой дух седьмой роты а также проводил учебные бои с аквелоном кустодий оказался сущим кошмаром для любого противника и оба воина получали немалое удовольствие от каждого сражения их никак нельзя было назвать друзьями но невольное восхищение стало достаточным поводом для частых встреч в тренировочных отсеках с учетом этих четырех месяцев перелета на колхиду аргелтал и братство зубчатого солнца уже больше полугода отсутствовали в своей экспедиционной флотилии немногие дошедшие до них сообщения свидетельствовали о том что 1301 экспедиция продолжает слать братству зубчатого солнца призывы вернуться поскольку упорное сопротивление согласию очередного мира требовало помощи Астартес флотилия была не слишком большой и без контингента легиона полностью увязло в конфликте одно из таких посланий было адресовано лично ему как командиру роты оно пришло от командующего флотилией балака торва ветерана космических войн но как он сам признавал не обладающего даром предвидения в операциях на поверхности мы направляем основные силы на штурм одной из горных крепостей но они пользуются любым преимуществом ландшафта а продвижению наших отрядов бронетехники препятствуют бесконечные засады в предгорьях жаль что здесь нет тебя командир роты клинки седьмой могли бы быстро и эффективно выполнить всю работу Аргелтал сохранил послание в памяти информационного планшета в качестве эпитемии время от времени он открывал страницу и перечитывал его получая горькое удовольствие от чувства бессилия ждать осталось недолго посетив колхиду а не вернуться к великому крестовому походу у примарха здесь имеется какое-то дело и говоря откровенно пребывать в домашнем мире было очень приятно Аргелтал не ступал на его землю уже три десятилетия как я сказал тебе придется соблюдать осторожность на поверхности повторил он Кирена сильно изменилась изможденная тень с рыданиями покидавшая развалины идеального города бесследно исчезла я не понимаю сказала она ее невидящие глаза были закрыты эту манеру она неосознанно приобрела за последние несколько месяцев беседуя Кирена укладывала волосы в прическу казавшуюся Аргелталу излишне сложной ее руки двигались медленно и то что не видели глаза познавалось прикосновениями он смотрел на нее с удовольствием и эта привычка стала чем-то вроде запретного наслаждения хотя между ними не было никакого влечения он часто ловил себя на том что любуется ее движениями такими мягкими и осторожными словно женщина постоянно опасается повлиять на окружающий мир казалось что она старается не оставлять отпечатков пальцев ни на одном из предметов но ни страха ни сомнений в ее поведении не было только внимание и осторожность капитан пришел в полном боевом облачении но без шлема с непокрытой головой чтобы кирена слышала его собственный голос а не динамики она понемногу училась отличать его голос от голоса ксафина в основном благодаря разнице в акцентах гортанный говор аргелтала звучал отрывисто почти грубо тогда как ксафин выходят с урала на терре нередко превращал эс в зе капеллан говорил как иностранный дипломат а капитан словно бандит или уличный мальчишка чего ты не понимаешь спросил он она поиграла прядью волос упавшей на щеку я не понимаю почему мне надо быть осторожной это был непростой вопрос население домашнего мира проявляло огромный интерес кастартес и испытывала гордость по поводу новых завоеваний своих высоких покровителей и потому из легиона на колхиду постоянно поступали известия отцы и матери внимательно прислушивались к новостям в надежде получить хоть крохи информации о своих сыновьях забранных из семьи еще в детстве для преобразования в астартес духовенство завета черпала в словах примарха вдохновение для своих проповедей связь поддерживалась через астропатов посылавших короткие психоимпульсы своим напарникам в домашнем мире с башен святого города несколько раз в неделю транслировались новости о продвижениях легиона и эти передачи неизменно привлекали толпы слушателей каждый раз когда легион приводил к согласию очередной мир завет устраивал в городе празднества для всех его обитателей все абсолютно все слушали донесения из монархии знали об унижении легиона несущие слово на коленях император безвозвратно разрушил имперское кредо возвращение флотилии в домашний мир на этот раз было отмечено мрачной серьезностью поскольку все понимали что речь идет не только о посещении родной планеты и кроме того были еще и выжившие жители монархии легион обнаружил несколько живых людей в развалинах города и кирена стала одной из семи спасенных известия об этих святых беженцах распространились по всей колхиде они стали живыми мучениками извлеченными из праха и унижения легиона завет слал во флотилию легиона страстные прошения умоляя примарха позволить беженцам вступить на землю колхиды и возможно даже стать членами святого ордена семь имен уже звучали в ежедневных молитвах наравне с именами святых все это трудно поддавалось объяснению и даже Аргелтал узнал о популярности беженцев только час назад братство трона из костей высадилось на планету вскоре после примарха и четверых прибывших с ним беженцев встречали восторженные толпы жителей каждое их слово тщательно записывалось имена скандировали на улицах и люди стремились к ним прикоснуться в надежде получить частицу их божественного везения на корабли флотилии немедленно были отправлены послания предупреждавшие все ордена в которых появились беженцы что в городе серых цветов их ждут не меньше чем самого примарха тебе надо быть осторожной из-за того что на поверхности планеты могут встретиться люди желающие получить твое благословение и приблизиться без предупреждения это может сбить тебя с толку ее одежда слуги была очень простого покроя но кирена аккуратно разгладила ее все равно я не понимаю почему они так хотят нас увидеть ты икона сказал он живая икона мученик но не мертвый а выживший ты заплатила за невежество колхиды и тем самым заслужила наше общее огромное уважение мне передали что вас семерых связывают с судьбой всего легиона отражение неудачи надежда на будущее твоя жизнь это урок который все мы должны усвоить она повернула лицо в его сторону хотя и не видела собеседника это весьма поэтично для тебя капитан лучше объяснить я не в силах так я икона для них он надел шлем все вокруг окрасилось синевой и на дисплее появилась информация о цели голос превратился в рычание вокса не только для них спуск на колхиду длился не больше двадцати минут в рубке громового ястреба аргелтал стоял за спиной молнора занявшего место пилота они спустились к иссохшей земле и уже приближались к глинобитным стенам города оставив позади пустыню отставший на горизонте панорамы города захватывало дух повсюду насколько доставал глаз поднимались желтоватые здания и кирпичные башни на юге текла великая река Франис широкая сапфировая дорога сверкающая в солнечных лучах в просторной акватории неторопливо двигались речные боржи и громоздкие грузовые суда десантный катер легиона восходящее солнце говорит контрольный пункт западного сектора ответьте пожалуйста аргелтал находился под шлемом это не предвещало ничего хорошего бдительные стражи заметил молнор протянув руку кнопки активации вокс передатчика восходящее солнце на связи восходящее солнце подтвердите пожалуйста присутствие на борту блаженной леди кого молнор отключил канал связи и через плечо оглянулся на аргелтала капитан аргелтал пробормотал колхидское ругательство я думаю они имели ввиду это наверное шутка проворчал молнор у меня мурашки по коже сказал аргелтал это не шутка говорит восходящее солнце произнес в микрофон молнор повторите пожалуйста восходящее солнце говорит контрольный пункт западного сектора подтвердите пожалуйста присутствие на борту блаженной леди не знаю проворчал молнор это зависит от того что вы имеете ввиду голос на другом конце вокс канала выдал пояснение и координаты приземления ситуация выходит из-под контроля заметил молнор капитан кивнул будь на готове ты сам вызвался в отряд сопровождение как прикажешь громовой ястреб лишь слегка вздрогнул коснувшись посадочной платформы я что-то слышу сказала Кирена она стояла в грузовом отсеке между Ксафином и Таргалом двигатели снижают обороты пояснил Таргал отлично зная что это не так он уже выглядывал из окна рубки перед самой посадкой и как всякий другой Астартес обладал усиленным слухом позволявшим легко отличить уменьшающийся рев двигателей от звуков за бортом катера нет возразила Кирена это голоса я слышу голоса Аргилтал вышел вперед и приготовился открыть люк и спустить трап молнор выскочил из рубки и торопливо спустился в грузовой отсек отсалютовав Аргилталу он занял позицию за спиной уроженки монархии Кирена ты можешь растеряться прошедший через вокс канал голоса Аргилтала звучал почти угрожающе но не бойся мы все четверо постоянно будем окружать тебя молнор сзади торгал слева ксафен справа а я пойду впереди нам предстоит небольшой переход до монастырской башни где ты и останешься а что происходит спросила она все четверо воинов отчетливо слышали как участилось ее сердцебиение гулка отдававшаяся в грудной клетке что случилось тебе не о чем беспокоиться заверил ее ксафен это было все что он произнес пока не надел шлем мы будем рядом но все будет хорошо пообещал Аргилтал и открыл люк в грузовой отсек хлынули потоки солнечного света и приветственные возгласы многотысячной толпы день будет долгим вздохнул Таргал предсказание Таргала полностью сбылось события этого дня несомненно потрясли Кирену но все Астартес утверждали что она держалась прекрасно на колхиде всегда царили мир и порядок и жители города серых цветов превыше всего почитали своих духовных лидеров в менее цивилизованных мирах восторженная встреча беженцев из монархии могла перерасти в бурные празднества граничащие с беспорядками но здесь люди приветствовали Астарте с криками стоя по обе стороны дороги и бросали под ноги лепестки лунных лилий сразу после выхода из катера Кирена невольно поднесла руку к губам потрясенная обрушившаяся на нее стеной звуков латная перчатка к Сафина ободряюще коснулась ее плеча в нескольких шагах впереди Аргелтал выругался на непонятном ей языке а затем они пошли в оглушительном шквале приветствий Кирена лишилась своего второго чувства она уже привыкла воспринимать окружающий мир на слух но волна громких приветствий смыла все остальные звуки и это испугало ее несколько раз она протягивала руку чтобы кончиками пальцев прикоснуться к холодному металлу силовой установки на спине Аргелтала они близко спросила она Кирене казалось что толпа подступила вплотную они до тебя не дотронутся вроде бы эти слова произнес Таргал но из-за фильтров шлема Кирена не могла определить точно мы стоим между ними и тобой маленькая госпожа точно это Таргал только он один так ее называет а они будут прикасаться к вашей броне спросила она на счастье нет это противоречит нашим традициям на этот раз она решила что ответил Ксафин но больше он ничего не сказал крики не утихали толпы людей скандировали то ее имя то присвоенный ей титул сколько их здесь ослабевшим вдруг голосом спросила Кирена тысячи ответил один из несущих слова вихри криков было трудно определить с какой стороны раздавался голос мы уже почти пришли это определенно Аргил Тал несмотря на шлем она сумела распознать акцент капитан никак не мог справиться со своей тревогой он ощущал во рту ее едкий медный привкус Аргил Тал постоянно сканировал толпу и рамки прицела перескакивали с одного крестьянина на другого встречающие выстроились вдоль обочин улиц ряд за рядом их слишком много для обычного возвращения домой сэр окликнул его по оксу Молнор а свитки с обетами действуй благодарю сэр Молнор покинул строй и направился в толпу горожане тут же стали падать на колени и опускать взгляды без особой торжественности но весьма аккуратно сержант отстегнул пергамент с правого наплечника он скатал его в рулончик и протянул одному из стоящих на коленях обывателей старик принял его дрожащими руками тряслись ли они от волнения или просто от старости было неясно но сверкнувшие влагой глаза свидетельствовали о его восторге благодарю высокий господин сказал старик и в знак уважения прижал свиток к колбу на голени Малнора имелся еще один свиток он снял его и предложил молчаливо плакавшей женщине дать не зайдет на тебя благословение прошептала она и прижала пергамент к колбу как до этого сделал старик из пламени праведности нараспев произнес Малнор через кровь очищения мы несем слово ларгара истинно хором отозвались стоящие поблизости горожане Малнор в знак признательности склонил закрытую шлемом голову и вернулся к своим братьям что случилось спросила Кирена почему мы остановились получить свиток с доспеха фастартес считается благословением пояснил Аргелтал спустя несколько минут Аргелтал опять остановил процессию и протянул свиток с обетом молодой матери державшей на руках ребенка она приложила пергамент к колбу сына потом к своему лицу как твое имя воин спросила она задрав голову чтобы на него посмотреть Аргелтал Аргелтал повторила она с этого дня мой сын будет носить это имя если фигура облаченная в боевой доспех могла выражать смущение капитан выглядел именно так я польщен сказал он всего хорошего добавил он и вернулся к небольшой группе Таргал сверху вниз посмотрел на хрупкую фигурку Кирены а ты помнишь мой свиток с обетом маленькая госпожа а ты примешь мой свиток с обетом маленькая госпожа предложил он я теперь не слишком много читаю она улыбнулась открыто и искренне но спасибо тебе Таргал после недолгой прогулки по улицам которых она не могла видеть остаток дня Кирена провела в одном из храмов завета Аргелтал и его офицеры находились с ней все время пока чрезмерно ревностные жрецы задавали ей бесконечные вопросы вместо стула ей словно царственной особе предложили прилечь на кушетку со множеством подушек но великолепное ложе оказалось неудобным и Кирена долго ворочалась пытаясь найти подходящее положение в конце концов она села и выпрямилась как на обычном стуле что ты увидела в последний момент перед тем как лишиться зрения спросил один жрец опиши огненный дождь настойчиво требовал другой расскажи как падали городские башни вопросы продолжались без конца и Кирене стало любопытно сколько человек ее расспрашивают в комнате было холодно а наличие слабого эхо говорило о том что они находятся в огромном зале кроме голосов вокруг постоянно слышался гул от которого ей хотелось стиснуть зубы одно дело узнать гудение работающих доспехов Астартес но совсем другое к нему привыкнуть ты ненавидишь императора спросил жрец что произошло после крушения города задал вопрос второй ты убила кого-то из своих обидчиков как тебе удалось ускользнуть будешь ли ты служить завету в качестве верховной жрицы почему ты не приняла предложение легиона заменить глаза ответ на этот вопрос очень заинтересовал жрецов Кирена притронулась пальцами к своим глазам и стала объяснять в моем мире существует поверие что глаза это окна души в ответ послышалось негромкое перешептывание не предназначавшееся для ее слуха как странно заметил один из них неужели ты опасалась что душа покинет твое тело через пустые глазницы и из-за этого отказалась нет ответила Кирена дело не в этом тогда просвети нас пожалуйста блаженная леди она все еще смущенно ежилась и всхлипывала всякий раз как только слышала этот титул у нас говорили что те кто носит чужие глаза в этой жизни никогда не попадут в рай наши жрецы заверяли нас что в искусственных глазах сервиторов видят души проклятых и осужденных на некоторое время воцарилась тишина и ты веришь заговорил потом один из жрецов что твой дух останется запертым в твоем мертвом теле если ты откажешься от своих пусть и слепых глаз от такого предположения она невольно вздрогнула я не знаю во что верить но я еще подожду может зрение вернется такая вероятность еще сохраняется довольна прогудел голос и звук с динамика вы смущаете ее кроме того я дал слово уризену что к полуночи доставлю ее в башенный храм но времени еще достаточно чтобы при всем моем уважении жрец тебе лучше помолчать аргелтал подошел ближе и у кирены свело зубы от гула его доспехов идем кирена примарк ждет сможет ли блаженная леди посетить нас завтра раздался им вслед тонкий голос одного из жрецов ни один из астартес даже не потрудился ответить снаружи ее снова поджидала толпа кирена улыбнулась повернувшись на крики и слегка помахала рукой хотя щеки запылали от смущения и неуверенности первым и главным для нее стало желание скрыть свою неловкость она никогда к этому не привыкнет и будет ненавидеть это пока все не закончится само собой или пока она не покинет колхиду мы могли и не уходить сказала она я бы смогла ответить еще на какие-то вопросы я все правильно сделала ответ аргелтала донесся сквозь шум толпы приношу свои извинения за то что воспользовался твоим именем как предлогом сказал он но тянуть допрос дальше не имело смысла некоторые вопросы были абсолютно бесцельными на другие мы давно ответили в рапортах из легиона они просто скучные и самодовольные бюрократы разве это не кощунство противится воля завета нет сказал капитан это было тактическое отступление перед лицом превосходящей скуки кирена улыбнулась этим словам и астартос повели ее дальше меньше чем через три минуты когда кирена уже набрала в грудь воздуха чтобы отметить теплоту ночного ветерка дувшего из пустыни сверху вдруг раздался грохот как будто сразу разбились сотни окон она не могла этого видеть но четверо ее провожатых немедленно замерли и уставились на башенный храм спиральную башню из желтоватого камня самую высокую в городе и расположенную в его центре приветственные крики толпы сменились шепотками и всхлипами двое астартос кто именно она не смогла определить стали монотонными вокс-голосами читать молитвы прославляющие примарха что случилось спросила она идем приказал ксафин кто-то схватил ее за локоть и потянул вперед так что кирене пришлось бежать доспехи приспосабливаясь к другому темпу отозвались недовольным рычанием что происходит снова попыталась она выяснить что это был за грохот взрыв это обсерватория примарха наверху центральной башни ответил аргелтал что-то неладное глава 10 право возглавить легион империи страдания часом и за кем-то и из башеного храма ковенанта открывался ни с чем несравнимый вид на ворадиш и до примарха наблюдавшего запускавшимся к горизонту солнцем доносились запахи пряностей цветов и горячего песка магнус стоял рядом все в той же черненой кольчуге И на его медной коже местами поблескивали капельки пота. Из двух братьев Магнус был более высоким, и даже до потери глаза мало напоминал их царственного отца. Ларгар же являл собой образ императора в его неведомой юности, вечно тридцатилетней. — Ты здесь славно поработал, — сказал Магнус, обозревая Ворадиш. — Спиральные башни, украшенные покатыми спусками, словно изогнутые рога. Море красновато-желтых зданий. Огромные плантации лунных лилий, растущих в неплодородной почве, готовых разбрасывать свои цветы по улицам и балконам города. Я видел тиску, Ларгар искренне улыбнулся. И я польщен, что ты, покинув свой город света, еще хвалишь работу моих людей в этом мире. Магнус рассмеялся. Так раскатисто, словно сошла далекая лавина. Подумать только, такая красота создана из речного песка и прессованной грязи. Город серых цветов кажется мне раем, Ларгар. Ты с непревзойденным искусством соединил технологии и древность. Это наводит меня на мысль о тех первых городах, возведенных человечеством в пустынях, которые они были вынуждены называть своим домом. Ларгар тоже засмеялся и покачал головой. Брат, я не видел ничего подобного в свитках. И я тоже, улыбнулся одноглазый король. Только в видениях, во время медитации, во время странствий по волнам и глубинам Великого океана. Улыбка Ларгара стала шире. Считая остальных своих братьев ограниченными, он сильнее всего был привязан к Магнусу. И не только потому, что он был первым встреченным братом. А потому, что Магнус был одним из немногих, на кого повелитель несущих слова мог положиться. Остальные братья в той или иной степени были жестокими дикарями, хладнокровными орудиями войны или тщеславными полководцами. Кроме Хоруса, конечно. Ненавидеть Хоруса было невозможно. Он любил Магнуса, потому что с ним было приятно поговорить. Но никогда не считал себя равным ему. Психические способности Магнуса были исключительны. Братья часто обсуждали то, что Магнус видел во время духовных путешествий по бесконечности. Прошлое, будущее, сердца и мысли людей. Кайрус произнес Магнус более мягким тоном. Александрон. И в первую очередь Бабалун. Поскольку там имелся огромный висячий сад. Вроде тех, что венчают твой город наподобие серебряной короны. Эти слова согрели душу Ларгара. Красоты прошлого, возрожденные благодаря человеческому вдохновению. Как я уже говорил, сказал он, это не мой город. Я приложил руку к его устройству. Но нельзя приписывать все здешние чудеса мне одному. Опять твоя вечная скромность. В голосе Магнуса прозвучал тончайший оттенок раздражения, возможно предвещавший очередную нотацию. Ларгар, ты тратишь свою жизнь на других. Но есть черта, за которой самоотверженность становится пагубной. Если ты занят только тем, что поднимаешь из невежества народы, где ты найдешь время, чтобы самому узнать больше? Если ты стремишься только к великой цели, какая радость от твоей жизни? Смотри в будущее, но цени настоящее. Ларгар кивнул в ответ на слова брата и продолжал наблюдать заход солнца. Над самым горизонтом светило немного потускнело, но осталось еще достаточно ярким, чтобы причинять боль глазам смертных. Ларгар же подобные мелочи ничуть не беспокоили. Еще одна процессия, сказал он, увидев, что дальняя улица запружена толпой гуляющих. Ты говоришь об этом с грустью, заметил Магнус. Люди радуются твоему возвращению домой, брат. Разве тебя это не воодушевляет? Говоря откровенно, воодушевляет. Но эта процессия не в мою честь. Шествие посвящено беженцам из монархии. Я приказал привезти их сюда после заката. Судя по размеру толпы, могу предположить, что эта процессия чествует блаженную леди. Магнус оперся огромными руками на ограждение балкона. Словно так мог лучше рассмотреть далекую улицу. А почему одного из беженцев почитают больше, чем остальных? Так получилось. Ларгар кивнул в сторону процессии. Она единственная женщина. И, как мне говорили, необычайно красива. Кроме того, она стала единственной очевидцей крушения монархии. Орбитальная бомбардировка лишила ее зрения. Такие жертвы привлекают внимание масс. Патрициальное лицо Магнуса посуровело. — Брат, в твоих словах я слышу отголоски размышлений Корфаэрона. Я уже предупреждал, чтобы ты не слишком внимательно и не слишком часто прислушивался к его речам. Горечь сжигает его изнутри. Ларгар покачал головой. Его беспокоит собственная неполноценность. Только и всего. Но ты ошибаешься. Эти беженцы не имеют к Корфаэрону никакого отношения. Хотя я подозреваю, что завет сильно надеется извлечь выгоду из их популярности. И я приказал привезти их сегодня сюда только потому, что хотел с ними встретиться. Ни больше, ни меньше. Это объяснение удовлетворило Магнуса. В комнате установилась тишина. Как часто бывает между братьями, это было спокойное молчание. Не менее важное, чем слова, которыми они обменивались. Осталось решить лишь одну небольшую проблему. Как такое могло произойти? После долгой паузы спросил Магнус. Мне известно о религиозных войнах Калхиды. Помню тот день, когда прибыл сюда вместе с отцом. И ты предложил ему мир, преисполненный благоговения. Но падение было таким стремительным и глубоким. Как могло дойти до этого? Ларгар не ответил на взгляд брата. Он продолжал смотреть на раскинувшийся внизу город. Весь этот мир горел в пламени крестового похода, начатого мной два столетия назад. Я грезил пришествием Бога. Меня терзали галлюцинации, видения, кошмары и обмороки. Ночь за ночью, без всякого перерыва. Порой я просыпался на рассвете и видел, что из ушей и глаз течет кровь. А в мозгу пылал облик отца. Конечно, я был слишком молод и наивен, чтобы понять, кто я. Откуда мне было знать, что за сила бурлит во мне и рвется наружу? Я не такой, как ты. И не мог с рождения контролировать свое шестое чувство. И я не рус, чтобы на мой вой отвечали все крестные волки. Мои силы проявлялись внезапными приступами. То во время празднеств, то в периоды уныния. Лишь в возрасте восьми лет я узнал, что люди могут видеть не только бесконечные кошмары, но и приятные сны. Это открытие потрясло меня до глубины души. Магнус молчал. Несмотря на их близость и частые беседы, он никогда не слышал от брата подобных откровений. Ларгар, продолжая, прикрыл глаза. Во имя своего отца я вел священную войну, а он спустился с небес, увидел океаны крови и слез, пролитых в его честь, но едва ли обратил на это внимание. Всю свою молодость я корпел над писаниями и религиозными уставами, готовясь к приходу Мессии. Я верил, что он придаст смысл человеческой жизни, смысл, который пытаются отыскать тысячи цивилизаций, но я ошибся. Император принес смысл, сказал Магнус, но не тот, на который ты надеялся. Он принес столько же вопросов, сколько и ответов. Отец полон тайн, и я ненавижу в нем эту особенность. Это существо, которому невозможно доверять. Снова повисло молчание. Спустя некоторое время Ларгар уныло усмехнулся. Возможно, он и в самом деле открыл смысл. Но человечество нуждалось не в этом. Вот что важно. Продолжай, сказал Магнус, закончи свою мысль. С тех пор я колесил по его империуму, воздвигал в его честь монументы и распространял веру. Но возразил он только сейчас. Прошло более столетия. И лишь сейчас мне говорят, что я поступал неправильно. Магнус по-прежнему хранил молчание. И лишь в его прищуренном глазу сверкало сомнение. Магнус! Переживание, отразившееся на лице брата, вызвало у Ларгара улыбку. Только истинный Бог отрицает свою божественность. Так утверждают бесчисленные религиозные учения. Но он не отрицал своей причастности к сонму богов, когда впервые появился на Колхиде, чтобы забрать меня к звездам. Ты ведь был там. Он смотрел, как в его честь неделя за неделей проводятся празднества. И ни разу не упрекнул меня за то, что его прославляют как бога. Он наблюдал, как я участвую в крестовом походе, и ни словом не выразил своего неодобрения. И только в монархии обрушил на меня свою ярость, когда решил разрушить мою веру, хотя прошло уже больше века. «Вера — неприятное слово», — сказал Магнус, рассеянно поглаживая пальцами переплет огромной книги, всегда пристегнутой цепью к его поясу. «Почему мы были рождены, чтобы стать воинами?» — неожиданно воскликнул Ларгар. «Наконец-то!» — рассмеялся Магнус. «Наконец-то мы добрались до причины, по которой ты вызвал меня на Колхиду. Почему мы стали воинами?» «Хороший вопрос, и ответ очевиден. Мы стали воинами, потому что императору, возлюбленному всеми, для покорения галактики потребовались именно воины». «Безусловно. Но это величайшая эпоха в истории человечества, а вместо философов и провидцев впереди идут воины. Магнус, в этом есть нечто отвратительное, нечто скверное. Это неправильно». Магнус пожал плечами, отчего его кольчуга негромко зашуршала. «Наш отец и есть провидец, и ему нужны генералы». Ларгар скрипнул зубами. «Ради трона меня тошнит от этих слов. Я не воин, и не имею ни малейшего желания им быть. Я не разрушитель, Магнус, не такой, как другие. Почему, как ты думаешь, я так много времени тратил на то, чтобы привести к согласию другие планеты и создать идеальные миры? Мое призвание в созидании. Что же касается разрушения, то я...» «Не солдат?» «Не солдат!» Устало кивнул Ларгар. «Есть более достойные занятия, чем колоссальные кровопролития». «Если ты не солдат, ты не имеешь права стоять во главе легиона», — заявил Магнус. «Астартес — это оружие, брат. Не ремесленники и не строители. Это пламя, пожирающее города, а не руки, которые их возводят». «Э-э-э-э!» «Так мы перешли к лицемерию?» Ларгар вымоченно улыбнулся. «Твои тысячи сынов создали прекрасную тиску, не говоря уже о просвещении Проспера». «Верно!» Магнус тоже улыбнулся в ответ, хотя и более искренне. «Но еще они безукоризненно привели к согласию множество миров. А вот о несущих словах это не скажешь». Ларгар промолчал. «Это все из-за монархии?» Спросил Магнус. «Все из-за монархии», — подтвердил Ларгар. «Брат, в одно мгновение все изменилось. И мое представление о завоеванных нами мирах тоже. И надежда на будущее. Все!» «Могу себе представить». «Не смей говорить таким покровительственным тоном», — огрызнулся Ларгар. «При всем уважении ты не можешь себе это представить, Магнус. Это не на тебя обрушился гнев правителя всего человечества. Не твои величайшие достижения обратились в пепел и пыль. И не тебя одного из всех назвали неудачником. Он ведь не бросил твоих драгоценных тысячу сынов на колени, чтобы объявить, что все, носящие эти доспехи, зря прожили свои жизни». Ларгар. «Что? Что?» «Десятки лет на Колхиде я мечтал о том дне, когда явится Бог и поведет человечество в империи. В его честь я основал религию. И больше столетия распространял эту веру, воображая себе, что он соответствует моим мечтам, пророчествам и мифам о восхождении человеческой расы. Теперь мне говорят, что вся моя жизнь была обманом, что мои братья, насмехавшиеся над моими стремлениями к высшей цели, были вправе смеяться над единственным глупцом в нашем роду». «Брат, успокойся». «Нет». Ларгар инстинктивно потянулся за отсутствующим Крозиусом, и пальцы его скрючились от сдерживаемой ярости. «Нет, не называй меня братом с таким снисходительным видом. Ты, мудрейший из всех нас, но и ты не понимаешь истины. Тогда объясни мне и умерь свой пыл. Я не желаю выслушивать твое нытье. Или ты ударишь меня, как ударил Желемана». Несколько мгновений Ларгар еще колебался. Затем золотая ладонь смахнула с ограждения балкона белый лепесток. Пока лепесток, покачиваясь в воздухе, падал вниз, гнев утих, хотя и не испарился полностью. Ларгар встретил взгляд Магнуса. «Прости меня. Я поддался гневу и ослабил контроль. Ты прав». «Я всегда прав», — усмехнулся Магнус. «Такая у меня привычка». Ларгар снова обратил свой взгляд на город. «А что касается Желемана, я и понятия не имел, что этот удар доставит мне такое огромное удовольствие. Он держался невероятно высокомерно. У нас имеется множество братьев, которым изредка не помешала бы такая встряска». Магнус улыбнулся. «Но об этом поговорим в другой раз. Вернемся к нашей теме. Ты напуган?» «Да», — признался Ларгар. «Я боюсь, что император уничтожит несущих слова и уничтожит меня. И мы присоединимся к тем братьям, чьи имена больше не произносим». Последовавшее молчание уже не было таким умиротворенным. «Ну?» — спросил Ларгар. «Он мог», — ответил одноглазый гигант. «Об этом был разговор еще до событий в монархии. Он приходил к тебе, чтобы узнать твое мнение?» «Приходил», — подтвердил Магнус. «И к остальным братьям тоже?» «Думаю, да. Но не спрашивай, кто чью сторону занял, потому что я и сам не знаю большинства мнений. Но Рус поддержал тебя, и Хорус тоже. По правде говоря, это был первый случай, когда король волков и я приняли одинаковое решение по важному вопросу. «Лемон Рус меня поддержал?» Ларгар рассмеялся. «Вот чудеса!» Магнус не разделял его веселье. Его единственный глаз, льдисто-голубого цвета, в упор смотрел в лицо Ларгара. Он это сделал. Космические волки — религиозный легион, хотя их религия довольно примитивна. Но Фенрис — суровая колыбель, отсюда их вера. Рус это понимает, хотя ему не хватает сообразительности, чтобы озвучить свои мысли. Вместо этого он заявил, что уже лишился двух братьев и не имеет ни малейшего желания потерять третьего. Двоих уже нет. Ларгар продолжал смотреть на город. «Я до сих пор помню, как они...» «Хватит!» — оборвал его Магнус. «Сдержи слово, данное в тот день. Вы все так легко забываете о прошлом. Никто не желает говорить о том, что утрачено. А ты сможешь сделать то же самое еще раз?» Ларгар посмотрел в лицо Магнуса. «Сможешь вместе с Хорусом и Фулгримом забыть мое имя только из-за данного обещания?» Магнус не поддался на его уловку. «Несущие слова не пойдут дорогами забытых и искорененных. Я верю в тебя, Ларгар. Я уже слышал, что согласие на 47-16 было достигнуто с похвальной быстротой. Флотилия переселенцев уже в пути, не так ли?» Ларгар проигнорировал риторический вопрос. «Магнус, мне необходимо твое руководство. Я должен увидеть вещи, которые видишь ты». Златокожий примарх проследил за шествием горожан по извилистым улицам, приближавшимся с каждой минутой. Тебе известна мифология Колхиды, и ты знаешь о паломничестве к тому месту, где смертные встречаются с богами. И ты знаешь, что это соответствует верованиям множества других миров. «Эмпирии», «Изначальная истина», «Царствие небесное», «десять тысяч названий в десяти тысячах миров». Если шаманы и колдуны множества цивилизаций разделяют одно и то же верование, это не может быть простым суеверием. Возможно, отец ошибается. Возможно, звезды скрывают больше тайн. Возможно, за ними действительно прячутся боги. Ларгар. Магнус предостерегающим жестом поднял руку. Он развернулся и вышел с балкона в просторную комнату на вершине башенного храма. За стеклянным прозрачным куполом открывалось захватывающее зрелище ночного неба. На сапфировом небосклоне мерцающими огоньками уже появлялись звезды. «Не ищи себе объект для поклонения», — сказал Магнус, — «лишь потому, что твоя вера оказалась ложной». Ларгар последовал за братом, рассеянно перебирая тонкими пальцами край рукава своего серого одеяния. Примарх несущих слова провел немало времени в этой обсерватории на вершине башни, наблюдая за звездами. Именно здесь десятки лет назад он жил и мечтал о пришествии императора, напрасно веря, что встретит достойного преклонению Бога. «Так вот ты что обо мне думаешь», — спросил он Магнуса еще более ласковым тоном. В его взгляде вместе с затаенным гневом появилась боль. «Вот как ты судишь о моих поступках. Ты думаешь, что в силу своего невежества я смотрю по сторонам в поисках любого, кто мог бы прислушаться к моим молитвам?» Магнус тоже наблюдал за появлявшимися звездами. Он уже узнал несколько созвездий. Их очертания и названия стали символами орденов легиона несущих слова. Там неясный силуэт Крозиуса, увенчанного черепом. Здесь высокое кресло, олицетворяющее трон из костей. А вот пылающее кольцо зубчатого солнца. «Именно так рассудит о тебе история», — сказал Магнус. «Если ты не сойдешь с этого пути, никто не вспомнит о твоем стремлении возвысить человечество или направить людей на путь просвещения. Они отметят лишь твои унижения и слабость и отчаянное желание во что-то верить». «Человечество без веры — ничто», — прошептал Ларгард. «Но для объяснения Вселенной нам все же не нужна никакая религия. Свет очи императора делает видимым все. Вот этого ты никогда не хотел понять». Ларгард перешел к столику, на котором стояли хрустальные бокалы. «Ты считаешь, что вера сродни страху, что это способ объяснить положение вещей невежественным умам. Вера — это величайший сплачивающий элемент в истории человечества. Только вера тысячелетиями поддерживает пламя надежды в тех мирах, которые мы завоевываем заново в своем крестовом походе». «Это твои слова, брат», — пожал плечами Магнус. «Подобные высказывания не принесут тебе никакой пользы». Ларгард налил себе бокал темного вина с сильным запахом специй, добавленных во время брожения. Климат колхиды не позволял разводить виноград, и большая часть вина здесь производилась из фиников. Горьковатый напиток после первого же глотка окрасил его губы. «Мы ведь бессмертны», — сказал Ларгард. «Зачем же беспокоиться о будущем, если мы в любой момент можем вмешаться и изменить его?» Магнус ничего не ответил. «Ты что-то видел?» — настаивал Ларгард. «Видел в Великом океане. В Варпе. Куда ты так часто заглядываешь. Что-то. Какой-то намек на то, что может произойти. Вероятное будущее». «Нет, брат, так не пойдет. Ты лжешь». Магнус оторвался от созерцания потемневшего небосклона. «Иногда ты видишь и слышишь только то, что тебя устраивает. Ты ошибаешься, Ларгард. Отец не бог. Богов не существует». Ларгард улыбнулся с таким видом, словно только и ждал этих слов. «Или он волшебный небесный дух, пребывающий в мифическом раю?» «Нет, я не дурак. Это не тот бог, каким его представляли, когда-то примитивные цивилизации. Но император есть бог во всем, кроме имени Магнус. Он есть психическая мощь, заключенная в физическую оболочку. Когда он говорит, его губы не шевелятся, и звуки не вылетают из горла. Его лицо одновременно может быть тысячью разных ликов. Он только внешне похож на человека. И то, полагая, лишь когда ему это нужно. Весьма мелодраматичное восприятие. «Это правда. Нас с тобой различает лишь то, что ты называешь его отцом, а я богом». Магнус вздохнул, и в его груди зарокотало сдерживаемое рычание. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Ведь я вижу, для чего ты меня позвал. И Ларгар. Я ухожу». Ларгар протянул к брату золоченую руку. «Магнус, прошу тебя. Если император таков, как он есть, значит, должны быть и другие существа, обладающие подобными силами. Иначе как объяснить множество легенд о божественности и силах по ту сторону границы, существующих в самых различных цивилизациях? Во вселенной должны быть боги. Врожденные инстинкты нашей расы не могут так лгать. Это уже похоже на отчаяние». Магнус вздохнул. «А ты не думал, что отец предупреждал тебя не зря? В поисках истины нет ничего постыдного, Магнус, и тебе это должно быть известно, как никому другому. Не видел ли ты чего-нибудь подобного во время странствий по Великому океану? Не встречал никаких существ, которых люди могли бы назвать богами или демонами?» Магнус ничего не ответил, только обжег брата испепеляющим взглядом. «Мой разум кипит от вопросов», — признался повелитель несущих слова. «Где в галактике могут встречаться боги и смертные?» Губы гиганта скривились. «Ларгар!» «В глубинах Великого океана вскрывается много тайн. Мы с тобой оба бывали в таких мирах, где варп просачивается в реальный мир. И тогда еретики, заклинатели пытаются им манипулировать и называют это магией. Неужели и ты опустишься до их уровня?» «Подожди», — взмолился Ларгар, — «помоги мне!» Магнус покачал головой. «Помочь тебе заглянуть в бездну? Ты хочешь, чтобы я повел тебя по тропе примитивных варваров?» Прежде чем ответить, Ларгар судорожно вздохнул. «Помоги мне отыскать истину, скрытую среди звезд. А вдруг мы ведем ложный крестовый поход? Это богопротивная война. Может, мы душим истину? Истину, в которую в той или иной форме верят бесчисленные цивилизации?» «Мы, мы!» «Я днем и ночью слышу, как что-то взывает ко мне, что-то из бездны. Это судьба?» «Так постигается будущее, через шепот неизбежности?» Магнус подошел к Ларгару и обнял его за плечи, и повелитель несущих слова умолк. Позолоченные губы примарха дрожали, пальцы словно свело судорогой. «Брат, ты бредишь», — сказал Магнус, — «посмотри на меня! Успокойся, Ларгар, успокойся, смотри на меня!» Ларгар послушался. Магнус красный, алый король, уставился на брата своим единственным глазом. «Цвет твоего глаза изменился», — пробормотал Ларгар. «Магнус, я слышу, как они меня зовут. Судьба, рок! Я слышу тысячи голосов судьбы!» «Сосредоточься на мне», — медленно и протяжно произнес Магнус. «Внимательно слушай мои слова. В тебе говорит страх, страх новой неудачи, страх перед тем, что отец может приказать искоренить третий легион и третьего сына. Страх развеялся, я больше не боюсь. Осталось лишь вдохновение. Брат, ты не сумеешь скрыть от меня свои чувства за простыми словами. И ты не напрасно боишься того, что может произойти. Ты стоишь на пороге разрушения, но все еще не сошел с пути, который ведет к падению. Я понимаю твои страдания. Все твои достижения на Калхиде оказались посвященными ложной вере. Каждый мир, приведенный к согласию, твоим легионам придется посетить снова и перестроить. Но ты не можешь жить в страхе перед очередной ошибкой. Несколько мгновений ларгат... Глава одиннадцатая Служение Богу Исповедь Паломничество Верхушка башенного храма взорвалась в ослепительные вспышки. И на много километров вокруг участники шествия в ужасе замерли, глядя вверх. С башни обсерватории посыпалась мелкая пыль. Стеклянный купол испарился и оседал дождем крошечных мерцающих кристаллов. Гулкий грохот телепортации быстро затих, и потревоженный воздух успокоился. Не пострадавший ларгар остался стоять после громоподобного ухода Магнуса. Вечерний ветер развивал его одеяние. Свитки и листы пергамента с его записями разлетелись по всему городу. Но он почти ничего не замечал. Хрустальные бокалы, как и огромный прочный купол, были уничтожены. И по столу растеклась лужа горького вина. Не сознавая течения времени, он продолжал смотреть на Варадиш, пока не услышал настойчивый стук по железной двери в единственной оставшейся стене. В задумчивой рассеянности он едва обратил на него внимание. «Входите», — произнес ларгар. Подъем на храмовую башню стал настоящим испытанием, поскольку жрецы завета были до крайности взволнованы как присутствием блаженной леди, так и произошедшим десять минут назад взрывом обсерватории повелителя. Несущим слово несколько раз пришлось прибегать к угрозам, чтобы заставить перепуганных жрецов освободить дорогу. «Он не открывает двери», — завывал один из священнослужителей с отчаянием в самобичевании. «Мы поговорим с примархом», — заверил Ксафин столпившихся жрецов. «Он посылал заблаженной леди и откроет нам двери». «А вдруг он ранен», — захныкал другой, тучный детина с трясущимися щеками в пышном, белосером одеянии дьякона. «Мы должны помочь Уризену». «Держи себя в руках и уйди с дороги», — зарычал на него Аргилтал. «Или я тебя убью». «Ты же не можешь говорить это всерьез, господин». Быстрее молнии, так что человеческий глаз не мог за ними уследить мечи из красного железа, с шипящими вздохами покинули ножны. Кончики обоих клинков уперлись в толстые щеки дьякона, не дав ему времени даже моргнуть. Похоже, что господин говорил всерьез. «Да», — пролепетал жрец. «Да, я». «Шевелись», — прервал его Аргилтал. Дьякон, сдерживая слезы, выполнил приказ. Но как только он сдвинулся с места, в воздухе распространился едкий животный запах, заглушивший запах пота и кислое дыхание перепуганных жрецов. «Сэр!» Таргал не стал говорить слух, а переключился на воксвязь. Жрец обмочил свои одеяния. Аргилтал сердито заворчал и, приподняв кирену, перенес ее через теплую лужицу на деревянной ступени. Оставшиеся жрецы разбежались, и воины со своей подопечной поднялись по широкой винтовой лестнице. «Входите!» — раздался голос. Аргилтал не убрал мечи в ножны. Он первым вошел в обсерваторию примарха, которая теперь превратилась в каменную платформу, открытую ночному бризу. На полу в беспорядке валялись пергаментные свитки и книги. Ветерок мягко покачивал их и переворачивал страницы. Примарх стоял на краю платформы и смотрел на город. На обнаженной, татуированной голове не было видно никаких ран, и на серо-белом одеянии иерарха завета не выступило ни капельки крови. «Сэр!» — окликнул его Аргилтал. «Что здесь произошло?» Ларгар медленно повернулся. На его лице мелькнуло мгновенное замешательство, как будто примарх ожидал увидеть кого-то другого. «Аргилтал!» — громко произнес он. «Капитан седьмой штурмовой роты, младший командир братства Зубчатого Солнца». «Да, мой лорд, это я!» «Приветствую, сын мой!» Капитан, говоря, постарался скрыть свое волнение. «Сэр!» «Вокс-сеть перегружена!» «Могу я проинформировать легион, что все в порядке?» «А почему должно быть иначе?» — спросил примарх, все еще сохраняя на лице следы растерянности. «Взрыв, сэр!» — ответил Аргилтал. «Девять минут назад». Он обвел рукой остатки обсерватории. «Купол!» — с запинкой добавил капитан. «А-а-а!» Ларгар улыбнулся. Улыбка получилась великодушной и подкупающей, словно он приглашал посмеяться и остальных. «Мне придется поговорить с братом относительно методов телепортации в хрупких сооружениях. Капитан, ты намерен меня убить?» Аргилтал опустил мечи, только сейчас осознав, что держал их, словно перед боем. «Прости, мой лорд!» Ларгар рассмеялся, окончательно избавившись от растерянности. «Пожалуйста, извести легион о том, что все в порядке, и передай мои извинения за то, что я не сделал это сам. Я слишком глубоко задумался». Из темноты ночи с воем двигателей вынурнули два истребителя и пронеслись рядом с башней. Порыв ветра сбросил вниз оставшиеся свитки, а лучи прожекторов уперлись в платформу, осветив примарха и Аргилтала с его спутниками. Капитан моргнул в сторону горящей руны на ретинальном дисплее. «Говорит седьмой капитан, отбой, отбой, ложная тревога». Лучи прожекторов погасли, и башня погрузилась во тьму. «Как прикажешь», — ответил Аргилталу один из пилотов. «Операция отменяется». Ларгар проводил взглядом корабли, возвращавшиеся на свои посадочные площадки на окраине города. Весь воздушный флот и даже военные патрули легиона базировались в пустыне, за пределами города. Ворадеж больше не будет осквернен войной. Никогда. Хватит и гражданской войны, сокрушившей старую веру и обеспечившей власть Ларгара над всей планетой много лет назад. «Мой лорд», — отважился подать голос Аргилтал, — «мой лорд, ты хотел увидеть Керену, уроженку монархии». Ларгар как будто впервые заметил присутствие спутников капитана. Его лицо осветилось приветливой улыбкой, и примарх шагнул им навстречу. «Я как раз размышлял, капитан, не забыл ли я вас поблагодарить?» Аргилтал убрал мечи в ножны и снял шлем. Теплый ветерок приятно овевал лицо и вспотевшую шею. «Поблагодарить меня, мой лорд?» «Да», — примарх кивнул. «Разве не ты и не твой капеллан подняли меня из праха идеального города и поставили на ноги?» «Да, мой лорд, это были мы. Но при всем уважении я не думал, что ты об этом вспомнишь». Корфаэрон притворился, что не запомнил ваши имена. «У старика странное представление о юморе. Но я очень хорошо запомнил этот момент и благодарен вам. Вскоре я отдам распоряжение, чтобы моя признательность была выражена в более существенной форме». «Нет, мой лорд», — запротестовал Ксафин. «В этом нет необходимости, повелитель», — подхватил Аргелтал. Ларгар поднял руку, отметая их возражение. «Ах, не надо напрасно скромничать. Ну а это, должно быть, и есть блаженная леди. Подойди, дитя мое». Таргал и Молнор, вставшие на колени в присутствии своего повелителя, поднялись и подвели кирену. Перед лицом примарха большинство смертных ощущали глубочайшую растерянность. Перед ними представало физическое воплощение величия, биологические манипуляции, изменения свойств плоти и генетические преобразования, переменяемые при появлении на свет каждого из сынов императора, были уникальными и неповторимыми процессами, основы которых хранились в невероятной секретности. Даже если какое-то разумное существо и смогло бы проникнуть в лаборатории инкубаторы, ему не удалось бы понять, что в них происходит. Каждая частица в телах примархов была создана с особой тщательностью, выверена на квантовом уровне, чтобы соответствовать общему замыслу. Процесс опирался на научные исследования, принципы алхимии и психическое колдовство, но вместе с тем намного превосходил пределы каждого из этих отраслей знаний. В присутствии примархов людей настигали апоплексические удары и сердечные приступы. Почти все, за редким исключением, падали на колени, многие беспричинно плакали, сами того не сознавая. Кирена же стояла на том месте, где ее остановили, и улыбалась Ларгару, улыбалась прямо ему в лицо. «Приветствую тебя, блаженная леди», — с усмешкой сказал сын бога. Голова Кирены находилась примерно на уровне его пояса. «Я, я вижу тебя». Она почти смеялась от радости. «Я вижу твою улыбку». Ларгар заметил, что его воины подошли ближе, намереваясь удостовериться, что ее зрение вернулось. Но он остановил их взмахом руки и покачал головой. Аргел Тау. Голос примарха послышался в мозгу капитана свистящим шепотом. Несмотря на генетическую связь между ними, подобное общение было неприятно, словно в мозг проникала холодная игла. Капитан ощутил, как напряглись его мускулы, а оба сердца забились быстрее. Несущий слово кивнул, надеясь, что повелитель не заметил его неловкости, хотя знал наверняка, что примарх все понял. «Мне говорили, что на Кхури ей пришлось нелегко». Голос примарха снова зазвучал у него в голове. Несущий слово еще раз кивнул. «Что за существо человек?» В негромком шепоте Ларгара прошелестел вздох. «Большую часть своей жизни он тратит на то, чтобы добиться превосходства над окружающими». Аргелтал, ободренный дружеским тоном, каким сегодня говорил примарх, приложил кончики пальцев к нижним векам, сначала с одной стороны, потом с другой. «Нет!» Неслышимый голос Ларгара окрасился искренним чувством. «Она не может меня видеть. Она чувствует мою ауру. А ее мозг ошибочно принимает это за изображение. Ее глаза все еще мертвы и навсегда останутся такими. Испепеляющая ярость Желемана навсегда лишила ее зрения. Весь этот разговор занял время, требуемое для трех ударов двух сердец Аргелтала. При этом Ларгар даже не взглянул в его сторону. «Да», — произнес примарх, обращаясь к Кирене и опустился на одно колено. Теперь их лица оказались почти на одном уровне. Ее невидящий взгляд последовал за его движением, и Ларгар улыбнулся, заметив, как действует на женщину его присутствие. «Да», — повторил он, — «ты можешь меня видеть». «Я вижу тебя ясно, как само солнце», — прошептала Кирена, неожиданно заплакав. «Я вижу золото, золото и золото». Рука размером с ее голову, с призрачной легкостью коснулась лица девушки. Огромные пальцы скользили по щекам, смахивая слезы. Из груди Кирены вырвался невольный вздох, нечто среднее между рыданием и смехом. «Кирена!» Голос Ларгара звучал в ее ушах гулкими раскатами. «Мне говорили, что для моих воинов ты стала своего рода талисманом, счастливым амулетом, если угодно. Я не знаю об этом, мой повелитель». «Я не повелитель тебе». Ларгар легонько провел рукой по ее лицу, касаясь кончиками пальцев ее носа, скул, подбородка. Как будто он сам был слепым и должен был ощупать лицо, чтобы составить себе представление о нем. «Твоя жизнь принадлежит тебе, а не мне и никому-то другому». Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова, из-за слез, заливавших сияющее лицо. «Кирена, тебе известно, почему я хотел тебя видеть?» «Нет», — задыхаясь, вымолвила она, — «я хочу тебя кое о чем попросить, об одолжении, которое только ты можешь мне оказать». «Все, что угодно», — выдохнула она, — «все». «Ты даруешь мне прощение», — спросил примарх. Он взял ее руку в свои ладони, и золотые пальцы полностью скрыли ее миниатюрную кисть. «Простишь ли ты меня за то, что я сделал с твоим миром, с идеальным городом и с твоими драгоценными глазами?» Она кивнула, отвернувшись от золотого света, воспринимаемого только ее мозгом. Ларгард поцеловал ее пальцы, едва коснувшись кожи губами. «Благодарю тебя, блаженная леди! После твоих слов моей душе стало намного легче». Он выпустил ее руку и поднялся, чтобы отойти. «Погоди», — попросила она, — «разреши служить тебе! Разреши служить твоему легиону! Прошу тебя!» Аргелтал подавил грош. Слова Керены были до боли похожи на те, что он сам произнес при первой встрече с примархом. «Как удивительно, что прошлое с невероятной отчетливостью проявляется в настоящем!» «Тебе известно, кто такой исповедник?» — спросил Ларгард. На Кхуре было нечто подобное. «Да, мой лорд», — запинаясь, ответила Керена. «Она еще не полностью овладела своим голосом. Они называли себя слушателями, выслушивали наши прегрешения и прощали их». «Точно!» — со смехом сказал Ларгард. «Керена Валантион из монархии. Твоя жизнь принадлежит только тебе. Но если ты хочешь остаться с моими воинами и странствовать среди звезд, эта роль подходит тебе идеально. Ты выслушала о моих грехах и простила их. Готова ли ты сделать то же самое для моих сынов?» В ответ она опустилась на колени и в порыве благодарности склонила голову. Вместо слов она начала бормотать почтительные молитвы, точно как в Писании, которое она твердила в детстве. Примарх еще раз окинул Керену благосклонным взглядом, а затем повернулся к Аргелталу. «Капитан!» — обратился он к своему воину. «Мой лорд!» Аргелтал отсалютовал, ударив кулаком по нагруднику брони. «За тот месяц, что я провел в уединении, Эреб не раз говорил о тебе. И как только я стал вспоминать, кто поднял меня с коленей перед братом Желеманом, он снова завел о тебе речь. Это удивляет меня, мой лорд!» Смущение в голосе Аргелтала не укрылось от Ларгара. «Я полагал, что ваши трения с Эребом остались в прошлом, или я ошибаюсь?» Аргелтал тряхнул головой. «Нет, мой лорд, прости мою минутную растерянность. Все наши противоречия давно разрешены. Рад это слышать», — Ларгар усмехнулся. «Учиться у самого Эреба и все же предпочесть клинок Аникрозиус, твой выбор другого пути нанес удар по его гордости, но он тебя простил. Я хотел бы знать, относится ли это и к тебе. Ты простил его?» «Выбор другого пути». Аргелтал мог сказать, что эта фраза чересчур деликатна. «Здесь нечего прощать», — сказал он. «Его ярость по поводу моего решения вполне понятна». Ларгар пристально наблюдал за ним. И, несмотря на всю доброжелательность, взгляд его серых глаз оставался оценивающим. «Ты всегда отличался великодушием, Аргелтал. Твое мнение льстит мне, мой лорд». «Ну а теперь мы подошли к тому вопросу, который послужил причиной вашего вызова. Прежде чем мы вернемся к великому крестовому походу, в братстве зубчатого солнца произойдут некоторые изменения. Наблюдателей кустодиев я распределил по четырем братствам. В каждом будет присутствовать по пять воинов из двадцати. С сожалению, должен сообщить, что братство зубчатого солнца в их числе. Как я слышал, ты встречался с Акрилоном в стеклянном городе. Я удовлетворил его просьбу позволить одной из групп кустодиев странствовать с зубчатым солнцем. Не вредно будет бросить эту кость сторожевым псам императора». «Как прикажешь, мой лорд», — ответил Аргелтал. «Боюсь, это еще не все». Ларгар снова улыбнулся. «Совсем как тот обворожительный золотой иерарх, что встал во главе революции на этой планете. Мое доверие к тебе далеко превосходит рамки служебного долга. Ты поднял меня с колен, поднял из праха, и я благодарен тебе за это. И потому обращаюсь к тебе, седьмой капитан Аргелтал, со смиренной просьбой оказать услугу». Слова и тон, которым они были сказаны, заставили Аргелтала благоговенно опуститься на одно колено. Кто еще из примархов, из богоподобных существ, мог бы обратиться к одному из своих сыновей с просьбой об одолжении? Сознание принадлежности к его роду наполнило душу Аргелтала смиренной гордостью. Ночной ветерок разнес мелодичный смех Ларгара. Стоявшая в десяти метрах Кирена услышала этот звук и вновь ощутила подступившие слезы. «Поднимись!» с улыбкой приказал Ларгар. «Разве ты недостаточно?» стоял на коленях Аргелтал. Он встал, но не смел поднять взгляд выше ступней примарха. «Проси о чем угодно, мой лорд, я все исполню. Я не одно десятилетие странствовал с тысячами тысяч своих воинов, изображая генерала и адмирала. И я устал от этих игр. Легион продолжит странствия среди звезд, но я сейчас не имею никакого желания встречаться со своими братьями. Их праведное негодование разрушит остатки моей нервной системы. Ты мог бы сказать, что я хочу спрятаться, но это было бы ложью. Я просто не хочу, чтобы меня нашли. Между этими двумя понятиями имеется не слишком заметное, но существенная разница. Я понимаю, мой лорд. Скажи, к какой экспедиционной флотилии ты приписан? К 1301-й, господин. Ею командует магистр флота Балакторф. И сейчас она находится в субсекторе Атлас. И ждет подкрепление, мысленно добавил он. Да-да, лордгар кивнул. 1301-я. С самого начала Великого Крестового Похода я путешествовал с восемнадцатью орденами. А сейчас, когда наше будущее неясно, я прошу твоего позволения отправиться в путь с тремя сотнями воинов зубчатого солнца. Аргелтал через плечо взглянул на Кирену, потом на Ксафина, и снова повернулся к Ларгару. Капеллан кивнул ему. Исповедница прижала руку к губам. По ее лицу снова струились слезы. «Прости, мой лорд», — произнес Аргелтал. «Я не уверен, что правильно понял тебя». «Сын мой, я прошу тебя об этом одолжении. Корфаэрон в мое отсутствие возглавит сорокседьмую экспедиционную флотилию. Я не в силах скрыться от Окули-император. Они последуют за мной, куда бы я ни направился. Но я могу искать империи вдали от глаз моих братьев. И пока этого достаточно». «Ты... ты будешь странствовать с нами?» «Я был бы рад», — ответил примарх. «Я знаю, я мог бы попросить об этом любую из моих флотилий. Но именно ты поднял меня на ноги, когда мое невежество погубило целый мир. И потому я обращаюсь с этой просьбой к тебе. Я, повелитель, я...» Ларгар снова рассмеялся. И его золотые руки удержали Аргелтала от очередного коленопреклонения. «Это означает согласие?» «Как прикажешь, Аврелиан?» «Благодарю. Аргелтал, мы вступаем в новую эру. Эру прозрения и открытий. Каждая флотилия несущих слова будет следовать за своим ветром судьбы. А мы удалимся от Терры дальше, чем любой из легионов. И с каждым новым миром будем раздвигать границы Империума». Аргелтал понимал, к чему это приведет, только к одному. Он почувствовал, что сзади к нему подошел Ксафин. Но Капеллан не произнес ни слова. «Мы, искатели!» Ларгар улыбался, смакуя это слово. «Мы ищем место, где встречаются боги и смертные. Ищем божественность в галактике, которую мой отец считает лишенной богов». Ларгар свел перед собой ладони и склонил голову, готовясь к молитве. «Легион совершит паломничество». Безликие Таро Безликие карты лишены изображений. Это сделано намеренно, и это придает им особую ценность, поскольку они отзываются на воздействие незримого чувства, неограниченного воображением художника, и реагируют лишь на сознание толкователя. В хрустальных пластинах содержится психореактивная жидкость, и когда толкователь Таро берет карту в руки, в смоле цвета морской волны проступают образы. В свое время он надеялся, что эти карты заинтересуют каждую психически одаренную личность в империуме Отца. Вместо этого к его творению отнеслись с пренебрежением. Даже Магнус, который в подобных фокусах не нуждался, или Манрус, который высмеивал карты, хотя сам, пытаясь увидеть будущее, раскладывал рунные камни и кости. Скоро наступит время покинуть Колхиду. Он переворачивает первую карту. На молочно-мутной поверхности он видит факел, зажатый в сильной руке. Истина. Меня что-то зовет. Это истина, которую я начинаю постигать только сейчас. Что-то зовет меня издалека. Я не обладаю силой Магнуса, чтобы заглядывать в бездну и без труда ощущать пульсацию мироздания. Мои таланты нельзя сравнивать с одаренностью любимого брата и царственного отца. Но я всегда слышал чей-то зов. В юности он проникал в мой разум видениями, ночными кошмарами и галлюцинациями. А теперь... Эреб и Корфаэрон своими терпеливыми наставлениями помогли мне отчетливее услышать этот зов. Они были моими учителями в завете, а теперь стали духовными родственниками. Мы вместе медитировали, сосредоточенно изучали тексты заветов, и мы определили судьбу легиона. Что-то неведомое зовет меня и возбуждает мое шестое чувство, словно эхо среди звезд. Он переворачивает вторую карту и видит самого себя в одеянии с поднятым капюшоном, смотрящего в сторону, словно избегающего собственного взгляда. Это известная карта — вера. Человечество без веры — ничто. Вера возвышает нас над бездушными и проклятыми. Это топливо для души, движущая сила, за которой стоят тысячелетия выживания человечества. Без веры мы пусты. Существование в безбожной галактике исполнено холода и непостоянства. Вера формирует нас и поднимает над другими формами жизни, совершенствует наше сознание. В те эпохи, когда веру душили, общество было подвержено слабости и разложению, пожиравшему его изнутри. Император, возлюбленный всеми, всегда это знал, но отказывался признавать. Но он знает и потому соответствующим образом строит свою империю. Самое важное — это превосходство, и мой отец добивается превосходства над всеми смертными в галактике. Бог во власти, Бог в ярости, Бог в предвидении, Бог во всем, кроме имени. Старая вера колхиды своими корнями связана с тысячами цивилизаций, тысяч миров. Даже одно это свидетельствует о том, что в непостижимом сплетении мифов и истории содержится ядро абсолютной истины. И самая прекрасная легенда гласит об империях, об изначальной истине. Безусловно, она известна и под тысячами других названий. Империи — это название, принятое на колхиде. В других мирах существует понятие небесного царствия, вечной обители душ после кончины смертной оболочки, царства неограниченных возможностей, рай вероятностей, где вьются вокруг друг друга души всех когда-либо живших на земле. Даже мне известно, что все эти мифы, истории, не слишком точно передаваемые из уст в уста через бесчисленные поколения. Но представьте себе, представьте реальность, скрытую в этих мифах. Вообразите такое место в галактике, где встречаются боги и смертные. Жизнь заканчивается со смертью, но бытие бесконечно. Если в старой вере скрыта истина, я ее отыщу. Он переворачивает третью карту. Над изломанной линией башен и соборов дрожат волны раскаленного воздуха. Калхида. Город серых цветов. Дом. Люди Калхиды всегда искали ответы среди звезд. И легион, родившийся в этом мире, несущие слова, не стал исключением. Многие братства легиона названы именами созвездий, сияющих в ночном небе. Даже присвоенное мне имя, имя, которое упоминается только внутри легиона, происходит из древности. Аврелиан! восклицают они, отправляясь в бой, золотой. Однако, лингвистические корни ведут глубже, к другому значению, принятому нашими предками, которые издревле искали вдохновение в небе. Аврелиан, солнце. Для нас естественно искать ответы среди звезд. Оттуда пришла жизнь. Оттуда снизошел император. И легион поднимается к звездам. Там ждет нас судьба. Легенды Калхиды рассказывают о примитивных космических кораблях, которые покидали мир в поисках богов, почти так же, как отправлялись на поиски божества африкаранские и грецанские народы древней земли. Я прочел фрагменты записей, оставшихся от тех цивилизаций. И я прошел дорогами прошлого со своим братом Магнусом. Путешествия Осайриса и Одиссиона из тиранских мифов. Это странствия Кхаана, Кезина, Сланота и Нарага, пророков, рожденных на Калхиде, великих искателей, затерявшихся в пелине прошлого. Их скитание в поисках обители богов известно нам как паломничество. Он переворачивает четвертую карту. Психореактивная жидкость под его пальцами создает архитектурные чудеса. Изогнутый мост, вьющаяся через огромный сад, мощенная камнем тропинка. Странствия паломничества. Легенду о паломничестве считают в завете самой древней и самой распространенной среди человеческих цивилизаций, разбросанных по всей галактике. Потребность веры естественная черта большинства людей. Изначальная истина, небеса, рай. Все это в какой-то форме где-то существует. Обитель богов, преисподняя демонов, уровень вне границ естественной реальности. И в тех пределах возможно все. И паломничество это не что иное, как путешествие с целью увидеть все своими глазами, чтобы оценить, где заканчивается мифология и начинается вера. Небеса, преисподние, боги, демоны. Я получу ответы, которые ищу. Он переворачивает пятую, последнюю карту. Император во всем своем великолепии. С поразительной ясностью проявляются все детали его облика. Все, кроме самой важной детали, его лица. Золотой владыка. Я был воспитан на старых свитках, тех самых, которые мы впоследствии отвергли ради поклонения императору. Теперь я не могу не оглядываться на уроки моей юности, не могу не размышлять о легендах и зернах истины, в них содержащихся. В древних трудах грубыми штрихами указано на пятно среди звезд, шрам на поверхности реальности, где во вселенную из плоти и крови, костей и дыхания проникла изначальная истина. И в каждом из этих трудов имеется предсказание о пришествии золотого владыки, существа, обладающего божественной силой, который и поведет человечество к совершенству. Этим существом должен был стать мой отец, император, и я верил в это до последнего момента, когда осознал свою ошибку. Он не был золотым владыкой, император может повести нас к звездам, но не за их пределы. И если золотой владыка не восстанет, все мои мечты окажутся ложью. Сейчас я смотрю на звезды, а в мозгу пылают огнем руны из старинных свитков. И я смотрю на свои руки, когда пишу эти строки. Эреб и Корфаэрон были правы. Мои руки, они тоже золотые. Anatomy наш Велик Продолжение следует... Постолbell due чуть più даже